Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм. Вопрос 3864». В пятом томе «Открытым оком» в вопросе 1457 упоминается про Баптиста Бойко, который много перестрадал от коммунистов. Где он теперь? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В годы жизни с 1922 по 2003 год. 81. Вот часть его эпопеи, списанная с диска его голосом. Он в собрании рассказывает про свой путь. И у меня пришла такая мысль, зачем жить? Какой смысл жить? Немцев я, говорю, глаза не видел, и вдруг надо убивать их немцы. Меня не видели. Что это за жизнь? А мне было всего 19 лет, 20-й год. И у меня пришел такой момент, что я стал разочарываться в жизни. Какой смысл жить? Жить, чтобы так мучиться? А я дошел уже до дистрофического состояния. И тут нас выстроили и спрашивают. Командиры есть? Выходи. Никто не выходит. Политруки, замполиты есть? Выходи. Тоже никто не выходил. А когда спросили, коммунисты есть? Я не видел, выходили и нет. Но когда спросили, комсомольцы есть? А я был комсомольцем. Был в сергах комсомольской организации. Я воспитывал в семье неверующих. Я поднял руку, думаю, вот тут и расстреляют. А то бежит на проволоку, вдруг еще ранят. И я так поднял руку, когда выходи. И там стали еще некоторые выходить. И нас вышел человек, наверное, не помню, маленькая кучка людей. Они потом сами проходят по ряду и говорят, ты веди, ты веди, ты веди. Первая очередь, пять шоу вперед. И так пять ринов. Набрали нас 85 человек. И отправляют нас в лагерь в Германии возле города Ораненбург. Это 35 километров примерно от Берлина. В лес. Там глухой лес. Это Закценгаус. Там сейчас музей. Вот я 50 лет спустя, в 91-м году, потому что это был 41-42 год. И я потом ездил в 91-м году туда специально, где меня Господь впервые нашел. Встретя меня была с Господом. Каким образом? Когда нас привезли, я был очень худой, истощенный. И мы разружались с барж. Всякий стройматериал. И доски, и кирпич, и цемент. Все, все, что приходило в баржах, мы разружали на берег. И потом это все шло на стройки. И когда я подошел, а там два человека стоить, значит, берут мешок цемента, один с одной стороны, другой с другой. Подходишь, шею подставил. На плечо, ложит мешок и пошел. Я только вышел чуть-чуть на трап, а этот мешок 50 килограмм. А у меня, наверное, было меньше, чем 30. И он меня как... Я почувствовал, что я не держу ноги, мне дрожать. Я падаю и думаю, хотя бы мешок не придавил меня так. И как-то я на бок свернулся. Падаю я, и падает мешок. И он когда лопнул, а знаете, когда мешок лопает, там целый такой пух, вот так, пыль. А небес подскактый, у меня штыком в ногу. Пробил мне левую ногу выше колена, штыком. Я с Гаричу схватился. Он хотел стрелять, как потом мне рассказывали. Ну, здесь еще были солдаты, конвой, еще было, потому что было много людей на этом, на разруске. И стали немцы кричать на него. Потом пленные стали кричать. Ну, он так нацелился, но выстрелил, не выстрелил. Я убежал с Гаричу, прибежал в туалет. И слышу, как у меня кровь течет, холодная. То есть горячее, а тело-то холодное. И что делать? Я снимаю рубашку с себя, оторвал кусок пола с рубашки и привязал себе рану. И внес инфекцию. И у меня получилось заражение. Скажу вам, привязок никаких не было, врачей не было, медикаментов никаких не было, никого, помощи никого не было там, в том лагере. И меня эта рана начала гнить. Гниет и гниет. Представляю себе, брюки пристают. Кормили очень плохо. Если кто знает, что такое брюква или турнепс, то знаешь, что такое. Вот это большее, это все наше было питание. И мяса нет, а слиз есть. И вот это брюки, как ляжешь ночью, пристанут, утром надо отрывать их от этой раны. Это было такое мучение. Да и в нем бывает, нет-нет, пристанет, отрывать надо. И я пришел до разочарования вообще в жизни. Но, скажу вам, я думал уже, покончили с самоубийством, а тут бунтует. А тут заложено у нас нечто. Не может быть, чтобы такой разумный человек, существовав как человек, вдруг с такой безумной кончиной, 19 лет, и лезть на проволоку, ну и думаешь, а вдруг еще тебя ранят, не убьют. Если убьют, то хорошо, а если не убьют, то ранят. Ну и тут у меня такая борьба. Ну, поскольку я не мог работать, меня, нас вывели всех таких коллег в лес. 41-й год была точно зима, зима такая, как сейчас. Немцы говорили, старые немцы, вроде, мы еще не помним, что была такая холодная зима. И поскольку в бараках было холодно, и нас, таких коллег, кто способен работать на работу, выслали, а нас всех, разве только человек вообще не мог ходить, а то всех, кто спалкует, кто на палке, там костыли не было, кто себе что-нибудь сделать, под мешки пошел. И нас завели глубоко в лес, и мы там собирали хворост, щепки, корни, ветки, все, что горит на кучу. А потом, когда приходили с работы, и забирали, носили в барак, и топили, потому что в бараках было очень холодно. И вот, мне захотелось по своим надобностям, и я смотрю, под кустиком лежит бумажка. Я поднимаю эту бумажку, разворачиваю, она так грязная, скомканная, и я разворачиваю, а там молитва отче нас, чисто русский, печатный шрифт. Вы знаете, когда я развернул, начал читать, никогда я не молился, я жил в семье неверующих, нас никогда не учили об этом, сам был комсомольцем, а потом в комсомольской организации. Но когда я прочитал эти слова, мне так вот, темени головы по всему телу прошла такая радостная дрожь, я стал сильно плакать. Я только сказал, Господи, если Ты есть, спаси меня. Ну, выплакался, не было, считайте, 19-20 год пошел, и положил эту бумажку в карман, пришел, привели нас в лагерь, я взял, переписал ее на чистую бумагу, и с тех пор я начал молиться. Молился, молился, а потом думаю, даже смысл этих слов, что они означают. Я понял смысл этих слов, я стал до этой молитвы добавлять еще свои слова. Знаете, как говорят, кто чем болит, тот о том и говорит. И так я стал молиться, Господи, ты жить в мое состояние. Но там, скажу вам, с 41-го года, по 42-й год, никогда не было ни врачей, ни санитаров, никаких медикаментов. А так люди гнили, бирку до ноги, и в яму. Я только скажу, так прискочу немножко наперед, вот я когда приехал в 91-м году, а там музей, в этом лагере, и там написано, в 41-м году было 22 тысячи советских военнопленных, причем все были подобраны, все с коммунистическим духом. От комсомольцев до генералов, как говорят. А в конце 42-го года осталось только 6 тысяч. Так вот представьте себе, где бы я был, если бы не Господь. И вот когда я начал так молиться, пришло не знаю сколько времени, может быть месяц или два, когда говорит навязчик, переводчик, говорит, все коллеги, собирайтесь в такой-то барак. Мы стали, подошел я в очередь, пришел, говорит, какой-то вольный немец и проверяет всех раненых. Ну, стал я в очередь, подошла моя очередь, я, правда, по-немецки немножко говорил, потому что я учился в школе, нас на Украине, я сам родом из города Вознесенск, Николаевской области. И я немножко так знал, грамматику я изучал, и писал неплохо, и читал хорошо. И я стал объяснять, что так и так, вот такое, потому что у меня рана пробита от штыка вот такой ширины, а рана стала такая, на всю четверть, почти до колена и выше, гниет. Я ему рассказал, он тогда взял, прочистил, промыл ее и наложил бинт, вату туда, и забинтовал, иди. Я пришел в барак, и мне, проявляясь самостоятельно, Бог отвечает на мою молитву. Но поскольку дух меня атеистический, тут уже идет бревота, какой там Бог. Это просто совпадение. В общем, началась борьба. Сомнения, и ничего не поймешь. Как это? А тут, это просто считается, как случайность какая-то. Ну, прошло, кажется, недели полторы-две, вызывают меня, еще вызывают несколько человек, человека 34 нас, и нас везут под конвоем в военный госпиталь у Раненбурга. И там нам вырезают, меня вырезали все, а то я гнилась ноги, им наложили мазь туда, бинт, вата, и такой широкий бинт на всю эту рану. И он еще так растягивается трошки, и он мне говорит, немец, врач военный, только не снимай, чтобы эту повязку ни в коем случае не снимал. Ну, и так, нас обратно в лагерь, и скажем, я приезжаю уже второй раз, значит, уже привязку мне сделали, и тут мне назойливая мысль, точно Бог отвечает на мою молитву. И я стал еще усерднее, стал молиться, и у меня появилась еще больше вера, уверен, что все-таки Бог есть. И вдруг, ни с того, ни с сего, проходит место 3-4, тоже точно не помню, сейчас это было еще в 40-х годах, вызывают меня на вахту, еще несколько человек, и нас везут в Сименштадт. Сименштадт, это в Берлине есть Сименсверк, это Сименски завод. Ну, меня привезли калеку, правда, я привязан, но я не развязывал ее, и я не мог ходить, потому что надо было 3 километра ходить на завод, я не мог, и меня оставили в лагере, а в лагере таких коллег, значит, организовали бригаду, и мы за зону, за лагерь ходили, сразу же за лагером, строили дополнительно бараки, потому что пленные поступали в 42-м году, а бараков не хватало, пленных было очень много, и мы строили бараки, кто что, кто планировал, ну, коллеги, кто чем мог, лопату возьмешь, там, гребешь, то граблями распланировал, а кто более крепкими руками, забивали сваи, потом ложили лаги, и так мы строили деревянные бараки. Ну, скажу, на этом Сименсстате нас кормили лучше, потому что хозяин, там было 3 брата, Сименс Сукер, Сименс Векерт и Сименс Гальский, 3 брата, они более заинтересованы были, что давали продукцию, они кормили нас лучше. И второе, когда я работал, и тут у меня началась борьба, уже самая настоящая борьба против греха. Курить я бросил быстро, а вот с языком никак не мог овладеть. И думаю, ну, почему это я не хочу? У меня уже совесть стала осуждать. Уже Дух Святой делся на мой совесть. Верующих я никого не встречал. Но я понял, что я делаю неправильно. Совесть то у меня есть, совесть пробудилась, эта работа, конечно, я тогда не знал, чья это работа, потом я только знал, что это работа Духа Святого. То есть, что я говорю, ну, курить я бросил быстро. А вот нервничать, скандалить, ругаться языком, выражать всякие нехорошие слова, у меня никак не получалось. Хотя я был молодой, а в этих условиях там были и генералы, там матерились, кто как хотел, и чем, как говорится, чем больше этажей, тем считали это лучше. Ну, и так, таким путем, я думал, что я источник зла. Думаю, неужели я не могу бросить. Я начал испытывать сам себя. Потом начал испытывать Бога. Если кто помнит, как Гедеон испытывал Бога, помните? Но я испытывал намного хуже. Я же не знал, я ни о Гедеоне туда не знал, ничего не знал. С Писанием я вообще никогда не знакомился, не был знаком. И я по-своему, по-человечески начал испытывать Бога и доиспытывался до того, что дошло, я сказал так, Господи, прости мне, надо быть безумным человеком, чтобы не видеть руку Твою. С какого ада Ты мне вытащил? И что не верить этому? Я попросил прощения, и больше я не сомневался. Но скажу вам, братья и сестры, особенно молодежь, я всегда говорю, у меня прошла сильнейшая борьба. С чем? Я не мог понять, почему я делаю зло, которое я не хочу делать. И я понял, что есть сила, которая толкает меня на это преступление. А что это за сила? Я понял, что раз есть сила, должен быть источник. А что является источником этой силы? Я никак не мог понять. Поэтому я был убежден, зато ремеши есть Бог. Но скажу вам, не знал я ни Бога, не знал я ни себя. Кто я? Почему это так делается? И скажу, там появился конвой. Там конвой меняли часто. И вот один из молодых конвоев немец как-то понравил меня. А мы когда там строили бараки, и обед приблизуют нам кушать, и миски дадут, я возьму мисочку. Некоторые ребята на камушек или на пенек садятся, некоторые просто так, на задницу. А я на коленке встану, и так возьму эту мисочку. И попросил благословение. Как я просил? Благослови, Господи, пищу. И все. Покушал. Благодарю Тебе, его уже запишу. И это все. И один немец, видно, увидел это. И как-то понравилось ко мне. Стал так относиться более мягко и, ну, как говорится, более лучше. Хотя там были такие люди, которые очень строго относились, и кололи, и убили, и что-то делали. А потом он мне принес эти вольтебух. Слово Божие. То есть, словарь. И я начал исследовать писание. Это писание. Слово, значит, учить немецкий язык усовершенствовать. Я читал, я говорю, я читал хорошо, потому что я учился в школе хорошо. Да. И таким путем я более так усовершенствовал язык немецкий. И вдруг этого солдата убрали. Их на фронт посылали часто. А потом поступил новый конвой, пожилой мужчина. И тоже как-то меня стал уважать. И стал подкармливать меня. То бутербродик положить. Ну, первое, я помню, он сказал мне, Николай, там под кустиком пельс картофель. И я сам ушел, потому что им нам запрещали иметь такие тесные контакты. Я подошел к тому кустику, который мне показал. Посмотрел, там картошка, не знаю, 4 или 5 картошин. Ну, вы знаете, такой пельс картофель. И я съел, и так дальше мне, знаете, то, что здесь лучше стали кормить, я стал поправляться. И вот смотрю, гляну на свою рану, я уже не так хромал, 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 ну, не так уже больно было. Я когда посмотрел, у меня эта повязка стала хромовая, аж блестит. Грязь, пот, и она, значит, трется, бруки об эту повязку. И она так вот шлифовалась, все раз блестит. А сам материал был очень плотный. Я тогда смотрю, так концы меня рвутся. Я взял, потихоньку отодрал от тела, смотрю, а там как папиросную бумажечку. Это яма такая затянула коркой. Ну, и я больше не привязывал. Ну, и скажу вам, значит, с тех пор я с этим немцем как-то более-более, он мне как-то более ближе стал ко мне. Ну, и одно прекрасное время в сороковом году, сорок четвертом году он подходит, то он бутербродик даст, то он этот котелок свой суп удаст. Я после голодовки, кто может, испытывал голод, очень быстро человек поправляется. Очень быстро. Я набирал силу и чувствовал уже, я уже и перестал, как говорится, хромать за это время. И под конец года он подходит и мне говорит, Николай, нас забирают всех на фронт. До 50 лет всех немцев забирают на фронт. И говорит, я тебе хочу сказать, что я очень богатый, у меня большой участок земли, в общем, не стал рассказывать, какое он богатство имеет. И говорит, я знаю, что война скоро кончится. Буду я живу или не буду, не знаю, но знаю, что и вы не всегда будете в плену. Ну, так он мне стал рассказывать, и говорит, знаешь что, Николай, я хочу, чтобы ты был моим зятем. У меня есть дочка хорошая и жена, больше у меня никого нет, там есть рабочие. И говорит, дочка видела тебя и жена видела, и ты понравился, и они хотят все-таки плен кончиться, как у вас произойдет. Если будешь свободный, я хочу, чтобы ты все-таки был моим зятем. Дает мне адрес, я положил адрес в карман, ну, и он уехал. Ну, началось 45, год, наши войска идут полный вперед. Я сводку читал, и считаю, что наши подошли к Одеру, а Одер от Берлина примерно километра 90. И один друг мой, если не надо, говорит, Николай, ты знаешь что, если только наши передут Одер, русские войска, немцы нас перестреляют. Это же готовая армия, они не дадут нас в руки нашим. Или перестреляют, или американцам отведут. Я говорю, а что же будем делать? А он, правда, кадровик 20-го года, на два года старше меня. Он говорит, если только наши самолеты появятся над Берлином, значит, это говорить о том, что разведка работает под то, как, значит, переходу Одера. И так и получилось. Ну, а мы стали что делать? Тренироваться. Я, правда, в молодости занимался многими видами спорта. Я знаю, что если ноги, как бы мы не были крепкие, но если мы не тренируем их, то далеко бежать не будешь. А это если бежать, так нужно уже бежать, чтобы уезжать. И мы начали тренировать свои мышцы на ногах и вообще весь организм, чтобы бежать. И когда наши самолеты, кукурузники появились между, над Берлином, между трубами летали, а так низко очень, он говорит, Николай, точно скоро будет подготовка. Это разведка. И что? Прошло время, так вечер стал, и он говорит, ну, правда, раньше, что надо готовиться и вот такой момент выбрать, чтобы убежать, когда можно было прорваться, как говорят. И мы вечерком стало уже темнеть, и мы, как говорят, по-лагодарному рванули. В общем, убежали от Сатулара, прибежали к своим, я уже не буду подробностей говорить. Ночь бежали с передышками, и день, и когда мы днем, то мы медленно стали ходить, старались подальше от населенных пунктов, по полям, по полевым дорогам, как говорят, и когда мы уже на третий, не помню на какой день, видим, что, да, и когда мы на заре так утро слышим, он говорит, ты прислушаешь, что говорим, вся земля колотится, гул такой, он говорит, это все виды орудия пустили в вход, чтобы стрелять, форсировать Одер, и прийти на эту сторону, на Берлин. Ну, и в это время, когда мы уже видим, что немцы бегут, паники, они на запад, а мы на восток. Ну, видим, что нас никто не трогает, и мы полный вперед, передышкой снова вперед, и прибежали к своим, и скажу вам, когда, правда, мы прибежали к своим, нас передели, мы не сказали, кто мы, откуда, нас быстро передели, запасной полк, подкормили, автомата научили, и полный вперед. Ну, мы пришли в Берлин, скажу вам, что в Берлине были такие улицы, что нельзя было зайти, такой вонь, потому что много американцев ночами бомбили так, что не успевали трупы выносить. И в улицах, под развалинами домов, много было трупов, и они воняют, это же, считайте, уже май месяц был. И мы встретились с своими друзьями, которые сидели вместе в плену. И они, когда увидели нас, Жоры, говорят, как это так? Мы увидели, что вас, вас же притащили, мы когда убежали, а немцы взяли два трупа где-то, и притащили к Зоде, к лагерю, и говорят, вот ваши беглецы. И так все поняли, что это мы, потому что они же в лагерь не притащили, как в зоне, а их лица не видно. Они так были убежены, говорят, мы еще сострадали, думаю, дожились до конца войны, и на тебе убежали. На свою голову, мол. Ну, а потом мы говорим, нас не убили, вот, пожалуйста, мы живи. И так нас считали мертвыми, но мы живи были. И когда кончилась война, нас отправили, я был в артполку, нас отправили в Гальберштадт, есть в Германии Гальберштадт такой, и нас отправили туда, и вдруг меня вызывают, СМЕРШ, и мне дают судом 15 лет каторжных работ за измену Родины. Но я все время молился, все время молился, только скажу, у меня за это время настолько было вопросов по отношению к Богу, что мне казалось, что я, эта черепляная кропка, не выдержит нагрузки. Вопросов уйма, а ответов нет. Особенно я уже, когда был, значит, не в плену, а был на свободе, солдатом, то я с многими был пари, что не буду ругаться, не буду, ну, как обычно, всякое зло, а все равно делал. И я думаю, ну, почему это так? И вот эти вопросы меня настолько мучили, что совесть меня сильнейше осуждала. Угрызение у меня было совести ужасное. А избавиться я не мог. И я говорю, еще раз говорю, что у меня настолько была такая нагрузка, что мне казалось, что я не выдержу этих вопросов, потому что нет ответов. И я был убежден, что Бог есть. И меня бы никто не упредил, что Бога нет, но фактически Бога я не знал и себя не знал, потому что я не мог освободиться. А потом, когда меня привезли на Воркуту, то на Воркуте я встретил одного человека, который читает книжечку такую небольшую, карманного формата. Я подхожу к нему, и кого было не спрашивать, никто ничего не знает о Боге, абсолютно. И я спрашиваю, что вы читаете? Он говорит, книгу, которая учить, как жить. Я спрашиваю, а что за книга? Он говорит, книга жизни. Я говорю, а как она называется? А что она за книга жизни? Он говорит, Евангелие. А что такое Евангелие? Я тоже не знал. Если бы сказал Библию, я помню, в школе еще разговаривала, Библия, Библия, а Евангелие такого слова не слыхал. Я спрашиваю, а что она себе представляет? Он говорит, это религиозная книга. Я говорю, слушайте, дайте я хочу почитать. Я что-нибудь хочу знать о Боге. Ну, поскольку был молодой, в общем, я к нему пристал, и он говорит, слушай, это не моя, это я взял попа. В лагере был там один православный батюшка, как говорят, и он у него выпросил. Я говорю, слушай, я к нему так пристал, стал умолять его, и он говорит, хорошо, я когда прочитаю, тогда я тебе дам. Только знай, головой отвечаешь, потому что при Сталине такой литературе в лагере строго настрого запрещалось. Это считалось как антисоветская литература. И вот пришлось мне, значит, подождал я, пока он прочитает, и дал мне эту книгу, я начал читать, я вам скажу, я не читал, я ее ел. Настолько у меня была такая жажда, я пережил голод физической пищи, хлеба, а теперь стал переживать голод духовный. Я с такой жажды читал, что дочитался до римлянам всем, помните, есть римлян, написано 7 глава, 19, 20 стих, и там написано, 19 стих, доброго, которое хочу делать, не делаю, а зло, которое не хочу делать, делаю. Почему? Потому что не я делаю, а живущего мне грех. И я стал понимать, что значит, надо освободиться от этого греха. А до этого я же не знал вообще, что такое грех. Я стал, читал дальше, дальше, прочитал все, много я понял из этого, понял, что нужно поститься, понял, как нужно правильно молиться, много я понял, но скажу вам, когда я дал эту книжечку, меня в скорости перекидывает в другой лагерь совсем, а там после прочтения появилось еще больше вопросов, а ответов нет. И вот я решил за любую цену написать своей сестре, чтобы она достала мне за любую цену Евангелие. Пишу я в Вознесенск, город, где живет моя сестра, пишу, Мария, за любую цену достань Евангелие, а когда достанешь, напиши, а потом сообщи мне, напишешь мне. И когда мне перекинуть этот лагерь, я встретился с одним парнем, что увидел, что он такой спокойный, не курит, не ругается, это был один молодой парень, который отбывал детскую колонию за то, что он хотел убежать в Германию, он сам немец, сменонитов, Войтке фамилия из Житомирской области. Я с ним так подружился, и такая дружба у нас была, как Янафан с Давидом, хотя я не Янафан, Янафан еще не знал. Мы один друг без друга ничего не делали. Ну и тут я написал письмо, и сестра мне пишет, а я хотел так, чтобы дойдет это в Библию, то есть в Англии, и туда я напишу, дам адрес, я работал с вольными людьми на шахте, я думаю, я дам их адрес с сестре моей, и она на них вышлет до дома, они мне принесут в лагерь. И вдруг она мне пишет, Николай, то, что ты просил, я достала и выслала в лагерь. Вот представь себе, а я знаю, что такие вещи не дают. И мы стали молиться. Когда я прихожу, смотрю список, сообщение о том, что на такие-такие души, значит, пришла посылка. На мое имя пришла посылка, и я ему тогда, что объявляем пост, и я иду получать посылку, а он в бараке остается и молится. И он, значит, я прихожу к коптерку сразу, ну, спросили фамилию, я сказал, коптер, а там так, коптер вольный, коптер заключенный, врач в обязательном порядке, военный, и уполномоченный, военный, то есть работник, если так сказать, КГБ. Ну, когда достали мою посылку, заключенный, она обшита материи, он разрезал, вытащил ящик, положил на стол, и взял там специального такой открывачика, и открыл крышку, а там сразу лежит черная книга. А уполномоченный, так, цап руками ее, а у меня тут теньк, я нагнулся и стал молиться. Так стал, и нагнулся, и молюсь, он перелистывает, и читает Библию, и я, потом перелистывает еще, еще, а потом говорит, ты что, попом хочешь быть на меня? А я кончил молитву, говорю, не обязательно быть попом, чтобы читать эту книгу. Он так еще перелистывает, потом кинул на стол, врач пересмотрел продукты питания, и говорит ему, ничего нет запретного. Ну и коптер говорит, давай забирайте, вот что, а знаете, мы всегда берем наволочки на посылку, а я от переживания забил за эту наволочку. Я говорю, извините, я ничего не взял, они говорят, давай ему обшивку с посылки. И этот заключенный дает мне обшивку с посылки, я поставил к столу так, и заключенный горник там, все, что было с продуктов питания, и вижу, и книгу сюда. Я глял на эту полномочию, она стоит смотреть. Я как, он взвернулся, я крепко взял руки, спасибо, и открываю одну дверь, закрыл, вторую дверь, когда я закрыл, я как рванул, я говорю, лошадью за мной гнались, не догнали. Прибегаю в барак, говорю, Степа в нас, давай без сопряток. Думаю, а вдруг опомниться, ведь в руках была, можете представить, какое чудо Господь делал. И таким путем мы спрятали, некоторое время, даже я боялся туда идти, думаю, а вдруг за мной следят. Ну, так получилось, что Господь его ослепил, это уже его дело, как? Но дело в том, что за мной пока не следили. И вот я решил достать эту книгу, жажда читать, жажда, терпения нет, только хочу читать. Я достаю ее, она формата Менчика, это петербургское издание, Библия, я открываю, и написано Библия. Я думаю, как же так? Ведь я спросил Евангелия. И меня вдарило такое разочарование, думаю, ну что такое, что же она сделала? И там, эта книжка маленькая, это такая большая, ну, стали читать. А Степан тоже не знал, что в этой книге есть и Евангелие. И так мы перекинулись, глянул, картинок нет, ну, и начали прямо с битья читать. Ну, и мы так дружили, и это была наша школа, начальная школа библейская. Прочитаем главу и друг друга студируем, спрашиваем, что написано в таком-то стихе, что написано в такой-то главе. В общем, мы так студировали. А потом скорости меня вызывают на этап, поскольку я считался неплохим специалистом у них, по сантехнике, по слесаргородному оборудованию, и меня объявляют на этап. Назвать мою фамилию, а я думаю, Господи, а как же теперь быть? Библия-то у меня, а я же ее не то, что даже половину не прочитал. И второе, что на этап, когда берут, обязательно делать обыск. Заходишь в комнату, все это вещи, которые у тебя есть, личные, все высыпаешь в сумки, там обыск делать очень тщательный. Ну, что делать? Я объявляю Господу пост. Я говорю, Господи, независимо, сколько я буду в этапе, а там бывает по три, по четыре, может быть, и по пять дней в этапе. Я говорю, сколько я буду в этапе, хоть и пять суток, я объявляю пост, пока не приду в тот лагерь, а ты храни эту книгу, ты знаешь мою жажду. Я вам скажу, что такая жажда бывает редко у людей. Кто пережил голод, физический, тот знает, что такое жажда. И кто пережил голод духовный, тоже знает, что это, я не хотел ни спать, ни кушать, только читать. Только читать. И поэтому я объявляю пост, и когда меня вызвали уже бойко с вещами на вахту, я объявляю пост, Господи, я буду в посте, а ты храни эту книгу, ты знаешь, как сохранить. Тем более, я видел, как Господь сохранил в этих руках. И прихожу на вахту, все, которые там были на этап, заходишь в комнату по одному, высыпаешь, а там бывало солдаты, бывало прапора, бывало, что и офицеры делают обыск. Высыпаешь, они там роются. А что я делал, когда они делают обыск? Молиться. Вот это самое главное, братья и сестры, нужна молитва. Тогда, конечно, еще братства не было, это было, считайте, 48-й год, 49-й где-то. И они роются в моих вещах, а я молюсь. Потом, по лицу контроли, ногой оттолкнул, оно раздевается, а там обязательно раздевается до трусов. Все на кучу, и они там все перерывают. И это, потом одеваюсь, одеваюсь, смотрю, моя Библия лежит, никуда не взял, я в сумку эту свою, и на этапе шлю, и пошел. Приходим в другой лагерь, куда нас везут, там тоже та же самая история, так же само обыскивают, я так же само молюсь, и скажу вам, что это было чудо. Я когда братьям вышел, когда братьям рассказал, что я в один год, шесть раз меня по специальности перекидывали шахту на шахту, это, считайте, двенадцать обысков было, и до конца мое освобождение со мной была Библия. Это действительно было чудо. И только потому, что Бог знал мою жажду, и даже был такой факт, когда у меня бригадир говорит, Николай, ты не будешь уже днем работать, а будешь инструментальщиком, ночным инструментальщиком. А инструментальщик, это что? Точить инструмент, чтобы был острый, зубиля, на молотке ручки делать, так далее, а такой, смазывать электроды, чтобы были, потому что таких не было электродов, как сейчас, а тогда жидкое стекло, мел, расколотишь, и проволоку мажешь, и варили сварщик. И это было такое, у меня удовольствие, что я никогда не ожидал. Ночь, это в моем распоряжении. Но мне надо было прийти на вахту, принести Библию в шахту. И я что? Тоже так, так же само, молитвой, пост, и взял ее, пополам развернул, до самого тела приложил, поясом хорошо застегнулся, телогрейку, и прохожу. А там, как проходишь, по пять человек, мы идем, строим пять человек, а там стоят пять человек, солдат, которые под короткой, ходишь, он тебя обыскивает, и проходи. И таким путем я принес на шахту Библию, и там все ночи у меня было в моем распоряжении. Никто мне не мешал. Я вам скажу, я читал, как говорят, ну, как голодный кушать. Все усваивал, только многое, и многое не понимал. И вот, читаю, читаю, один, перекидываю листок, когда смотрю, Новый Завет, в Малахе, я последний прочитал книгу, рука, читаю, смотрю, Новый Завет Господа Наши из Христа. И тут я как засел на этой книге Нового Завета, она мне уже была знакомая, и таким образом я познал, кто я, я познал, что я грешник, не потому, что я грешил, а потому, что я рожденный грешником, потому я не мог освободиться от этого греха. И там я и покаялся, и с тех пор я сказал так, Господи, что повелись делать, буду делать, куда повелись идти, буду идти. И так я стал уже проповедовать другим людям, правда, никому не давал, не доверял, потому что там очень легко продавали друг друга. И я нахожу, когда в укромные места, потом прикидывали меня в другие лагеря, и Библия была со мной. Я никуда не жаловался, что мне незаконно судили. Я знал, что мне незаконно судили, потому что я присягния я не прошел курс молодого бойца, еще был. Но я был доволен, что я теперь спасен. И таким путем до 54-го года Библия была со мной, и вдруг меня ночью вызывает Торяцик и говорит, Бойко, быстро поднимайся на этап. Куда на этап? На Воркуту. А меня уже перекинулись с Воркуты, аж на Холмрию, еще 70 километров до Карских ворот. Там тоже, у нас уже была группа маленькая, я сам был приближенный, но уже были ребята, с которыми я делил свои взгляды. И мы уходили в такие скромные места, читали Библию вместе и рассуждали. И таким путем мы получали образование библейское. И вдруг меня поднимает на этап, я спрашиваю, куда? Вижу, что вся наша бригада лежит, а он говорит, на суд, на Воркуту. Я говорю, какой суд? Я вроде ничего не сделал. Поднимаюсь без оговора. Ну, в общем, поднялся, я поехал, повезли меня на Воркуту. Завели меня, значит, в зал. Потом говорят, вот судья пришли, значит, судья зазывает меня в зал сюда. Ну, расспросили, как я попал в плен, все это расспросили меня, и потом меня выслали. Потом снова зазывает, и судья говорит, так, за отсутствие состава преступления и за хорошее отношение, добросовестное отношение к труду, значит, освобождайтесь о дальнейшем отбивании срока. И таким путем мне было 15 лет, а 9 лет. Ну, и за это время на Воркуте, вернее, на Холомриву был начальник станции, Малига Григорий Петрович, брат, который в Воркуте членом церкви был, и у нас был один парень, который был между нами заключенными, был бесконвойник, и он узнал, что там есть начальник верующий, и он с ним познакомился, и говорит, что у нас есть такой брат, который, ну, там знали в Воркуте, потому что, как говорят, ничего тайного нет, я еще в Воркуте был, то уже знали, что в лагере проповедует, что я проповедовал Христе. А потом он ему сказал, что когда Николай освободится, этот Малига, больный человек, то пусть придет ко мне на станцию, то есть подойдет ко мне, потому что мне так и так через станции, когда молодой был. Ну, Гриша, на Крепичном заводе работал, потом пришел, и вот первый раз я пришел на собрание, а там собирались по домам, вы знаете, как запели, вот так, примерно, столько, не меньше людей, как вот это у вас, потому что квартира немножко меньше, как запели им первый раз, а вы знаете, а я не выдержал, мне казалось, что сейчас вверх поднимемся все на небо, я так стал сильно плакать, и пошли пробовать, братья говорят, а я плачу, не плачу, а надрывом, они мне говорят, Николай, ну, чего ты так плачешь, я говорю, плачу от радости, с такого пекла меня Господь вывел, и вдруг попасть в такое общество, я никогда таких песен не слыхал, никогда таких слов не слыхал, ну, и скажу вам, первый день, весь все собрание проплакал, ну, потом пошло по собранию чаще, чаще, потом я, правда, сказал братьям, что я хочу в первую очередь креститься, потому что, когда я был еще в лагере, я сказал, что я не поеду домой, да, что не поеду домой, пока не приму крещение, чтобы ехать домой, быть уже членом церкви и свидетельства о Христе, так я все подробно не рассказываю, потому что мне однажды, Господь не помнит, то ли был сон, то ли бедение, когда мне просто, я слышу голос, было сказано, что бы ты делал, если тебя через год освободить, а я сказал, Господи, несмотря на то, что не был 15 лет дома, в первую очередь хочу принять завет, вступить в завет с тобой, принять крещение, чтобы ехать домой, будучи уже членом церкви, и, знаете, так я проснулся, думаю, ну, кто это мог мне сказать, ну, я знал уже, знал, что, как Господи разговаривал с своими детьми, ну, только так, с первого, первое время было как-то на душе, у меня еще 6 лет впереди, но думаю, все равно, для Бога есть, нет, ничего невозможно, ну, потом успокоился, а когда мне уже суда сказали, что езжай обратно на холмерю, придет документы, потом, значит, поедешь, и когда я приехал назад после суда, я вспомнил и посчитал точно, прошел год, как Господь чудно меня предупредил, и уже когда на Воркуте я приехал, я сказал, что я хочу крещение принять, а братья говорят, что у нас нет человека, который бы крестил, потому что уехал на большую землю, а это было уже к зиме подходило, но я стал ходить на собрание, как обычно, и я много, когда был в лагере, много писал, я много писал, переписывал Ивану, Лето, Иоанну, раздавал, собственно, наручно, там бумаги не было, а мешки цементные были, из цементных мешков вынимаешь средний мешок, крайний и средина, и хорошая бумага дается писанию, я делал блокноты и много писал, и стихи писал, а потом тут же я начал писать, мне попало в свет и синие будущих благ Каргеля, я ее за месяц полностью переписал, день и ночь почти писал, ну, и таким путем я получал образование, и тут вдруг сестры получают письмо, Коля, срочно приезжай домой, умерла мама, отца уже не было, и тут освободился несколько дней перед этим, Шаповало Данил Данилович, Днепропетровский брат, пресс-фитер, я говорю, братья, да, братья говорит, ну что, Николай, поедешь на похороны, я говорю, нет, братья, я Богу дал обещание, не поеду, пока не приму крещение, он говорит, так, кто-то здесь Данил Данилович, и тут как-то пригорело солнце, снег стал таким водяным, и там такой порядок, только снег начинает таять, роет такие канавы, чтобы вода сходила, и в руку та речка поднялась, лед поднялся, и меня испытания, и одного меня крестили, прямо ледяная вода, я зашел, выхожу с воды, а братья говорят, ну как, Николай, замерз? Я говорю, братья, для меня вода была горячая, ну и боясь, что меня пристрел, меня окажу, тулуб одели, и прямо домой, в общем, я поехал домой, а дом был уже бесхозный, потом я возвратился в уркуту, рассчитался, приехал домой, познакомился с нашей, как говорится, молодежью, я уклинился в церковь, и так я работал в церкви, был как ответственным за молодежь, потому что преститель знал моих родителей, хотя они были неверующие, но он не знал хорошо, и почему, как-то мне сказал, потому что не было, молодежь была, а так она была не особо собрана, а я играл на инструментах, на гитаре, на мандолин, на балалайке, еще в школьной скамее, и тут я стал пристраиваться, еще, правда, на уркуте я уже пристроился немного, и когда я спел первый гимн, на гитаре спел, и сыграл, ой, я грешник бедный, то молодежь возревновала сильно, и стали говорить, давайте будем покупать гитары, мандолины, балалайки, чтобы устроить инструменты, и так пришлось учить молодежь играть, и у нас организовывался струнный оркестр, и мы стали ездить по селам, проповедовать, есть ли кто-нибудь, один человек с нашей церкви, мы говорим, приготовьте людей, то есть собрите своих близких, родственников, мы приезжаем в такое-то время, и проповедовали, и вдруг меня вызывает пресс-фитер, и говорит, Николай больше, чтобы по селам не ездили, я говорю, почему, запрещает, райисполков вызывал его, говорю, вызывал меня райисполков, правда, и у нас пошла такая натяжка, а потом у нас были братья, которые демобилизовались с армией, подали заведение на крещение, а их после работы, где они работали, вызывают на работе КГБ, и давай их там перевоспитывать, я ему говорю, Иван Батилевич, ну почему вы нашу молодежь не преподаете крещение, я говорю, и дар рассказал ему, сестер нашей военной фабрики, терроризируете, а братья, где, кто работает на производстве, он говорит, а нам запрещают преподавать крещение, я говорю, кто запрещает, он говорит, райисполков, я говорю, а какое отношение имели райисполков? И в общем, меня пошла натяжка с ним, я сказал, что меня крестили, никого не спрашивали, и он говорит, что начал меня уговаривать, Николай, ты молодой член церкви, ты не сильно, отставил, потому что написано всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется в Божьем усыновлении, и так далее, и так далее, но старые братья и сестры знают, наверное, как это было в то время, и я категорически стал противоречить ему, прихожу домой, объявляю пост, и ночами я исследовал Писание, думаю, а вдруг я ошибаюсь? Я начал исследовать Писание, нет, все-таки написано так, а я, правда, за это время женился, у меня появились дети, вот я в 55-м приехал, в 56-м женился, в 57-м ребенок, в 58-м ребенок, в 59-м ребенок, в 60-м, четверо каждый ряд, каждый год, и я детей вожу, а он запретил, а я говорю, нет, вот так написано, я говорю, для меня вы авторитет, я вас уважаю, как пресвитера, но для меня авторитет, выше всех авторитетов, это Христос и учение, как хотите, он стал говорить, что он тебя отлучил, а тут появилось положение о церквях в 59-м году, оно попало в мои руки, каким-то образом, я прочитал, и я увидел, что церковь идет против писания, то есть нарушается писание, а поскольку я уважал Карева, Александра Васильевича, в журналах статьи были хорошие, я решил поехать в Москву, и, так сказать, добиться, где же справедливость, почему так поступает, приехал в Москву, нашел Малоузовский переулок, встретился с Каревым, стал ему рассказать свое положение, он выслушал внимательно, хорошо относился ко мне, а потом под конец говорит, Николай, ты молодой член церкви, ты еще не в курсе дела, но ты должен прислушаться от старца, вот как они говорят, так мы должны поступать, правильно они говорят, и тоже читает, не местность еще написания, что всякая власть от Бога, кто не подчиняется власти, не подчиняется Божьему установлению, я ему наоборот говорю, а почему же апостолы не подчинились, когда им священники, пресвященники запретили проведать о Христе, почему Исаак, это, Седрах Бесах и Авденав, почему они оказались в печи, тоже не подчинялись властям, почему Давид попал в ров влюйный, а он говорит, Николай, это было тогда, а теперь другое время, мы должны подчиняться, подчиняться, так далее, так далее, я правда, я говорю, Александр Васильевич, я говорю, извини, для меня вы авторитет, я вашей статье очень уважал, и уважаю, но я говорю, для меня авторитет, выше всех авторитетов, это Христос и учение, и против учения, я не могу пойти, я говорю, поймите, с такой бездны меня Господь вывел, и теперь я должен идти против Писания, я говорю, для меня, я не могу, не могу, что хотите, а значит будете отлучать, ну и так, я уехал, и только приехал, тут встречать меня Вознесенский Калибабчук, областной пресвитер, и снова со мной стал беседовать, и уговаривал меня, тоже так же само, Николай, ты у тебя первая любовь, так далее, или немножко ты успокоишься, значит не надо, надо, сказали детей не водить, значит не водить, сказали молодежь нельзя, крестить до 18 лет, значит нельзя, я говорю, ну как же так, почему это мы должны спрашивать райисполкома, и почему мы должны слушаться, что говорит райисполкома, я говорю, церковь то, глава церкви не райисполкома, Христос, ну и у нас пошла такая натяжка, правда он сказал братьям, а то уже потом я узнал, что значит, что братья, Николай, это первая любовь у него, вы немножко приголубьте ее, то есть знаете, что значит приголубьте, он говорит, уговкается, он успокоится, ну, не тут-то было, я конечно успокоиться не хотел, потому что я не согласен был, внутренне согласен, что сознательно, умышленно нарушается Священное Писание, и у меня 1 мая 60-х году меня отлучают от церкви, правда молодежь хотели оторвать от меня, оставляли родителей, сказали, что молодежь оторвать, потому что Николай, значит, в ересь упал, ну и меня отлучают, но молодежь все-таки поддерживала меня, и мы собирались сидеть, мы сперва ходили, я ходил в собрание с детьми, а потом, когда начали, начал он пробовать такие, я говорю, что уже невозможно было, никакого назидания не было, я поехал в Одессу, и в Одессе встретился с Николаем Павловичем Шевченком, присвитером, был в Пресвитовской церкви, где я сейчас присвитером, я ему рассказал свое положение, он говорит, Николай, мы приедем, приедем, разспросим, потому что ты говоришь одно, а нам надо вторую сторону выслужить, и они приехали в миссирух, Сепан Никитирович, когда был еще жил в Одессе, и еще несколько братьев, вчера, 4 или 5, пришли на наше собрание в воскресенье вечером, ну и братья стали, в конце собрания, братья передали привет, Пресвитер привет принял, а когда они стали спрашивать, скажите, пожалуйста, за что Николая отлучили, а Пресвитер встает и говорит, так, братья и сестры, вы знаете, кто это к нам приехал? Это раскольники, значит, привет принял, а в разговоре, обойке никакого не может быть, и он их выгнал, и выгнал, они уехали домой, потом через неделю еще приехали раз, и даже привет он не принял, а когда все уже вышли в собрание, то братья во дворе, там большой двор был, и братья стали спрашивать членов, за что отличили меня? Ну, кто что, как в церкви, знаете, ну и братья стали говорить, там некоторые стали говорить, что когда Николай приехал, как-то наша молодежь ожила, им запрещались, значит, проповедовать, запрещали ездить по селам, и главное, что не крестить молодежь нашу, и детей запрещают носить, а Николай говорит, считай, что это неправильно, они тогда давай, на основе священного писания, им свидетельствовать, что я прав, а потом, когда начали объяснять, что такое положение в церквях, и законодательство, религиозных культах, объяснили и уехали. И тут в церкви началось брожение, и на сельских собраниях стали отлучать еще людей, еще, и братья приехали, говорят, раз такое дело, собирайтесь отдельно. И мы стали собираться отдельно. И когда мне первый раз пришлось поехать на общение такое братское, я встретился первый раз с Прокофьевым в городе Одессе, потому что Одесса от Вознесельска где-то 140 километров. Я ее просил, я говорю, Александр Федорович, кажется, я говорю, прийдьте в Вознесельск, у нас большая община, но она, говорит, отлучили меня так и так. Я говорю, там есть люди, все-таки, которые, может быть, поймут вас. И он записал себе в блокноте мой адрес, фамилию, адрес, где я живу. И вдруг приезжает ко мне через время куча КГБ. Несколько человек работников КГБ, делают мне обыск, а я этого не ожидал, у меня много рукописей было сильного. Перелили в квартире все. И в топке релись, и в земле релись, и на чердаке вылазили, релись, искали все литературы, все, что мне было, забрали. Оказывается, Прокофья задержали, и арестовали, и в нее забрали этот блокнот, а в блокноте была моя фамилия, и они решили приехать ко мне и делать обыск. В общем, все, что было, забрали, а потом забрали и меня. Но скажу, перед тем, как меня забрали, у нас в Азинсельске, если кто знает по журналам, Кучеренко Николая замучили. Тоже взяли КГБ и отдали его мертвым. И через месяц, полтора, точно не помню сейчас, в скорости я знаю, что забирает меня, а мне скажу, уже было четвертого, детей. И везут, значит, туда, значит, забудет кабинет, и смотрю, сидит замначальник КГБ, два следователя, и они со мной начали беседу, ну, обычно они начинают, очень мягко, очень, как раз, культурно, и как начинали спрашивать, сколько раз было в Одессе, там, кого я видел, я им прямо сказал, я на эти вопросы даже не задавать, отвечать не буду. Почему, братья и сестры, я знал, что если только вступающие разговоры, это значит, надо стать предателем. Потому что они почнут и дальше, сколько членов, так и так, ну, я-то уже бывал в этих вопросах, я им категорически сказал, что не отвечать, не задавать, отвечать не буду. Они заходят с другой стороны, и так до обеда со мной вывозились, как говорят в мире, как кошка с мишкой. А потом до обеда, значит, дожили мы, и после обеда, значит, идут на обед, меня оставили возле дежурного, а там дежурный на дверях обязательно стоит, а сами пошли пообедать, до обед, потом приходят с обеда, пошли бойко, и снова меня в этот кабинет, садись бойко. Я сел, правда скажу, без молитвы я ничего не говорил, ничего не отвечал, обязательно я в молитве был. Это очень важно, потому что, помните, есть так написано, когда мы читаем 10-го, 20-й стих Батвей, а там сказали, что когда поведут вас при царе и правителе, то не заботьтесь ни о чем, что вам нужно говорить, сам Дух Святой будет говорить вашими устами. Это мне было, так сказать, упование на Господа, и я так, если отвечать, перед этим все он говорит, ко мне задавит вопрос, а я обращаюсь к Господу, как ответить, что ответить. И скажу, когда завели меня после обеда, и он снова стал задавать мне вопросы, сколько раз я был в Одессе, с кем встречался, так и далее, я сказал ему, так, я вам уже сказал, еще раз говорю, что на эти вопросы даже не задавайте, отвечать не буду. Он как стукнет кулаком по столу, и говорит, до каких пор ты будешь нас мучить? А я говорю, простите, вас три, а я один, как я могу вас мучить? Он такой, я раз пришел, еще раз как стуки кулаком по столу, до каких пор ты будешь плясать здесь? А я говорю, извините, я не пляшу, я сижу на стуле. А он говорит, ну, Бойко, ты знаешь, где ты находишься? Я говорю, КГБ в городе Николаеве. Так вот, знай, Бойко, ни один Бог теперь тебя отсюда не выпустит. А я говорю, если Господь найдет нужного, меня отсюда выпустит. Говорит, мы знаем, что ты был там, где Белый Медведь. Но мы тебя, Бойко, отправим туда, где Макар Телят не пасе. А я знал, братья и сестры, что если Макар Телят написать, то Христос в Йеховичу кругом пасе, хоть и на Северном полюсе. А он тогда, как стукнет кулаком, я говорю, начальник, я говорю, вы мне извините, вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, кто для вас Ленин? Он говорит, Ленин вождь для меня. А я говорю, я готов умереть. Это были братья и сестры, не только слова, это была жизнь. Я считал, что я иду на смерть. Только устоять в этой истине. Только не предать никого и оставить учение Христа. Причем, скажу вам, на основании Конституции. Потому что Конституция была, это основной закон Советского Узраства, 52-й статьей, гарантировал свободу совести, свободу бедания и так далее, и так далее. И на этом основании я держался. И когда я спросил, я говорю, для меня Христос, он говорит, я спрашиваю, кто для вас Ленин? Он говорит, вождь. Я говорю, а для меня вождь Христос. Я говорю, за учение Христа я готов не только страдать, я готов и умереть. Только, чтобы не нарушить. А я говорю, какой же для вас Ленин вождь, когда вас еще никто не гонит, а вы возвратили марсиско-ленинское деловое, декрет Ленина, Конституции, и так далее, и так далее. И давай ему цитировать. Ну, всего, конечно, я вам не передам, но хотя бы один текст из крестьянской бедоте, это 10-й том, 66-я страница, Ленин говорит такие слова, что только в России до Турции остались еще позорные законы против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, евреев, и так далее, и так далее. Он говорит, эти законы либо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают этих людей некоторых прав. Эти законы самые несправедливые, самые насильственные и самые позорные. И до тех пор, пока не будет ликвидирована полицейская инквизиция и преследование за веру, до тех пор и немыслимо даже говорить о свободе совести. Говорю, а вы что делаете? Это же Ленин говорит, это ваш вождь. Потом у меня была, правда, 6-й том, 365-я страница, тоже 3-е издание, на память, там несколько листов, но я не буду говорить, потому что время много будет занимать. Ну, у меня была еще одна брошюра такая в кармане, я ее вынимаю и показываю. Здесь сидит за одним столом замначальника ГБ, а за другим столом сидят два следователя. Я ему показываю, признаете ее законной? А там написано большими буквами «Бог и свобода», крупными буквами, вверху политоизнат, вверху академик Струмилин, а внизу политоизнат, город Москва, 60-го года. Это был 62-й год. Он говорит, да, я открываю на 44-й странице, так с этой стороны, написано и даю ему, читайте. А тем, который за другим столом, на память, а там написано так, в Советском Союзе церковь одиннадцатого государства и никто никому не дал права своим жандарским сапогом со шпорами влазить в человеческую душу и добиваться у него прав. Почему он верит так, а не иначе? Это костюнство, больше, чем глумление в храме. Я говорю, а вы что делаете? Вы знаете, против этого, что я высказал, ну что им говорить? Он тогда мне говорит, Бойко, ведь ты не забудь, что ты находишься в самом демократическом государстве, в той самой демократической стране. Я говорю, я бы не сказал бы. А почему? Я говорю, потому что вы, видите, что вы делаете? Я говорю, вы можете на любой площади стать и говорить, что Бога нет. А почему, я говорю, мы христиане на основании Конституции 52-й статьи не можем встать на другом конце площади и говорить, что Бог есть, то есть свидетельство в Христе. А вы что хотите набивать свою пропаганду? Я говорю, извините, это Конституция гарантирует мне свободу совести и свободу распределения? Я говорю, почему у вас от Львова до Владивостока полки трещать атеистической литературы? Хотя бы в Москве, я говорю, хотя бы на весь Советский Союз, хотя бы один киоск был, где я хотел бы купить христианскую или газету, или журнал. Он сказал мне, так ты что, хочешь навязывать свою пропаганду? Это опиум народа? В общем, как начал, я говорю, извините, я говорю, я иду в киоск, беру то ли труд, то ли известие, то ли правду, это мое дело. Я говорю, а я хотел бы взять нашу христианскую литературу, то ли газету, то ли журнал, то ли даже Библию хотя бы. Он говорит, вы же говорите, что я в самой демократической стране живу. А он говорит, Бойко, вы неправильно понимаете демократию. Я говорю, простите, меня в школе учили, я знаю, что такое демократия? Он говорит, у нас социалистическая демократия. А я говорю, у вас, так я говорю, как я здесь, у вас социалистическая, за рубежом капиталистическая, там еще фашистская. И так я говорю. И вы этой демократии, я говорю, так показываю, крутите кто как хочет. А поэтому, вы знаете, ни на один заданный вам вопрос по отношению моего убеждения, и моих единоборцев, даже не труждайтесь, не задавайте, отвечать не буду. Но я решил, пускай лучше, скорее, что они хотят найти, пускай наяд, убьют, значит убьют, чтобы не возиться. А он тогда говорит, забери его отсюда. И встает следователь, берут, ведут меня на пятый этаж. И говорит, садись, Бойка. Я сел. А он ушел. Ушел, нет, нет. Потом приводит, значит, мужчину и женщину и спрашивает их, где я вас взял? Они говорят, на улице. Он говорит, вот этот человек на меня показывает, фанатик. И вот он нам не дает показания, а вы как свидетели, я составлю акт сейчас на него, а вы подпишите, как свидетели, что он не дает нам показания. Ну и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом, говорит, неужели вы верите в Бога? А я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышал, что у нас развод, поднял голову. Прократи меня, начинаю здесь, свою пропаганду, и в стенах КГБ. Я говорю, ну женщина меня задает, вы просто должны ответить. А он ей говорит, слушайте, не трогайте, это фанатик. Он сейчас вам начнет Библию, Тома Ленина, молчите. И она так молчала, пока не написал он акт, что я катерийский, отказ давать показания. Они подписали меня забирать вниз. И на второе утро забирать меня снова, ведет этот же кабинет. И говорит, садись, Бойко. Я сел, и он писал, 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 а потом говорит, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот, Бойко, вам деньги на другую. А Николай, это возле сельска, 90 километров. А это справка вам, что не был на работе. Это я же, в коротце говорю, это третий день, как я уже не на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Помните, первый день я сказал, если Господь не надо, не нужно отсюда, это мы ради ваших четырех детей. У нас уже было чат про детей. И он говорит, ну, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был в середине комсомольской организации, они мне все время задавали, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им не свидетельствовал, не верили. Вот как я вам рассказал, как я уверовал, они не верили. Может быть, ты кого-то встречал. Ну и скажу, приходило, очень много приезжали разных мест и разных воинствующих атеистов, которых специально, ну, старые братья, наверное, знают, специально учили атеистов воевать против нас, нашего братства. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. Ну, всего тоже не расскажут, потому что это занимает время много. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит, Николай Георгиевич, вас вызывает в горосполком, это значит, председатель горосполкома. А мы были в одном учреждении. Я помолился, вот это очень важно нам, на будущее, никогда ни с кем не иметь беседу на постановании, да вообще, не призывав Господа на помощь. Потому что Господь прямо сказал, что без него мы не можем делать ничего. Даже своими способностями, своим умом, ничего мы, братья и сестры, не против дьявола, сами по себе, какие бы мы ни были верующие, сами по себе мы ничто. Дьяволу с нам нечего стоит бороться, но зато дьявол ничто против того, кто в нас. И поэтому мы без Христа ничего не должны делать. Даже вот вести борьбу в будущее тоже, мы должны постоянно ходить в присутствие Господа. Вот я когда поболился, подошел к дверям, посучал, говорят, да, да, войдите. Я гляну, не председатель. Я думаю, что председатель вызываете? Оказывается, там сидит два человека. Я говорю, это вы меня вызывали? Он говорит, да, да, Бойко. Я говорю, да, заходите, Бойко. Я зашел. Ну и они, садись, Бойко. Я, правда, сразу же помолился мысленно. Сел, ну, как обычно. Бойко, как живем? Говорю, слава Богу. Говорит, Бойко, неужели вы верите в Бог? Ведь вы же рабанный человек, учились в нашей школе. Ну, так и начали. Семья неверующая, ты сам был атеист, так далее, и далее, начал. И это тоже говорит, кто тебя втянул в эту грязь? Ну, началась беседа на эту тему, а я ей тогда сказал, знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что я, никто меня не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал. Но они тоже не верили. А потом говорит, Бойко, неужели, где же ваш Бог, в котором ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали. Где же твой Бог? А я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и другие космонавты не видели Бога? А он говорит, а как же? А я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что я опустились глубоко в недра Земли, это на Кольском полуострове, 14 километров просверленные. И поднялись, я говорю, аж космос, а что у вас вот так под рубашку, взял рубашку и говорю, что у вас под рубашку, то вы не знаете. Я говорю, как это понять? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы хотели, чтобы Гагарин или другие космонавты видели Бога? А он говорит, ну если был, то видели бы. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит, да. А их двое сидит. А у вас и совесть есть? Да, есть. Я говорю, покажите. Я говорю, а если не покажите, значит, вы без совести, без ума. Вот так, как я здесь, вот так я там, говорил. И они, знаете, друг друга рассмотрит, не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю, о том-то дело, что человек, я говорю, возьмите вы хирур с мирным именем, пусть он пронатомирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни любви, ни зла, ни добра. И в общем, перечислив все эти духовные естества, я говорю, значит, выходит, нет. А он говорит, нет, есть. Я говорю, ну покажите. И снова молчите. Я говорю, о том-то и делу. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа. А я говорю, человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть, духовное, я говорю, я знаю, что у вас есть это, но вы не пощупать, ни глазами плотскими, ни руками плотскими не можем, ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Я говорю, почему? Потому что это духовное естество нашей жизни, внутреннего человека. Я говорю, а Бог есть Дух. И процитил место, помните, 24 стих, 4 глава Иоанна Литриана, где написано Бог есть Дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в Духе истине. Я им процитировал это место. Говорю, видите, Бог есть Дух. Как же вы хотели видеть Духа? Когда вы то, что у вас есть, не можете видеть, не можете показать. А он так сидел, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит, да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. Он тогда говорит, Бойко, мой тебе свободный. В общем, от таких лекций, от таких литературок ко мне приезжало очень много. И от такие были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают пострамленными, и они решают в 68-е годы меня судить. И вот я прихожу на работу, и пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку, Бойко, зайдите сюда. Я захожу, он идет, пришли, хотят с вами побеседовать. Я говорю, так там еще работа не распределена. Я по котельным установкам по городу был ответственным. Он говорит, ну хорошо, идите распределите, а потом придете. Когда я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им, и захожу назад, они за мной. И начальник говорит, вы долго его берете, потому что у нас, это было 20 июня 68-го года, сам начался отопительный, это ремонт, отопительные системы. Они говорят, да нет, потому что у нас начались ремонтные дни. Они говорят, нет, так тут рядом мы, 5-10 минут. Ну и провели туда меня, пока мы шли, дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводит меня в прокуратуру, садись, Бойко. Я сел, их двое. Ну, тоже, сперва очень нежно со мной разговаривали, как они умеют, а под конец, когда видишь, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе, а мне уже было, скажу вам, в 68-м году у меня было уже семь двух детей, самая старшая дочка была 11-й год, и жена ходила последний месяц с 8-м ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс. И что они не предлагали, ведь ты хороший специалист, и ты уважение, весь город тебя знает, уважает, мы тебе лучшую квартиру дадим. Я сказал, ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду. Значит, и я остаюсь верующим, как был я верующим, так и остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них, Бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб расшиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь. Я ему, извините, для меня общение с народом, Боже, является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процедировал им место в Сечерописании, которое записано в 1-е послание Иоанна, 1-я, 1-я, 7-й стих, где, помните, написано, если мы ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, с этого очищает нас от всякого реха. Я ему, вот, вот, видите, как написано, я говорю, вот так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божиим является неотъемлемой частью служения моему Богу. Он тогда, как напишется, да, говорит, в таком случае ходи в православную церковь. Если кто уж такой фанатик, ходи в православную церковь, я говорю, там мне делать нечего. Ну, ходи в регистрированную, а я говорю, а я там уже был. Я говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит. Он как напишется, в таком случае, Бойко, будем тебя судить. Я говорю, каким законом он меня будет судить, в то время, когда Конституция, 52-я статья, гарантирует мне свободу совести. Она ведь постановлена 23-го съезда. 68-й год. Я говорю, тогда сказайте, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине. Сколько таких постановлений было при Хрущеве. Сколько такими постановлениями, вот как я здесь говорю, так и и мавлил. Сколько такими постановлений вы из指или людей в тюрьмах, а потом реабилитировали. А некоторые даже посмертно. Он так смотрит на меня, говорит, да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Он признает этого. Я ему тогда, так позвольте вам сказать, как никогда, и вы сегодня снова перегибаете. и придет время, когда вы снова же своими уставами подтвердите. Я говорю, знаете, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих не верится, даже не сдавайте, отвечать не буду. Такой был хороший, а тут как напыжиться, я говорю, будешь, таким, знаете, тоном. Я говорю, не буду, будешь, я говорю, не буду, заставлю, таким криком. Я говорю, извините, я говорю, если вы могли заставлять людей говорить, что хотите, но вы не думаете, что всех можно заставить. Он как раз сердился как грявкнет на меня. Не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. Я говорю, знаете, что если это белая, стенка белая, показана стенку, никогда не заставите мне сказать, что она черная. Он такой, я раз пришел, не таких заставлял. А я говорю, заставлю, я говорю, знаете, что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие. Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну и меня забирает, ее напарник, тут же сразу прокуратура. Ну и сразу узнали все, что меня заарестовали, спрашивали, за что. И они что распространяли, братья и сестры. Вы не видите, какой страшный преступник. Видите, в Горсовет пробрался. А он шпион американский. У него нашли рации, говорят, нашли оружейный склад, нашли антисоветские листовки и в жертву детей приносить. Ну и люди ахнули. Это было в 1948 году. Но те люди, которые, если я работал, виноваты, виноваты, прошу прощения, в 1968 году. Те люди, которые со мной работали все-таки 10 лет, люди в основном успешном образовании, стали рассуждать, какая же может быть рация в городе. Это сразу же поймают. Не может быть. Теперь. Ну и рожейный склад. Их на молодежь, это уже потом мне жена рассказывала, рассуждать, в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Одни говорят, ну раз говорят, значит, правда есть. И люди так, как люди. Ну и другие говорят, как же, какой же автомат может быть, когда у них на молодежь идет в армию, оружие не брутит. Какой же автомат может быть у него? Или склад рожейный. А потом говорят, ну какой же ребенок, когда у меня четверо каждый год, а четверо через год уже четвертый ребенок уже родился. Ну и пошло. Вернее, не родился, уже в последние месяцы жена ходит. И говорят, как же так, все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну люди верят. Ну люди как люди. Ну меня забирают с Вознесенской, везут в Николаев. Я об этом ничего не знал. Из Николаева привозят, меня с Николаева, и вдруг я вечером привозят, утром на суд, а у нас в Вознесенской большой дом культуры, такой шире помещение, как это ваше, раза два, если больше длиннее. И только я сошел с воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию. Народа, смотрите, толпа очень большая. Люди интересовались, увидишь жертву зверя, который детей в жертву приносит. И жена, то есть сестра, как вот так, хлопнула руками, колечка, колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают сюда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, раз никого не пускают, знаешь, я откажется сюда. А тут цепь милиции рядом, и так как пнули их, и они так, как это, повалились туда. Меня забудет с задней двери клуба, я захожу там, встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник был. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаю защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитником. И завозил меня за решетку, я посмотрел на народ, вижу полный, полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых. Кто директор школы, где мои учились дети, а все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, аж в Одессе, когда меня привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались со всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники, они спали, жили в гостиницах, две гостиницы у нас и кормили их, специально в столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, конечно, что же много рассказать, только скажу, чтобы не было 34, 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшие, что я скалечил детей. Ну, и когда я одной учительной задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, и так села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети, самые забитые, что этот человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурками, самые неспособные на науке, самые замкнутые. Ну, говорила кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане и судьи, уважаемый публик, а я имею право задать вопрос? Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу учительнице. А когда, поскольку я засидался сам, то я свое дело читал сам. И я, что у меня было в моем деле, кто давал показания, все учителя, которые давали показания, и вот учительница моих детей учила, которая у меня была четыре ученика, и четыре ученика, только у одной девочки была тройка, а то два мальчика, две девочки, и у первой девочки с первого класса до четвертого класса не одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку, а так все, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, я в граждане и судьи, они мне все-таки разрешили задать вопрос, и в граждане и судьи, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительницу, вы знаете, слово, разница между словом замкнутой и кроткой. Она говорит, не пойму вопроса. И так раза три она мне задала, что я не пойму вопроса, я еще раз сказал, она так шлепнулась на стул, говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане и судьи, я говорю, уважаемый публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. Говорю, а вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын Яков с первого дошкольного возраста знал 70 стихотворений. Говорю, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок дошкольного возраста, будучи затурканным, как она говорит, неспособным к науке, самый такой, самый, 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 знать 70 стихотворений. Говорю, ну, хотя 70-й он не знал, так я говорю, как сейчас говорю. Но 50 гарантия, что он знал, и такие стихотворения по 24 куплета, если знать, кто молодежь бог есть. Там и Крилов, и Пушкин, и все. А судья говорит, хватит, хватит, бойко, все, садитесь. Ну, я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день, у меня был показной суд, телевизорные установки, эти лампы направили на меня такие. В общем, первый день, шел суд, тоже прокурор спросил, прямо сказал, скажи, кто тебе обтягивает эту грязь, тоже ему сказал, ответил. Ну, и потом на второй день, приносите суд на второй день, приносите мне слово, и до полдня, там, давали показания тоже, свидетели эти, учителя особенно, прокурор, а потом приносят мне кипу книг, и говорят, бойко, это ваша литература. Я говорю, извините, у меня приел обыск, без прокурора, без антипрокурора, я говорю, я не разрешал, но они все равно сделали обыск, без закона, и там в обыске, акте, который они писали, там указано, хотя я не подписал этот акт, а там указано, что мне отобрали Библию, гусли, и общую тетрадь, стихотворение, собственно, ручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот, она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так недалеко сидит, я поднял, не моя, не моя, не моя книга, а потом дает Библию мою, я так взял Библию в руки, языкотак поднял на всю руку, и говорю, граждане судьи, уважаем публика, это Библия, у которой русский критик, публицист Билинский, не подверг критике, а сказал, что Библия, это книга, всем книгам книга. Я говорю, а эта книга открыла мне глаза, и указала на истинную цель, и смысл моей жизни. А если я, хватит, хватит, вы отложите, ложите, я положил, потом гуси, я поднял гуси, говорю, прославляем Бога. Печатано, шрито, ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает, дает, больше нет, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, говорю, это тетрадь, общая тетрадь, которая записана в собственную ручь, ручь, стихотворение, мои, значит, мои руки, и мое, так сказать, то, что Господь наделил даром. И положил. И так до конца дали, передали книги, я им назад вернул, ничего, моего больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить, а на второй день многие из города пробрались по блату, как говорят, по знакомству и хотели же видеть, где же рация. Так, говорю, еще раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребенка. Ну, и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дало слово судья, я начал говорить, ну, 15 минут, не больше. Я слышал там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости, а я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намеком, я бы тогда мог знать. Я поднял этот вопрос на суде. А так я слышу, судья мне дала слово, потом берет звонок и кричит, прекратите шум сзади там. Шум? Что за шум? Они еще сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, ну, 15-20 минут, сам больше я говорил. И потом судья говорит, прекратите шум, а мне говорит, Бойко, хватит, кончайте. Я говорю, так я еще почти ничего не говорил. А тут там подняли шум. И уже сзади получается междуособица. Я не мог понять, почему люди возмущаются. Думал, что против меня. Они наоборот стали возмущаться, что что-то за суд. Говорили, что такое-такой преступник, одежды, бесчестные доказательства. Ну, и мне прекратили, сказать, хватит. Я прекратил, ну, раз хватит, пускай будет хватит. Раз не даете, пускай будет так. И потом выступил судья, да, а там шум идет. И потом, когда выступил судья, я говорю, мы сейчас идем на совещание, и меня с зала суда совсем уводят. Хотя по закону не имели права, но меня уводят отдельный кабинет там. И потом приходят, выводят меня обратно в зал суда, за решетку. И судья зачитывает, значит, 10 лет бойко, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорит, ну, что вы на эту бойко скажете с таким ехицем? А я говорю, граждане судья, да, я упустил. Когда виноват, очень важный такой момент, когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу жены нет, сестры нет, я решил отсюда категорически отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка ее, и мои дети, семь душ гуськом, а так один ниже другого. И заходят, им дают место, они сели, думаю, сейчас, если зайдет жена, одна у меня такая стеснительная, думаю, если зайдет ребенком, и ты же и плакать будешь, это беда. И вдруг она открывает дверь боковую, и прямо с дверь, Коля, во имя Иисуса Христа, так кричит, дерзай. Вы знаете, как она его утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой. И она только на середину вышла, и кричит еще, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как тот дух, и почему я и два дня был в суде, такой ободренный, потому что видишь, она не плачет. А представьте себе, женщины знают, что такое 8 душ детей, самые старшие 12 лет, и одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота, и взял тоже сироту. И так они думали, что я уже откажусь. И таким путем, уже на третий день, когда мне зачитали срок, и она, судья, говорит, ну что вы бойко скажете на все это? Я говорю, граждане судьи. Говорю, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуживной чести, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Судья, Фадик, 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 садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирают меня в КПЗ, и в этот вечер в Одессу, аж только в Одессе, жена все рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум, как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник, где же эти вещества доказательства? Вот, чтобы сняли с работы одного, второго. Вот, что в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, сколько скоро пустят. И меня с тюрьмы в Одессу везут прямо в Мининскую область, гранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, используют бой на особо тяжелых работах. И меня на погрузку гранита вручную. И только привели меня, привезли, значит, дело в обыск, так и так, привели в барак, я зашел в барак, положил свои вещи и вышел в коридор, под окном встал, стал молиться. Я знал, что мне нужно не наказание я должен отбывать, а что? Блавествовать в лагере. Я помолился, Господи, Ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, без боязни, без дерзовения возвещать о имени Твоем. Потому что раз я дал Богу обещание служить в доброй совести, я решил так в доброй совести хранить. И только я помолился, когда я вижу по коридору будет два человека. И так быстро мешает, подходит ко мне, подходит и говорит, слушайте, скажите, где здесь бойко? Я говорю, а зачем, мама? Ну, нам надо. Я говорю, ребята, скажите, зачем я покажу? Ну, понимаете, нам надо, скажите, где бойко? Я говорю, ребята, я не покажу, пока вы не скажете. Весной этапа. Я говорю, да, снова, видите, роба новая. Ну, бойко, то есть, ну, покажите нам, пожалуйста, бойко. Я говорю, ребята, я вам уже сказал, пока не скажете, зачем, Я не покажу. Он тогда говорит, один из них, знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти, говорит, что большую рыбину поймали, то есть большого преступника. Я говорю, это я. Они смутились, правда. И один из них говорит, слушайте, какая у вас статья? Я говорю, 138-209 УК УССР. Он говорит, напарнику, слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю. А что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите? Я ему стал говорить, что я нарушение законодательства в религиозных культах, что я являюсь служителем, верующим. И я нарушение законодательства в религиозных культах, что у нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в религиозном духе. Он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан, сказал, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю, у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. Аж тогда только они начали шевелить базами. А как же и так? А правильно? Как же это будет так? А начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, то меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Я говорю, а теперь рассудите сами. И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал? В общем, часа полтора беседа была, это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, который пониже роста, говорит, слушай, так вы что, баптист? Я говорю, да, я Зеванск, христиан-баптист. Он говорит, слушай, свою напареньку, я, говорит, с такими людьми сидел в Ворошиловградской тюрьме. Это о-люди, показывая так. Ну, в общем, полтора часа беседу, я им объяснил в миниатюре плана спасения от Адама, для чего Бог создал человека, какими должны быть, что нас ожидает впереди, что мы все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, я подумал, дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Но мы, говорит, будем говорить, администрация говорит, что вы о такой преступке. Я говорю, теперь рассудите сами. И они пришли на работу, давай рассказывать. И вот в утром выхожу на работу, и у меня вступают заключенные, и надо поговорить, это вот этот, самый страшный преступник. А те, наоборот, говорят. И подходят, я им спрашиваю, за что статья, я им даваю свидетельствовать. И у меня началось таким образом пробовать диван в лагере. А начальство, когда выходим на работу, они же там присутствуют. Замполит как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а в йод тут кипит. Что делать? Бойко свидетельствовать. Что делать? Ну, они решили в скорости объявить колонийское собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание. Я не ходил, правда. Если можно, воды немножко, пожалуйста. Воды. Можем приходить из собрания, мне говорят, дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой бойко, никакая амнистия, никакая льгота, но не распространяется. Мол, знайте. Кто будет, мол, с ним беседовать, то есть иметь участие, значит, не пустим. И он думал, что заключенные попугаются. Но меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше тысячи человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают воры, самые такие. А те думают, что же такое, что же за преступники, что больше, чем я. И стали интересоваться, а кто он, а за что. Ну, мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит пока, вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются. А замполит, как увидел, значит, с начальником сошлись шушукаться, что с ним делать. Они поняли, что они помогли мне благоествовать в Христе. И что делать? И в скорости один человек кается в лагере. Такой тоже человек образованный. И он стал свидетельствовать своим землякам. И в ЧП объявляет ЧП, то есть в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора. Это лектора, чтобы он был атеистом. То есть лектор хороший. Ну, и решили призвать лектора с Винницы, города Винницы. Тут объявляется, значит, нам в лагере по всему всему лектору, что так и так всем заключенным явится в клуб на лекцию. А я с этим Федей, я говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку. Когда подходит ко мне майор, дежурный, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я расспрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистские темы. Я говорю, Федя, пойдем. Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли. Заходим, а полный клуб людей, набитого. Мы на самую зайн-скамейку сели. Ну, заходит замполит, заходит начальник спецчасти, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности. И представился, встал за тумбочку и говорит, граждане суждены, лекция будет на атеистскую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательскую, назвал фамилию свою и пошла лекция, как обычно, с науки. Наука доказала, что никакого Бога нет, так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие. Нет, значит, ученые люди не могут верить в Бога, потому что бабские забобоны. Ну, и начал говорить, что верующие люди – это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые, в общем, поносил Бога и народ Божий, как хотел. Ну, и под конец стал говорить, часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит, граждане суждены, я вижу, что вы в основном молодежь, ваше светлое будущее – коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, вы идите с чистой совестью, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю, я тому, Федя, он так сидит рядом со мной, я говорю, Федя, ну, ты посмотришь, что сейчас Господь делает. Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, я тогда поднял руку, я говорю, вопрос, можно? Да, а вы знаете, когда поднял… Спасибо. Когда поднял руку заключенный, там больше тысячи человек, сделалась такая тишина в зале, и ждут, что же будет. Я поднял, спрашиваю, скажите, пожалуйста, вопрос, можно? Она говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Она говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Она говорит, нет. Так громко, потому что зал большой. А я говорю, я верю в Бога, потому что я имею дух божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духа вы верите? Она говорит, нет. Я говорю, простите, вы вообще никаких духов не верите? Она говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете и не верите в него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысячу человек, как под команду, такой смех, ничего не слышно. Только в ушах лещить, забыли смотреть на начальника спецчасти, друг друга смотрят, не поймут, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет, растерялся. Я потом минут пять, такой смех, я говорю, ничего не слышно. Представьте, тысяча человек, как под команду, в один голос. Я потом встаю с задней скамейки, выхожу на середину так, а заключенный увидит, что я встал. И стал смех немножко притихать. Одни, кто не может, хихикает, так не может удержаться. Я шагу пять сделал, а этот лектор говорит, извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Вот можете представить, что в зале делалось. Еще сильнее. И хохот, и топот. Замполит видит такое дело. И так, я посмотрю на него, потому что я так, как шел, так иду, а замполит встает и кричит, а зал большущий. И он говорит, так, лекция кончилась, выгоняйте всех. И прапорщикам говорит, выгоняйте всех, все. И все люди стоят за рядов, я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Наза как одненькие бегает, он растерялся. И я так подхожу, ровняюсь с ним, а он замполит говорит, я хочу с ним побеседовать. То есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит, не-не-не, никакие лекции, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит к кабинету майор, который сказал мне, посоветовал идти на лекцию, и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю, только не Бойко, это Бог посадил ее. Я говорю, я же не знал, даже вы мне сами сказали, что лекции я не знал. Я говорю, это Господь показал ему силу его. Он говорит, точно, Бойко, с партии полетит. И скажу, больше лекторов не вызывали. Ну, зато мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг, скажу вам так уже, однажды приходит ко мне, говорит, Дядя Коля, вас там обыск делали, забрали все, что у вас было в тумбочке. И через день или два вызывает меня начальник режимной части. Я так показывает, да, я помолился, пришел в штаб, как меня позвали идти, ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. И помолился, подхожу, постучал к начальнику режимной части. Он, войдите, я захожу. Он говорит, Бойко. И стал возле дворей. Он говорит, Бойко, это ваша писанина. Взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я много писал там. Я говорю, извините, я посмотрю. Он говорит, подойди, посмотри. Я подошел, я говорю, да, моя. И стал снова к дворям. Он говорит, Бойко, от этого все идет. КГБ. Вот так, как я, вот так оно четко. А я говорю, начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю, пускай я это читаю. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься или что. И молчить. И я молчу, и он молчит. А потом говорит, ну хорошо, Бойко. Если же ты веришь в Бога. Где же твой Бог? У тебя же куча детей. Жена мучается с ними. Ты же говоришь, что твой Бог всемогущий, всесильный. Почему он тебя не вывезет из этого лагеря? Ведь он же всемогущий. А я думаю, ну что ж, тупик. Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мисс, которую я читал, если кто-то читал, Марцинковского, академик еврей сам. Он в царской риме, есть такая книга у него, смысл страдания. И я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я говорю, жадный начальник. Я говорю, знаете что? Я, говорю, читал книгу Марцинковского. Это, я говорю, наш брат, верующий еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям. И где люди верили, он оставлял в Евангелие. И так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелие. Ну, это было, говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелие? Не за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли и сделали меня преступником. Посадили в лагерь. А в лагерь люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили. И я здесь проповедую. И вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да не за какие. Она вам противна. А вы отобрали меня. Вы обязаны были прочитать. А теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую. Я ему истинно говорю. Я говорю, для того, чтобы вы когда пристанете на судом, чтобы не сказали, чтобы не слыхали. А он говорит, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока. И меня вызывает, этот, Невали, дядя Коля, вас вызывает в штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала УДО, комиссия. Судьи приехали, значит, по УДО отпускают людей на свободу. И от него стучался. Вот дети, я захожу, смотрю, суди сидят полный, кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал. А там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший лейтенант, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут встает замполит, пайор, и говорит, Бойко, мы вас призвали, признаете себя виновным. Сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу быстро идет. И граждане судьи, потому что тут сидят судьи, я вижу прокурор. И не только я, граждане судьи, а все здесь сидящие, показываю, так пальцем ввожу. Придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части схватывается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным. Всегда виновным будешь. Я говорю, придет время, когда и вы признаете меня невиновным. А тут встает прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал его по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов, сейчас тут умление начнет, говорит, сейчас Библию будет вам на память, говорит, пускай не хочет признавать, пускай идет. И вот братья и сестры предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит признать, что Слово Божие – это не Слово Божие. И признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал нет. И так я отбил конец судов и Дальний Восток. И тут я отбил этот срок. Приехал домой, а жена продала вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, жену страховали. В общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покоя не будет. Жена продала там дом, купила в Одессе. Не в самом городе, а в Одессе. И я приезжаю домой. И тут меня через два года снова суд, снова 10 лет. И когда меня досудили, подробностей не буду говорить, только скажу так. Когда меня зачитали приговор, тоже в зал сюда не пускали никого. Стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался отсюда. Правда, я все дни в суде всегда был в посте. До суда и все время суда я был всегда в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей. А прокурор говорит, до ваш суд никто не пришел. И я только сказал, раз такое дело, я видел, что были люди какие-то стояли. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резиновых изделий. И я говорю, граждане судьи в таком случае отказываются отсюда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка плачет, говорит, папочка, на дверях стоит в милиции, никого не пускают полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускают. А я говорю, вот прокурор только говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза говорит неправду. Ну, и судья зачитал список этих свидетельств. Никого нет. И они выходят на перерыв и запустили жену, запустили верующих немного. А потом у меня суд шел этот день полностью, не состоялся. Они принесли на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались, помимо милиции, в зал суда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строго, 5 лет строго, 5 лет строго, и мне нас посыпались цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса», если знают такой гимн. А зал намного выше потолок, акустика сильнейшая. Ну, и вы знаете, я думаю, каким голосом пели в такое время, в то время? На всю. А судей, а так, судей спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны сзадом. Милиция, КГБ, работники с завода моего, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, а судей, как и не было на сцене, сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия, как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду этих конвою, брить его быстро под руки. И они меня взяли под руки, так, и держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончился гимн, а он, я вижу, собрались там два майора, и такой, этот капитан, и советуются. Так меня побоялись через зал везти, прямо по пожарной лестнице, на втором этаже был суд, тут по пожарной лестнице меня спустили через сцену, воронок и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала жена, вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не перефатили. Ну и когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу начальника конвоя, капитан, бледный, как стена, от испуга. И через недели, две, три, вся тюрьма гремела в Одессе, что на прессе посудили, как это боговерующие, и пели какую-то песню, ну как они говорят, революционную песню, что судьи убежали из сцены. Это весь город слыхал. И вдруг меня везут, через время везут меня на место отбывания заключения, все посадили нас в вагон, ЗАГ, и привезли к станции, тут слышу стук, дядя Коля, дядя Коля, дядя Коля, папа, папа, что тебе принести? И мы в вагоне состучались, а полный вагон заключенных. Ну и мы состучались, я говорю, что-нибудь там сахар или что-то другого, и они часть побежали покупать, а часть осталась здесь. А заключенные говорят, слушайте, это тот дядя Коля, который на прессе посудили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую в зале суда пели, чтобы милиция, это все, это, судьи убежали. Я им говорю, вот ребята просят, чтобы весь пели тот гимн, который пели в зале суда. И они начали петь. Очень им понравилось заключенным, и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же за решеткой все. А потом они говорят, пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81-м году, в начале года. Пришла милиция, давай разгонять их. А с той стороны гоняют, они отсюда, а вагон самый задний. И вот так гоняли, а с той стороны на ту сторону, с этой стороны на ту сторону. И все время поют на ходу. Правда, дети мои привезли много кульков. Там все было, печенье, сахар. Я дали капитану, начальнику конвоя, все это. Но он мне ничего не дал, ни грамма. Все забрал себе. Ну, это ему считается. И как только поезд строился, только тогда милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют. Говорят, смотри, какая молодежь, их в милиции не боятся. И все время пели. Как-то поезд строился, и поехали. И мы до раздельной доехали, это 100 километров. Только остановился поезд. И тут бежит молодежь и кричает, дядя Коля, до свидания. А заключенные говорят, ты смотри, какие они дружные. И тут его молодежь встречает. И, в общем, пока доехали им до Харькова, и в вагоне один из них говорит, братва, тетю Коля везут на Харькове. Да, когда начальник зашел, я спрашиваю, кто вы такой? Я говорю, как ты такой человек? Он говорит, вы что, педагог? Я говорю, нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю, обыкновенный. Нет, вы, наверное, поп? Я говорю, нет, не поп. А кто же вы? Я говорю, я пресс-фитер. Ну, он не понял. Но откуда у вас такая молодежь? Ведь такой молодежи, где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю, это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они вас. Это их очень, так сказать, некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну, и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядю Коля не убежали на поверсилках, и скажу, что до Хабаровска мне передавали, как эстафету. Знаешь, какой это эстафета? Как сядет в вагон. Говорят, здесь ездили Коля с Одессы, Боговернич, я говорю, есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой не разрешается. По закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами было интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвойем проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Коваровск на старт, я уже говорил, что старт – это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают. Всех ломают. Правда, в Средневоске меня заключили и сказали так, дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на старт, и там всех ломают, и вас будут ломать. Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на старт, начальник берет мое дело и читает. А потом говорит, Бойко, ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. Я говорю, а почему? Сломаем, Бойко, сломаем. Понял? Я говорю, я не ломаюсь, начальник. Сломаем. Я говорю, у меня молодцы не сломали, а сейчас тем более. Я говорю, посмотрим, пойдешь в ШИЗО, пойдешь в штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа до шести месяцев дует. А потом в Крытую пойдешь. А с Крытой придешь к нам обратно, там столбик поставить, пока на кладбище. Я говорю, начальник, чем скорее вы меня... Он когда сказал, что я сказал, не сломаю, а тогда знаем тебя. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше. Потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий и переход в вечное бложество. Я говорю, подумайте, что вас ожидает. Посмотрим, посмотрим. Они таких ломали. Ну, в конце я ему говорю, знаете, что разрешали? Должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственно-идеологического бессилия. А в его жалваки заходили. Ну, посмотрим. Марш! Забирай весь ее вещь, иди в барак. Я пришел в барак. Я понял, братья и сестры, что данное указание любыми путями меня ломать. И я стал молиться Богу и сказал, Господи, Ты знаешь, что я двое суток в неделю пащусь. В среду я пащусь, как обычно, в семье пастили, в семьях наших. Пятницу о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думаю, если только меня сломают, значит, так поведут братьям этим путем. Потому что они знали, что я уже не один раз сидел, стойкий. И они решили, если бойко сломаем, то тогда всех этим путем сломаем. И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И вот я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. Итак, в среду кормят, я не ем. Пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом, на следующей неделе уже другие дни. Так что я на следующей неделе уже кушал. И они, как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам сдохнет скоро. Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, сокращая, скажу, что за шесть месяцев отсидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего, холод и голод. И в шеи полно. Прямо на полу в шеи лазит. Там, когда заходишь в изолятор, одежу эту снимаешь, лагерную, одеваешь в ШИЗО. И написано ШИЗО. Три буквы. Штрафной изолятор. На всю спину краска написано ШИЗО. И на брюках, на коленке написано ШИЗО. И вот задеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфекцировалась. Возьмешь, что-то оконать стоит. Пот, грязь, кровь, шеи. Все это вместе. И вот так. Только я одел, а тело у меня свежее. Я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представляете, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И в общем, такое состояние. И на полу спишь, там никакой кольки нет. На полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побыл, обязательно воспаление, а потом туб, туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они решили, что я, значит, стали меня сажать постоянно в изоляторе, только вышел снова в изолятор, только вышел 15 минут в изолятор. Но я уже бывалый в этих вопросах, Господь меня умудрил. Я скажу вам, что живот наш, это котел. Его не простудишь. Может быть, на будущее молодежи нашей это будет полезно, я прихожу, допустим, садись там прямо на пол, то если еще пол такой цементировать, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол, а потом что? Лицо берешь, и пока видишь 15 суток негр, там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу вши лазят, тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. И, в общем, я ложусь на живот, животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет, живот передает тепло, потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как? Все люди почти, те, которые сидели в изоляторах, по несколько раз, они все прошли через туберкулез, то есть все до кладбища пошли. Ну, они удивлялись, как это мог, я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а меня Господи сидел сразу. И скажу я, и когда они, однажды, я за 6 месяцев сидел 11 изоляторов, за 6 месяцев. А в России вычитали, что физический человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились, и постились о нас, и Господь давал мне силу и крепость, и я вам скажу, что, я уже говорил, то скажу, что было такое время, когда неоднократно, я в изоляторе, а так дрожал по 15 суток, а спать я мог самое большее, это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну, и от радости плакал, что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я не достоин тех страданий, которые Господь страдал. Я еще далеко мне до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья моих этим путем не вели. Я на все был готов. Показания, а вы как свидетели, я составлю акт сейчас на него, а вы подпишите, как свидетели, что он не дает нам показания. Ну, и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом. Говорит, неужели вы верите в Бога? А я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышал, что у нас развод, поднял голову. Прократи меня, начинаю здесь свою пропаганду в стенах КГБ. Я говорю, ну, женщина меня задает, вы просто должны ответить. А он ей говорит, слушайте, не трогайте, это фанатик. Он сейчас вам начнет Библию Тома Ленина говорить, молчите. И она так молчала, пока не написал он акт, что я катерийский, отказ давать показания. Они подписали, меня забирают вниз. И на второе утро забирают меня снова, ведет в этот же кабинет. И говорит, садись, Бойко. Я сел, и он писал, 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 а потом говорит, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот, Бойко, вам деньги на дорогу, а Николай, это возле сельска, 90 километров. А это справка вам, что не был на работе. Это я же, в Куратстве говорю, а это третий день, как я уже не на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Помните, первый день я сказал, если Господь не надо, нужно отсюда. Это мы ради ваших четырех детей. У нас уже было четверо детей. И говорит, но, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62-го года по 68-й год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был секретом комсомольцем организации, они мне все время задавали, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им не свидетельствовал, не верили. Вот как я вам рассказал, как я уверовал, они не верили. Может быть, ты кого-то встречал. Ну и скажу, приходило, очень много приезжали разных мест и разных воистовщих атеистов, которых специально, ну, старые братья, наверное, знают, специально учили атеистов воевать против нас, нашего братства. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. Ну, всего тоже не расскажут, потому что это занимает время много. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит, Николай Георгиевич, вас вызывает в горосполком, это значит, председатель горосполкома. А мы были в одном учреждении. Я помолился, вот это очень важно нам, на будущее, никогда, ни с кем не иметь беседу на постановании, да вообще, не призывав Господа на помощь. Потому что Господь прямо сказал, что без него мы не можем делать ничего. Даже своими способностями, своим умом, ничего мы, братья и сестры, не против дьявола, сами по себе, какие бы мы не были верующие, сами по себе, мы ничто. Дьяволу с нам нечего стоит бороться, но зато дьявол ничто против того, кто в нас. И поэтому мы без Христа ничего не должны делать. Даже вести борьбу в будущее тоже, мы должны постоянно ходить в присутствие Господа. И вот я, когда помолился, подошел, к дверям посучал, говорят, да, да, водите. Я гляну, не председатель. Я думал, что председатель вызывает? Оказывается, там сидит два человека. Я говорю, это вы меня вызывали? Он говорит, да, да, бойко. Я говорю, да, заходите бойко. Я зашел, ну и они, садись бойко. Я, правда, сразу же помолился мысленно. Сел, ну, как обычно. Бойко, как живем? Говорю, слава Богу. Он говорит, бойко, неужели вы верите Богу? Ведь вы же рабанный человек. Учились в нашей школе. Ну, так и начали. Семья неверующая, ты сам был атеист, так далее, и далее, И я тоже говорю, кто тебе втянул эту грязь? Ну, началась беседа на эту тему. А я ей тогда сказал, знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что я, никто меня не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал. Но они тоже не верили. А потом говорит, бойко, неужели, где же ваш Бог, которому ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали. Где же твой Бог? А я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и древе космонавты не видели Бога? А он говорит, а как же? А я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что я опустились глубоко в недра Земли, это на Кольском полуострове, 14 километров просверленные. И поднялись, говорю, аж космос, а что у вас вот так под рубашку? Взял рубашку и говорю, что у вас под рубашку, это вы не знаете. Я говорю, как это понять? Я говорю, очень просто. Я говорю, вы хотели, чтобы Гагарин или древе космонавты видели Бога? А он говорит, ну если был, то видели бы. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит, да. А их двое сидит. А у вас и совесть есть? Да, есть. Я говорю, покажите. Я говорю, а если не покажите, значит вы без совести, без ума. Вот так как я здесь, вот так я там говорил. И они, знаете, друг друга рассмотрят и не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю, о том-то дело, что человек, я говорю, возьмите вы хирур с мирным именем, пусть он пронатомирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни любви, ни зла, ни добра. И в общем, перечислив все эти духовные естества, я говорю, значит выходит нет. А он говорит, нет есть. Я говорю, ну покажите. И снова молчите. Я говорю, о том-то и дело. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа. А я говорю, человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть духовное, я говорю, я знаю, что у вас есть это, но вы не пощупать, ни глазами плоскими, ни руками плоскими не можем, ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Я говорю, почему? Потому что это духовное естество нашей жизни, внутренне человека. Говорю, а Бог есть дух. И процитил, и место, помните, 24 стих, 4 глава Иоанна Литриана, где написано, Бог есть дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в духе истине. Я процитировал это место, говорю, видите, Бог есть дух. Как же вы хотели видеть духа? Когда вы то, что у вас есть, не можете видеть, не можете показать. А он так сидел, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит, да, бойко, я вижу, что ты веришь в Бога, я в коммунизм. Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. Он тогда говорит, бойко, мой тебе свободный. В общем, от таких лекций, от таких литератур, ко мне приезжало очень много. И от такие были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают пострадавленными, и они решают в 68 году меня судить. И вот я прихожу на работу, и пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку, бойко, зайдите сюда. Я захожу, он уйдет, пришли, хотят с вами побеседовать. Я говорю, так там еще работа не распределена, я по котельным установкам по городу, был ответственным. Он говорит, ну хорошо, идите распределите, а потом придете. Когда я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им, и захожу назад, они за мной. И начальник говорит, вы долго его берете, потому что у нас, это было 20 июня 68 года, сам начался отопительный, это ремонт, отопительная система. Они говорят, да нет, потому что у нас начались ремонтные дни. Они говорят, нет, так тут рядом мы, 5-10 минут. Ну и провели туда меня, пока мы шли, дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводит меня в прокуратуру, садись бойко. Я сел, их двое. Ну, тоже сперва очень нежно со мной разговаривали, как они умеют, а под конец, когда видишь, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе, а мне уже было, скажу вам, в 68 году у меня было уже 7 дружб детей, самая старшая дочка была 11 год, и жена ходила последний месяц с 8 ребенком, ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс. И что они не предлагали, ведь ты хороший специалист, иди в уважении, весь город тебя знает, уважает, мы тебе лучшую квартиру дадим. Я сказал, ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду. Значит, и я остаюсь верующим, как был, я верующим, так и остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них, бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб прошиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь. Я ему, извините, для меня общение с народом является неотъемлемой частью служения моему Богу. И процедировал им местное сечеописание, которое записано в первое послание Иоанна 2, 1 глава 7 стих, где, помните, написано, если мы ходим во свете подобно, как он в свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа с этого очищает нас от всякого реха. Я ему, вот, видите, как написано, я говорю, вот так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божьим является неотъемлемой частью служения моему Богу. Он тогда как напишется, да, и говорит, в таком случае ходи в православную церковь. Если ты уж такой фанатик, ходи в православную церковь. Я говорю, там мне делать нечего. Ну, ходи в регистрированную. Я говорю, а я там уже был. Я говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велить. Он как напишется, в таком случае, Бойко, будем тебя судить. Я говорю, каким законом он меня будет судить, когда, в то время, когда Конституция, 52-я статья, гарантирует мне свободу совести. Он ведь постановлен 23-го съезда. 68-й год. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько такими постановлений, вот как я здесь, так я и говорил, сколько такими постановлений вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторые даже посмертно. Он так смотрит на меня, говорит, да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Он признает это. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда, вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова уже своим устами подтвердите. Об этом уже знаете, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверцев даже не задавайте, отвечать не буду. Такой был хороший, а тут как напыжиться, я говорю, будешь, таким, знаете, тоном. Я говорю, не буду, будешь, я говорю, не буду, заставлю, таким криком, я говорю, извините, я говорю, если вы могли заставлять людей говорить, что хотите, но вы не думайте, что всех можно заставить. Он как раз сердился, как грявкнет на меня, не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. Я говорю, я ему говорю, знаете, что если это белое, стенка белая, показана стенку, никогда не заставите мне сказать, что она черная. Он такой, я раз пришел, не таких заставлял. А я, говорит, заставлю, я говорю, знаете, что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие. Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну, и меня забирает, ее напарник, тут же сразу прокуратура. Ну, и сразу узнали все, что меня арестовали, спрашивали, за что. И они что, распространяли, братья и сестры. Вы не видите, какой страшный преступник. Видите, в городсовет пробрался. А он шпион американский. У него нашли рации, говорят, нашли оружейный склад, нашли антисоветские листовки и в жертву детей приносить. Ну, и люди ахнули. Это было в 1948 году. Но те люди, которые, если я работал, виноват, виноват, прошу прощения, в 1968 году. Те люди, которые со мной работали все-таки 10 лет, люди, в основном, с высшим образованием, стали рассуждать, какая же может быть рация в городе. Это сразу же поймают. Не может быть. Теперь, ну, оружейный склад. Их на молодежь, это уже потом мне жена рассказывала, рассуждать, в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Они говорят, ну, раз говорят, значит, правда есть. И люди так, как люди. Ну, и другие говорят, как же, какие же автоматы, может быть, когда их на молодежь идет в армию, оружие не брать, какой же автомат может быть у него? Или склад оружейный. А потом говорят, ну, какой же ребенка, когда у меня четверо каждый год, это четверо через год, уже четвертый ребенок, уже родился. Ну, и пошло. Вернее, не родился, а уже в последние месяцы жена ходит. И говорят, как же так, все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну, люди верят. Ну, люди как люди. Ну, меня забирают с Вознесенской, везут в Николаев. Я об этом ничего не знал. Из Николаева привозят, меня с Николаева, и вдруг я вечером привозят, утром на суд, а у нас в Вознесенской большой дом культуры, такой шире помещение, как это ваше, раза два, не больше, длиннее. И только я сошел с Воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию. Народа, смотрите, толпа очень большая. Люди интересовались, увидишь жена того зверя, который детей в жертву приносит. И жена, только, то есть, сестра, вот так, хлопнула руками, колечка, колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают сюда, ни Валю, ни меня. А я только успел сказать, раз никого не пускают, знаешь, я откажусь от сюда. А тут цепь милиции рядом. И так как пнули их, как говорится, повалились туда. У меня за мою заднюю дверь клуба, я захожу там, встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник был. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаюсь защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитников. И за мою за решетку, я посмотрю на народ, вижу полный, полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых, кто директор школы, где мои учились дети, а все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, аж в Одессе, когда меня привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались во всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники, они спали, жили в гостиницах, в гостинице у нас, и кормили их, специально в столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, конечно, что же много рассказывать, только скажу, что у меня было 34, 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшие, что я скалечил детей. Ну, и когда я одной учительной задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, и так села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети, самые забитые, что этот человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурками, самые неспособные науке, самые замкнутые. Ну, говорила кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане и судьи, уважаемый публик, а я имею право задать вопрос? Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу учительнице. А когда, поскольку я защищался сам, то я свое дело читал сам. И я, что у меня было в моем деле, кто давал показания? Все учителя, которые давали показания. И вот учительница моих детей учила, которые у меня было четыре ученика, и у четыре ученика, только у одной девочки была тройка, а то два мальчика, две девочки, и у первой девочки, с первого класса до четвертого класса, ни одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку, а так все, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, я говорю, граждане суде, они мне разрешили задать вопрос. И у граждане суде, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительницу, вы знаете слово, разница между словом замкнутый и кроткий? Она говорит, не пойму вопроса. И так раза три она мне задала, что я не пойму вопроса, я еще раз сказал, она так шлепнулась на раскул. Говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане суде, я говорю, уважаемый публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. Говорит, а вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын, Яков, с первого дошкольного возраста знал 70 стихотворений. Говорит, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок дошкольного возраста, будучи затурканей, как она говорит, неспособленный к науке, самый такой, самый, самый, знать 70 стихотворений. Говорит, ну, хотя 70 он не знал, говорю, так я говорю, как сейчас завлю. Но 50 гарантия, что он знал, и такие стихотворения, по 24 куплета, если знать, кто молодежь, бог есть. Там и Крылов, и Пушкин, и все. А судья говорит, хватит, хватит, бойко, все, садитесь. Но я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день, у меня был показной суд, телевизорные установки, эти, лампы направили на меня такие. И, в общем, первый день шел суд, тоже прокурор спросил, скажи, прямо сказал, скажи, кто тебя обтягнул, от этой грязи, тоже ему сказал, ответил. Ну, и потом на второй день, приносит суд на второй день, приносит мне снова, и до полдня, там, давали показания тоже, свидетели эти, учителя особенно, прокурор, а потом приносит мне кипу книг, и говорят, бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, у меня приел и обыск, без прокурора, без антипрокурора, я говорю, я не разрешал, но они все равно сделали обыск, беззаконно, и, говорю, там в обыске, это, акте, которые они писали, там указано, хотя я не подписал этот акт, а там указано, что мне отобрали Библию, гусли, и общую тетрадь, стихотворение, собственно, ручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот, она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так, недалеко сидит, я поднял, не моя, не моя, не моя книга, а потом дает Библию мою. Я так взял Библию в руки, так поднял на всю руку, и говорю, граждане судьи, уважаем публика, это Библия, у которой русский критик, публицист Билинский, не подверг критике, а сказал, что Библия, это книга, всем книгам книга. Я говорю, а эта книга открыла мне глаза и указала на истинную цель и смысл моей жизни. А если я, фадид, фадид, вы отложите, ложите. Я положил, потом гусли, я поднял гусли, говорю, это гусли, наши печатные гусли, которые мы прием, прославляем Бога. Печатно, шрито, ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает, дает больше, нет, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, говорю, это тетрадь, общая тетрадь, в которой записано собственноручное стихотворение моей руки и мое, так сказать, то, что Господь наделил даром. И положил. И так до конца передали книги, я им назад вернул, ничего мое больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить, а на второй день многие из города пробрались по блату, как говорят, по знакомству и хотели же видеть, где же рация. Так, говорю, еще раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребенка. Ну, и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дало слово судья, я начал говорить, ну, 15 минут, не больше, я слышу там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости, а я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намеком, я бы тогда мог знать, я поднял бы этот вопрос на суде, а так я слышу, судья мне дала слово, потом берет звонок и кричит, прекратите шум сзади там, шум, что за шум? Они еще сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, ну, 15-20 минут, сам больше я говорил, и потом судья говорит, прекратите шум, а мне говорит, бойко, хватит, кончайте. Я говорю, так я еще почти ничего не говорил. А тут там подняли шум, и уже сзади получается междуособица. Я не мог понять, почему люди возмущаются, думал, что против меня, они наоборот стали возмущаться, что чертоза суд, говорили, что такое-такое преступник, одежда, вещественные доказательства. Ну, и мне прекратили, сказать, хватит, я прекратил, одно раз хватит, пускай будет хватит, раз не даете, пускай будет так. И потом выступил судья, да, а там шум идет. И потом, когда выступил судья, говорит, мы сейчас идем на совещание, и меня с зала суда совсем уводят, хотя по закону не имели права, но меня уводят, надели кабинет там. И потом приходят, выводят меня обратно в зал суда, за решетку, и судья зачитывает, значит, 10 лет бойко, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорит, ну, что вы на эту бойко скажете с таким ехицем? А я говорю, что граждане суда, я упустил, когда, виноват, очень важный такой момент, когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу, жены нет, сестры нет, я решил отсюда категорически отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка ее, и мои дети, семь душ гуськом, а так один ниже другого. И заходят, и им дают место, они сели, думаю, сейчас если зайдет, жена, она у меня такая стеснительная, думаю, если зайдет ребенком, и ты же и плакать будешь, это беда. И вдруг она открывает дверь боковую, и прямо с дверь, Коля, во имя Иисуса Христа, так кричит, дерзай. Вы знаете, как она его утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой. И она только на середину вышла, и кричит еще, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как тот дух, и почему я и два дня был в суде, такой ободренный, потому что видишь, она не плачет. А представьте, женщины знают, что такое 8 душ детей, самый старший 12 лет, и одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота, и взял тоже сироту. И так они думали, что я уже откажусь. И таким путем, уже на третий день, когда мне зачитали срок, и она, судья, говорит, ну что вы бойко скажете на все это? Я говорю, граждане судьи. Говорю, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной чести, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Судья, Фадик, 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 садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирают меня в КПЗ и в этот вечер в Одессу. Аж только в Одессе жена все рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум. Как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник. Где же эти вещи, есть доказательства? В общем, сняли с работы одного, второго. В общем, в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, скоро пустят. И меня с тюрьмы, в Одессе везут прямо в Миницкая область, гранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, используясь бойко на особо тяжелых работах. Им я на погрузку гранита вручную. И только привели меня, привезли, значит, дело в обыск, так и так, привели в барак. Я зашел в барак, положил свои вещи и вышел в коридор, под окном встал, стал молиться. Я знал, что мне нужно не на заказание я должен отбывать, а что? Благовествовать в лагере. Я помолился, Господи, Ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, без боязни, воздействовать о имени Твоем. Потому что раз я дал Богу обещание служить доброй совестью, я решил так доброй совестью хранить. И только я помолился, когда вижу, по коридору идут два человека. И так быстро, подходит ко мне, подходит, говорит, слушайте, скажите, где здесь бойко. Я говорю, а зачем нам? Но нам надо. Я говорю, ребята, скажите, зачем я покажу? Но понимаете, нам надо, скажите, где бойко. Я говорю, ребята, я не покажу, пока вы не скажете. fн. этапа. Я говорю, да, снова. Видите, роба новая. Ну, Бойко, то есть, ну, покажите нам, пожалуйста, Бойко. Я говорю, ребята, я вам уже сказал, пока не скажете, зачем, я не покажу. Он тогда, говорит, один из них, знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти говорит, что большую рыбину поймали. То есть, большого преступника. Я говорю, это я. Они смутились, правда. И один из них говорит, слушайте, какая у вас статья? Я говорю, 138-209 УК УССР. Он говорит, напарнику, слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю. А что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите? Я ему стал говорить, что я нарушение законодательства в религиозных культах, что я, значит, являюсь служителем, верующим. И я нарушение законодательства в религиозных культах, что у нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в религиозном духе. Он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан сказал, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю, у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. Аж тогда только они начали шевелить базами. А как же и так? А правильно? Как же это будет так? А начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, я говорю, то меня бы, наверное, на нас стреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Ну, пока невеста, ну, а ведь не пойму, как же так? Я говорю, а теперь рассудите сами. И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал, в общем, часа полтора беседа была, это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, который пониже роста, говорит, слушай, так вы что, баптист? Я говорю, да, я Зеванск, христиан-баптист. Он говорит, слушай свою напареньку, я, говорит, с такими людьми сидел в Варшиловградской тюрьме. Это о-люди, показывая так. Ну, в общем, полтора часа беседула, я им объяснил в миниатюре плана спасения от Адама, для чего Бог создал человека, каким мы должны быть, что нас ожидает впереди, что мы все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, я подумал, дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Но мы, говорит, будем говорить, администрация говорит, что вы о такой преступке. Я говорю, теперь рассудите сами. И они пришли на работу, давай рассказывать. И вот в утром выхожу на работу, и у меня вступает заключенный, и нужно поговорить, это вот этот, самый страшный преступник. А те, наоборот, говорят. И подходят, я им спрашиваю, за что статья, я им давай свидетельствую. И у меня началось таким образом пробовать диван в лагере. А начальство, когда выходим на работу, они же там присутствуют, замполит как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а в йод тут кипит. Что делать? Бойко свидетельствовать. Что делать? Ну, они решили в скорости объявить колонийское собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание. Я не ходил, правда. Если можно, воды немножко, пожалуйста. Воды. Можем приходить из собрания, мне говорят, дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой бой, как никакая амнистия, никакие льготы, но не распространяются. Мол, знайте. Кто будет, мол, с ним беседовать, то есть иметь участие, значит, не пустим. И он думал, что заключенные попугаются. Но меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше тысячи человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают в горе, сами такие, а те думают, что же такое, что же за преступник, что больше, чем я. И стали интересоваться, а кто он, а за что. Ну, мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит пока, вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются. А замполит, как увидел, значит, с начальником сошлись, и шушукаются, что с ним делать. Они поняли, что они помогли мне благоествовать в Христе. И что делать? И в скорости один человек кается. В лагере. Такой тоже человек образованный. И он стал свидетельствовать своим землякам. И в ЧП объявляет ЧП, то есть в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора. Это лектора, чтобы он был атеистом. То есть лектор хороший. Ну и решили призвать лектора из Винницы, города Винницы. Тут объявляется, значит, нам в лагере по всему селектору, что так и так всем заключенным явится в клуб на лекцию. А я с этим Федей, я говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку. Когда подходит ко мне майор, дежурный, говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я расспрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистские темы. Я говорю, Федя, пойдем. Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли. Заходим, а полный клуб людей, набитого. Мы на самую зайную скамейку сели. Ну, заходит замполит, заходит начальник спецчастей, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллектной наружности. И представился, стал за тумбочку и говорит, граждане суждены, лекция будет на атеистскую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательскую, назвал фамилию свою. И пошла лекция, как обычно, с науки. Наука доказала, что никакого Бога нет. Так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие. Нет, значит, ученые люди не могут верить в Бога, потому что бабские забобоны. Ну, и начал говорить, что верующие люди это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые. В общем, просил Бога и народ Божий, как хотел. Ну, и под конец стал говорить, часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит, граждане суждены, я вижу, что вы, в основном, молодежь, ваше светлое будущее – коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, вы идите с чистой совестью, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. Когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю, это у Федя, он так сидит рядом со мной, я говорю, Федя, ну, ты посмотришь, что сейчас Господь делает. Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, я туда поднял руку, я говорю, вопрос, можно? Да. А вы знаете, когда поднял… Спасибо. Когда поднял руку, заключенный, там больше тысячи человек, сделалась такая тишина в зале, и ждут, что же будет. Я поднял, говорю, спрашиваю, скажите, пожалуйста, вопрос, можно? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет, так громко, потому что зал большой. А я говорю, я верю в Бога, потому что я имею Дух Божий. Ну, коль вы в Бога не верите, а в Духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вообще никаких в Духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом Духе, когда вы сами этого Духа не имеете, не верите в Него? Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысяча человек, как под команду, такой смех, ничего не слышно. Только в ушах лещить. Зампулись, смотря на начальника спецчасти, друг друга смотрят, не поймут, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет. Растерялся. Я потом минут пять, такой смех, я говорю, ничего не слышно. Представьте, тысяча человек, как под команду, в один голос. Я потом встаю в задней скамейке, выхожу на середину так, а заключенный увидит, что я встал, и стал смех немножко притихать. Одни, кто не может хихикать, так не может удержаться. Я шагу пять сделал, а этот лектор говорит, извините, я верю в Дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не Духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем, говорит, если газ. Вот можете представить, что в зале сделалось. Еще сильнее и хохот, и топот замполит, видит такое дело. И так я посмотрел на него, потому что я так как шел, так иду, а замполит встает и кричит, а зал большущий, и он говорит, так, лекция кончилась, звоняйте всех, и прапорщикам говорит, звоняйте всех, все. И все люди стоят за рядов, и я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Наза как одненькие бегает, он растерялся. И я так подхожу, взрываясь с ним, а он замполит говорит, я хочу с ним побеседовать, то есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит, не-не-не, никакие лекции, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит к объекту майор, который сказал мне, посоветовал идти на лекции, и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю, только не Бойко, это Бог посадил ее. Я говорю, я же не знал, даже вы мне сами сказали, что лекции я не знал. Я говорю, это Господь показал ему силу его. А он говорит, точно Бойко с партии полетит. И скажу вам, больше лекторов не вызывали. Ну, зато мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг, скажу вам так уже, однажды приходит ко мне, говорит, дядя Коля, вас там обыск делали, забрали все, что у вас было в тумбочке. И через день или два вызывает меня начальник режимной части. Я так показывает, да, я помолился, пришел в штаб, как меня позвали идти, ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. И помолился, подхожу, постучал к начальнику режимной части. Он, войдите, я захожу. Он говорит, Бойко. И стал возле дворей. Он говорит, Бойко, это ваша писанина. Взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я много писал там. Я говорю, извините, я посмотрю. Он говорит, подойди, посмотри. Я подошел, я говорю, да, моя. И стал снова к дворям. Он говорит, Бойко, от этого все идет. КГБ. Вот так, как я, вот так оно четко. А я говорю, начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю, пускай это читают. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься или что. И молчить. И я молчу, и он молчит. А потом говорит, ну хорошо, Бойко. Если же ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя же куча детей. Жена мучается с ними. Ты же говоришь, что твой Бог все-богущий, все-сильный. Почему он тебя не вывезет из этого лагеря? Ведь он же всемогущий. А я думаю, что что, тупик? Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мисс, которую я читал, если кто читал, Марцинковского, академик еврей сам. Он в царской риме, есть такая книга у него, смысл страдания. И я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я говорю, рожденный начальник. Я говорю, знаете что? Я, говорю, читал книгу Марцинковского. Это, я говорю, наш брат, верующий еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям. И где люди верили, он оставлял в Евангелии, и так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелия. Но это было, я говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелия? Не за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли, сделали меня преступником, посадили в лагерь. А в лагере люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили, и я здесь проповедую, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы будете коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Я говорю, да не за какие, она вам противна. А вы отобрали меня, вы обязаны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитируть? Я говорю, я не агитирую, я ему истинно говорю. Я говорю, для того, чтобы вы когда пристанете на судом, чтобы не сказали, чтобы вы не слыхали. А он говорит, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока, и меня вызывает Дневальный, дядя Коля, вас вызывает в штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала УДО, комиссия. Судьи приехали, значит, по УДО отпускают людей на свободу. И от него стучался. Вот, дети, я захожу, смотрю, суди сидят, полный кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал, а там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший линейный, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут встает замполит, майор, и говорит, Бойко, мы вас призвали, признаете себя виновным? Сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу быстро идет. И вы граждане судей, потому что тут сидят судьи, я вижу прокурор, и не только я, граждане судей, а все, что вы здесь сидящие, показываю так пальцем ввожу, придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части схватывается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным. Всегда виновным будешь. Я говорю, придет время, когда и вы признаете меня невиновным. А тут встает прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал ее по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов, сейчас тут томление начнет, говорит, сейчас Библию будет вам на память, говорит, пускай не хочет признать, пускай идет. И вот братья и сестры предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит признать, что Слово Божие, это не Слово Божие. И признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал нет. И так у меня, значит, я отбил, я конец этих судов и на Дальний Восток. Скажу, и тут я отбил этот срок, приехал домой, а жена продала вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, жену оштрафовали. В общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покоя не будет. Жена продала там дом, купила в Одессе, не в самом городе, а в Одессе. И я приезжаю домой, и тут меня через два года снова суд, снова 10 лет. И когда меня досудили, подробностей не буду говорить, только скажу так, когда меня зачитали приговор, тоже в зал суда не пускали никого, стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался от суда. Правда, я все дни в суде всегда был в посте. До суда и все время суда я был всегда в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей, прокурор говорит, до ваш суд никто не пришел. Я только сказал, раз такое дело, я видел, что были люди какие-то стояли. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резиновых изделий. И я говорю, граждане суде в таком случае отказываются сюда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка плачет, говорит, папочка, на дверях стоит милиция, никого не пускает полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускает. А я говорю, вот прокурор только говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза, говорит, неправду. Я читал список этих свидетелей. Никого нет. И они выходят на перерыв и запустили жену, запустили верующих. Немного. А потом у меня суд шел, этот день полностью не состоялся. Они принесли на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались помимо милиции в зал суда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки, и мне нас посыпались цветы и запели гимн «Жизнь для Иисуса», если знаете такой гимн. А зал намного выше потолок, акустика сильнейшая. Ну, и вы знаете, я думаю, каким голосом пели в такое время, в то время? На всю. А судьи, а так, судьи спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны сзади. Милиция, КГБ, работники завода моего, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, судей, как и не было на сцене, сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия, как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду, этих конвоя, берите его быстро под руки. И они меня взяли под руки, так, и держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончил загин, а он, я вижу, собрались, там два майора, и такой, этот капитан, и советуюся. Так меня побоялись через зал везти, прямо по пожарной лестнице, на втором этаже был суд, по пожарной лестнице меня спустили через сцену, воронок, и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала жена, вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не перефатили. Ну и когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу начальника конвоя, капитан, бледный, как стена, от испуга. И через недели, две, три, вся тюрьма гремела в Одессе, что на пересеке судили, как это боговерующие, и пели какую-то песню, ну как они говорят, революционную песню, что судни убежали из сцены. Это весь город слыхал. И вдруг меня везут, через время везут, меня на место отбывания заключения, все посадили нас в вагон, ЗАГ, и приезли к станции, тут слышу стук, дядя Коля, дядя Коля, дядя Коля, папа, папа, что тебе принести? И мы в вагоне состучались, а полный вагон заключенных. Ну и мы состучались, я говорю, что-нибудь там сахар, или что-то другого. И они часть побежали покупать, а часть осталась здесь. А заключенные говорят, слушайте, это тот дядя Коля, который на пересеке судили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую в зале сюда пели, что милиция, это вся, это, судьи убежали. Я им говорю, вот ребята просят, чтобы весь пели тот гимн, который пели в зале сюда. И они начали петь. Очень понравилось заключенным, и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же за решеткой все. А потом они говорят, пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81-м году, в начале года. Пришла милиция, давай разгонять их, с той стороны гонять, они отсюда, а вагон самый задний. И вот так гоняли, с той стороны на ту сторону, с этой стороны на ту сторону, и все равно поют на ходу. Правда, дети мои привезли много кульков, там все было, печенье, сахар. Я дали капитану, начальнику конвоя, все это, но он мне ничего не дал, ни грамма, все забрал себе. Ну, это ему считается. И как только поезд строился, только тогда милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют, говорят, смотри, какая молодежь, их в милиции не боятся. И все время пели. Как-то поезд строился, и поехали. И мы до раздельной доехали, это 100 километров, только остановился поезд, и тут бежит молодежь и кричает, дядя Коля, до свидания. А заключенные, ты смотри, какие они дружные. И тут его молодежь встречает. И в общем, пока доехали мы до Харькова, и в вагоне один из них говорит, братва, дядю Коля везут на хавар, да, когда начальник зашел, я спрашиваю, кто вы такой? Я говорю, как это такой человек? Он говорит, вы что, педагог? Я говорю, нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю, обыкновенный. Нет, вы, наверное, поп. Я говорю, нет, не поп. А кто же вы? Я говорю, я пресс-фитер. Ну, он не понял, но откуда у вас такая молодежь? Ведь такой молодежи, где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю, это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они вас. Это их очень, так сказать, некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну, и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядя Коля не убежал на поверсилках, и скажу, что до Хабаровска меня передавали, как эстафету. Знаешь, какой это эстафета? Как сядут вагон, говорят, здесь ездили, Коля с Одессы, боговернич, я говорю, есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой, не разрешается, по закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами было интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвойем, проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Коваровск на старт, я уже говорил, что старт, это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают, всех ломают. Правда, Свердловские меня заключили и сказали так, «Дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на старт, и там всех ломают, и вас будут ломать». Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на старт, начальник берет мое дело и читает, а потом говорит, «Бойко, ты что, веришь в Бога?» Я говорю, «Да». У нас, «Бойко, верить в Бога не будешь». А почему? Сломаем, «Бойко, сломаем». Понял? Я говорю, я не ломаюсь, начальник. Сломаем. Я говорю, у меня молодости не сломали, а сейчас тем более. Говорит, посмотрим, пойдешь в ШИЗО, пойдешь, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного типа до шести месяцев садует, а потом в Крытую пойдешь, а скрытой придешь к нам обратно, там столбик поставить, пока на кладбище. Я говорю, начальник, чем скорее вы меня... Он когда сказал, что я не сломаю, а тогда знаем тебя. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше, потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий и переход в вечное блаженство. Я говорю, подумайте, что вас ожидает. Посмотрим, посмотрим, не таких ломали. Ну, в конце ему говорю, знаете, что я начальник, должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в его жалваки заходили. Ну, посмотрим, марш, забирай весь ее вещь, иди в барак. Я пришел в барак, я понял, братья и сестры, что данное указание любыми путями меня ломать. И я стал молиться Богу и сказал, Господи, Ты знаешь, что я двое суток в неделю пащусь. В среду я пащусь, как обычно, в семье пастили, в семьях наших. Пятницу, о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думаю, если только меня сломают, значит, так поведут братья этим путем. Потому что они знали, что я уже не один раз сидел, стойкий, и они решили, если бойко сломаем, то тогда всех этим путем сломаем. И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И вот я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. И так, среду кормят, я не ем. В пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом, на следующей неделе, уже другие дни. Так что, я на следующей неделе кушал. И они, как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам сдохнет скоро. Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, сокращая, скажу, что за 6 месяцев отсидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего, холод и голод. И в шеи полно. Прямо на полу в шеи лазят. Там, когда заходишь в изолятор, одежу эту снимаешь, лагерную, одеваешь в ШИЗО. И написано, ШИЗО, три буквы, штрафной изолятор. На всю спину краска написана ШИЗО. И на брюках, на коленке написано ШИЗО. И вот, задеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфектировалась. Возьмешь, и так, она и стоит. Пот, грязь, кровь, шеи, все это вместе. И вот так, только я одел, а тело у меня свежее, я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представляете, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И вот, что на такое состояние. И на полу спишь, там никакой кольки нет, на полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побыл, обязательно воспаление, а потом туб, туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они решили, что я, значит, стали меня сажать постоянно в изоляторе, только вышел снова в изолятор, только вышел 15 минут в изолятор. Но я уже бывалый в этих вопросах, Господь меня умудрил, я скажу вам, что живот наш, это котел, его не простудишь. Может быть, на будущее молодежи нашей это будет полезно. Я прихожу, допустим, садись там прямо на пол, то если еще пол такой цементировать, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол, а потом что? Лицо берешь, и пока видишь 15 суток негр, там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу вши лазят, тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. И, в общем, я ложусь на живот, животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет, живот передает тепло, потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как все люди почти, те, которые сидели в изоляторах по детскому разу, они все прошли через туберкулез, то есть все до кладбища пошли. Ну, они удивлялись, как это мог, я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а мне Господи стелил сразу. И скажу я, и когда они, однажды, я за 6 месяцев сидел 11 изоляторов, за 6 месяцев. А врачи вычитали, что физический человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились и постились о нас, Господь давал мне силу и крепость. Я вам скажу, что, я уже говорил, это скажу, что было такое время, когда неоднократно я в изоляторе, а так дрожал по 15 суток, а спать я мог самое большее, это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну, и от радости плакал, что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я не достоин тех страданий, которые Господь страдал. Я еще далеко мне до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья моих этим путем не вели. Я на все был готов. Вот он дает показания, а вы как свидетели, я составлю акт сейчас на него, а вы подпишите, как свидетели, что он не дает нам показания. Ну, и они сели. И так женщина посмотрела на меня, смотрит с таким лицом, говорит, неужели вы верите в Бога? А я говорю, я не только верю, я знаю, что есть Бог. И стал ей говорить, почему я знаю. А тут он сидел, писал, потом услышал, что у нас развод, поднял голову. Прократи, я начинаю здесь свою пропаганду и в стенах КГБ. Я говорю, ну, женщина меня задает, вы просто должны ответить. А он ей говорит, слушайте, не трогайте, это фанатик. Он сейчас вам начнет Библию Тома Ленина, говорит, молчите. И она так молчала до, пока не написал он акт, что я катерийский отказ от давать показания. Они подписали, меня забирают вниз. И на второе утро забирают меня снова, ведет в этот же кабинет и говорит, садись, Бойко. Я сел, и он писал, 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 а потом говорит, Бойко, у вас деньги есть? Я говорю, нет. Вот, Бойко, вам деньги на дорогу, а Николай, это возле сельска, 90 километров. А это справка вам, что не был на работе. Это я же, в Курасии говорю, а третий день, как я уже не на работе. Но, Бойко, не думай, что тебя Бог выпустил. Помните, первый день я сказал, если Господь не найдет, я говорю отсюда, это мы ради ваших четырех детей. У нас уже было четверо детей. И он, ну, Бойко, мы тебя так не оставим. И я скажу вам, братья и сестры, из 62 года по 68 год, сколько приезжало лекторов, они считали, что поскольку я воспитывал семья атеистической, поскольку я был сам комсомольцем, был секрет комсомольской организации, они мне все время задавали, ты скажи, кто тебя втянул в эту грязь? И как бы я им не свидетельствовал, не верили. Вот как я вам рассказал, как я уверовал, они не верили. Может быть, ты кого-то встречал. Ну, и скажу, приходило, очень много приезжали разных мест и разных воинствующих атеистов, которых специально, ну, старые братья, наверное, знают, специально учили атеистов воевать против нас, нашего братства. И приезжали очень часто, почти каждый месяц. Ну, всего тоже не расскажут, потому что это занимает время много. И вот однажды меня инженер вызывает, говорит, Николай Георгиевич, вас вызывает, горосполков, это значит, председатель горосполкома, а мы были в одном учреждении. Я помолился, вот это очень важно нам, на будущее, никогда ни с кем не иметь беседу на постановании, да вообще, не призывая Господа на помощь. Потому что Господь прямо сказал, что без него мы не можем делать ничего. Даже своими способностями, своим умом, ничего мы, братья и сестры, не против дьявола, сами по себе, какие бы мы ни были верующие, сами по себе, мы ничто. Дьяволу с нам нечего стоит бороться, но зато дьявол ничто против того, кто в нас. И поэтому мы без Христа ничего не должны делать. Даже вот вести борьбу в будущее, тоже мы должны постоянно ходить в присутствие Господа. И вот я, когда помолился, подошел, к дверям посучал, говорят, да, да, войдите. Я гляну, не председатель. Я думал, что председатель вызывает. Оказывается, там сидит два человека. Я говорю, это вы меня вызывали? Он говорит, да, да, Бойко. Я говорю, да, заходите, Бойко. Я зашел, ну и они, садись, Бойко. Я, правда, сразу же помолился, мысленно, сел, ну, как обычно, Бойко, как живем? Говорю, слава Богу. Он говорит, Бойко, неужели вы верите в Богу? Ведь вы же рабанный человек, учились в нашей школе. Ну, так начали, семья неверующая, ты сам был атеист, и так далее, и так далее, начал. И это тоже говорит, кто тебя втянул в эту грязь? Ну, началась беседа на эту тему, а я ей тогда сказал, знаете что, я убежденный христианин, я им рассказал, что я, никто меня не втягивал, а я познал Господа так, как я вам рассказал, но они тоже не верили. А потом говорит, Бойко, неужели, где же ваш Бог, которому ты веришь? Ведь поднялись космонавты в космос, облетали все небо, и Бога там не видали, где же твой Бог? А я ее спрашиваю, скажите, пожалуйста, вас удивляет, что Гагарин и древе космонавты не видели Бога? А он говорит, а как же? А я говорю, а меня нисколько не удивляет. А почему? Я говорю, потому что его пустили из глубоко в недра Земли, это на Кольском полосе, 14 километров просверленные, и поднялись, говорю, аж космос, а что у вас вот так под рубашку, взял рубашку, и говорю, что у вас под рубашку, это вы не знаете. Я говорю, как это понять? Я говорю, очень просто, я говорю, или древе космонавты видели Бога? А он говорит, ну если был, то видели бы. Я говорю, хорошо, тогда скажите, пожалуйста, у вас разум есть? Он говорит, да. А их двое сидит. А у вас и совесть есть? Да, есть. Я говорю, покажите. Я говорю, а если не покажете, значит, вы без совести, без ума. Вот так, как я здесь, вот так я там говорил. И они, знаете, рассмотрят, и они не знают, что мне сказать. И такая пауза, они молчат, и я молчу. Я говорю, а то одно дело, я говорю, возьмите вы хирура с мировым именем, пусть он пронатомирует человека на мельчайшие части, он в нем не найдет ни ума, ни совести, ни памяти, ни любви, ни зла, ни добра. И в общем, перечислив все эти духовные естества, я говорю, значит, выходит, нет. А он говорит, нет есть. Я говорю, ну покажите. И снова молчите. Я говорю, о том-то и дело. А почему я так говорю? Потому что они же меня учили, что у человека нет ни души, ни духа. А я говорю, человек не только материален, как вы учите, но человек и духовен. И то, что у нас есть духовное, я говорю, я знаю, что у вас есть это, но вы не пощупать, ни глазами плотскими, ни руками плотскими не можем, ни пощупать, ни увидеть, ни показать. Я говорю, почему? Потому что это духовное естество нашей жизни, внутреннего человека. Я говорю, а Бог есть дух. И процитировал и место, помните, 24 стих, 4 глава Иоанна Литриана, где написано, Бог есть дух, и поклоняйся Богу, должны поклоняться в духе истине. Я им процитировал это место. Я говорю, видите, Бог есть дух. Как же вы хотели видеть духа? Когда вы то, что у вас есть, не можете видеть, не можете показать. А он так сидел, смотрит на меня, смотрит, а потом говорит, да, Бойко, я вижу, что ты веришь в Бога не хуже, чем я в коммунизм. Хотя я ему хотел сказать, что в коммунизм не верить. Он тогда говорит, Бойко, мой тебе свободный. В общем, от таких лекций, от таких литературок ко мне приезжало очень много. И от таких были концы. И они видят, что ничего не получается, они уезжают пострамленными, и они решают в 62-м году меня судить. И вот я прихожу на работу, и пришел в мастерские, когда начальник открывает форточку, Бойко, зайдите сюда. Я захожу, он идет, пришли, хотят с вами побеседовать. Я говорю, так там еще работа не распределена. Я по котельным установкам по городу, был ответственным. Он говорит, ну хорошо, идите распределите, а потом придете. Когда я выхожу, они за мной. Я зашел в мастерские, встретил там ребят, сказал им, и захожу назад, они за мной. И начальник говорит, вы долго его берете, потому что у нас это было 20 июня 68-го года, сам начался отопительный, это ремонт, отопительная система. Они говорят, да нет, он говорит, потому что у нас начались ремонтные дни, они говорят, нет, так тут рядом мы, 5-10 минут. Ну и провели туда меня, пока мы шли, дорогой, конечно, я шел с ним, молился, я знал, куда я уже иду, и знал, с кем я иду. Ну, заводят меня в прокуратуру, садись, бойко. Я сел, их двое. Ну, тоже, сперва, очень нежно со мной разговаривали, как они умеют, а под конец, когда видишь, что я ни на какие компромиссы не иду, предлагали мне лучшую квартиру в городе, а мне уже было, скажу вам, в 68-м году у меня было уже 7 детей, самая старшая дочка была 11-й год, и жена ходила последний месяц с 8-м ребенком, ребенком. И они думали, поскольку я люблю жену, люблю детей, думали, что я тут уже пойду на компромисс, и что они не предлагали, ведь ты хороший специалист, и ты уважаешь, весь город тебя знает, уважает, мы тебе лучшую квартиру дадим. Я сказал, ни на какие компромиссы, даже не говорите, я не иду, значит, и я остаюсь верующим, как был я верующим, так и остаюсь верующим. Он тогда мне говорит, один из них, Бойко, уж если такой фанатик, значит, молись Богу, хоть лоб прошиби дома, но никуда не ходи, не собирайтесь, я ему, извините, для меня общение с народом является неотъемлемой частью служения моего Бога, и процедировал им место в священном писании, которое записано в первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, где, помните, написано, если мы ходим во свете подобно, как он во свете, то имеем общение друг с другом, кровь Иисуса Христа, особенно, и очищает нас от всякого реха. Я ему, вот, видите, как написано, я говорю, а так я буду поступать, потому что для меня общение с народом Божиим является неотъемлемой частью служения моего Бога. Он тогда, как напишется, да, говорит, в таком случае ходил в православную церковь. Если кто уж такой фанатик, ходил в православную церковь. Я говорю, там мне делать нечего. Ну, ходил в регистрированную, а я говорю, а я там уже был. Я говорю, знаете что, я буду ходить туда, куда мне Господь велит. Он как напишется, в таком случае, Бойко, будем тебя судить. Я говорю, каким законом он меня будет судить, когда, в то время, когда Конституция, 52-я статья, гарантирует мне свободу совести. Она ведь постановлена 23-го съезда. 68-й год. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, сколько было постановлений при Сталине, сколько таких постановлений было при Хрущеве, сколько такими постановлений, вот как я здесь, так я и говорил, сколько такими постановлений вы знали людей в тюрьмах, а потом реабилитировали, а некоторые даже посмертно. Он так смотрит на меня, говорит, да, Бойко, было время, когда мы перегибали палку. Он признает этого. Я ему тогда говорю, так позвольте вам сказать, как никогда, вы сегодня снова перегибаете. И придет время, когда вы снова уже своими уставами подтвердите. Я поэтому говорю, знайте, ни на один заданный вам и мне вопрос по отношению моего убеждения и моих единоверств даже не сдавайте, отвечать не буду. Такой был хороший, а тут как напряжиться, я говорю, будешь, таким, знаете, тоном. Я говорю, не буду, будешь, я говорю, не буду, заставлю, таким криком. Я говорю, извините, я говорю, если вы могли заставлять людей говорить, что хотите, но он говорит, не думайте, что всех можно заставить. Он как рассердился, как рявкнет на меня, не таких заставлял, заставлю, и все, что мне надо, все будешь говорить. Я говорю, знаете, что если это белое, стенка белая, показана стенку, никогда не заставите мне сказать, что она черная. Он такой, я раз пришел, не таких заставлял, а я заставлю, я говорю, знаете, что, что мне смерть, когда я верю в бессмертие. Он тогда говорит, забери ее отсюда. Ну, и меня забирает, ее напарник, тут же сразу прокуратура. Ну, и сразу узнали все, что меня арестовали, спрашивали, за что, и они что распространяли, братья и сестры. Вы не видите, какой страшный преступник, видите, в городсовет пробрался, а он шпион американский, у него нашли рации, говорят, нашли оружейный склад, нашли антисоветские листовки и в жертву детей приносить. Ну, и люди ахнули. Это было в 1948 году. Но те люди, которые, если я работал, виноват, виноват, прошу прощения, в 1968 году, те люди, которые с одной работали все-таки 10 лет, люди в основном успешном образовании стали рассуждать, какая же может быть рация в городе. Это сразу же поймают. Не может быть. Теперь, ну, оружейный склад. Их на молодежь, это уже потом мне жена рассказывала, рассуждать, в городе получилось такое раздвоение в населении, что не может быть. Они в одну разу говорят, значит, правда есть. И люди так, как люди. Ну, и другие говорят, как же, какие же автоматы может быть, когда их на молодежь идет в армию, оружие не берут. Какой же автомат может быть у него? Или склад оружейный. А потом говорят, ну, какой же ребенка, когда у меня четверо каждый год, а четверо через год уже четвертый ребенок уже родился. Ну, и пошло. Вернее, не родился, а уже в последние месяцы жена ходит. И говорят, как же так? Все дети родились в больнице. А они говорят, он хитрый, он чужих приносит жертву. Выход есть из положения. Ну, люди верят. Ну, люди как люди. Ну, меня забирают с Вознесенской везут в Николаев. Я об этом ничего не знал. Из Николаева привозят меня с Николаева, и вдруг я вечером привозят, утром на суд, а у нас в Вознесенской большой дом культуры, такой шире помещение, как это, ваше, раза два, не больше, длиннее. И только я сошел с Воронка, а тут моя сестра, которая высылала мне Библию. Народа стоит толпа очень большая. Люди интересовались увидеть жертву, который детей в жертву выносит. И жена, только то есть, сестра, как вот так хлопнула руками, колечка, колечка, что на тебя только не наговорили? И говорит, никого не пускают сюда, ни Валю, ни меня. А я только успел, скажешь, раз никого не пускают, знаешь, я откажу сюда. А тут цепь милиции рядом. И так как пнули их, и они так повалились туда, меня забыл сзади двери клуба, я захожу там, встречает меня судья один бывший, он сейчас защитник был. Говорит, Бойко, я ваш защитник. Я говорю, извините, я не нуждаю защитника, я с Божьей помощью буду защищаться сам. Говорит, Бойко, я не платный, я бесплатный, то есть государство. Я говорю, не надо мне защитников. И забыл за меня за решетку, я посмотрю на народ, вижу полный, полный дом культуры людей, а не вижу никого знакомых, кто директор школы, где мои учились дети, а все остальные люди чужие какие-то. Думаю, что ж такое? Потом скажу вам, аж в Одессе, когда меня привезли, жена рассказала, что это люди, которые собрались во всей области, коммунисты, комсомольцы, дружинники, они спали, вернее, жили в гостиницах, в гостинице у нас, и кормили их, специально в столовой было. Им дали пропуска или пригласительные, и по этих пригласительных стояла милиция на дверях, не пускали никого, только тех, у кого были пригласительные. Ну, когда начался суд, конечно, что же много рассказать, только скажу, что у меня было 34, 32, кажется, учителя, которые считались потерпевшими, что я скалечил детей. Ну, и когда я одной учительной задал вопрос, она не могла мне ответить на вопросы, так, села на стул и говорит, я не понимаю, что вы хотите. А получилось так, что она сказала, что наши дети, самые забитые, что этот человек, который скалечил детей нам, и в каждой нашей школе, где их дети учатся, они самые забитые, самые затурками, самые неспособные на науке, самые замкнутые. Ну, много говорило кое-чего. А потом я поднял руку, правда, долго не спрашивали, а потом я стал говорить, граждане и судьи, уважаемый публика, я имею право задать вопрос? Ну, а судья говорит, что вы хотите? Я говорю, задать вопрос хочу учительнице. А когда, поскольку я защищался сам, то я свое дело читал сам. И я, что у меня было в моем деле, кто давал показания, все учителя, которые давали показания. И вот учительница моих детей учила, которая у меня была 4 ученика, и у 4 ученика, только у одной девочки была тройка, а то 2 мальчика, 2 девочки, и у первой девочки, с 1 класса до 4 класса, не одной четверки, все пятерки. И одна девочка только имела тройку, а так все, и хлопцы учились хорошо, и девчата. И я тогда, когда поднял руку, я говорю, граждане судьи, они мне все-таки разрешили задать вопрос. И у граждане судьи, вот учительница говорит о том, что наши дети замкнутые. Я спрашиваю, а скажите, пожалуйста, учительницу, вы знаете слово, разница между словом замкнутый и кроткий? Она говорит, не пойму вопроса. И так раза 3 она мне задала, что я не пойму вопроса, я еще раз сказал, она так шлепнулась на стул. Говорит, я не понимаю, что он хочет сказать. Покраснела и села. Я тогда говорю, граждане судьи, я говорю, уважаю публика, вот учителя говорят, что наши дети замкнутые. Говорит, а вот 70-й лист моего дела, учительница, которая учила моих детей, пишет, что мой сын, Яков, с первого дошкольного возраста знал 70 стихотворений. Говорит, а теперь рассуждайте сами, может ли ребенок дошкольного возраста, будучи затурками, как она говорит, неспособным к науке, самый такой, самый, 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 знать 70 стихотворений. Говорит, ну, хотя 70 он не знал, так я говорю, как сейчас говорю. Но 50 гарантия, что он знал, и такие стихотворения по 24 куплета, если знать, кто молодежь, Бог есть. Там и Крилов, и Пушкин, и все. А судья говорит, хватит, хватит, Бойко, все, садитесь. Ну, я сел. И больше меня не вызывали. И так, первый день, у меня был показной суд, телевизорные установки, эти, лампы направили на меня такие. В общем, первый день, шел суд, тоже прокурор спросил, скажи, прямо сказал, скажи, кто тебе обтянут, эту грязь, тоже ему сказал, ответил. Ну, и потом на второй день, приносит суд на второй день, приносит мне снова, и до полдня, там, давали показания тоже, свидетель, эти учителя особенно, прокурор, а потом приносит мне кипу книг, и говорят, Бойко, это ваша литература? Я говорю, извините, у меня приел обыск, без прокурора, без антипрокурора, я говорю, не разрешал, но они все равно сделали обыск, беззаконно, и, говорю, там в обыске, акте, который они писали, там указано, хотя я говорю, не подписал этот акт, а там указано, что мне отобрали Библию, гусли, и общую тетрадь, стихотворение, собственно, ручной рукописи. Я говорю, покажите, я тогда увижу. И вот, она принесли прямо кипу таких книг, секретарша подает мне, так, недалеко сидит, я поднял, не моя, не моя, не моя книга, а потом дает Библию мою. Я так взял Библию в руки, высоко так поднял на всю руку, и говорю, граждане судьи, уважаем публика, это Библия, у которой русский критик, публицист Билинский, не подверг критике, а сказал, что Библия, это книга, всем книгам книга. Я говорю, а эта книга открыла мне глаза и указала на истинную цель и смысл моей жизни. А я говорю, фадид, фадид, вы отложите, ложите. Я положил, потом гусли, я поднял гусли, говорю, это гусли, наши печатные гусли, которые мы пьем, прославляем Бога. Печатная шри, это ничего здесь антисоветского нет. Ну, потом дает, дает больше, нет, нет, потом моя общая тетрадь. Я поднял, говорю, это тетрадь, общая тетрадь, в которой записано собственноручное стихотворение моей, значит, моей руки и моё, так сказать, то, что Господь наделил даром. И положил. И так до конца передали книги, я им назад вернул, ничего, моего больше нет. И тут дали слово прокурору, кажется, прокурор стал говорить, а на второй день многие из города пробрались по блату, как говорят, по знакомству и хотели же видеть, где же рация. Так, говорили, что раз говорили, значит, должно быть на суде вещественное доказательство и автомат, и рация, и хотя бы кости с ребёнка. Ну, и люди, понимаете, пробрались и куда? На самый зад. И когда мне дало слово судья, я начал говорить, ну, 15 минут не больше, я слышу там какой-то шум за рацию, за какой-то автомат, за какие-то кости, а я ничего не пойму. Если бы мне сказали хоть намёком, я бы тогда мог знать, я поднял этот вопрос на суде. А так я слышу, судья мне дала слово, потом берёт звонок и кричит, прекратите шум сзади там, шум, что за шум? Они ещё сильнее стали кричать. Я стал говорить слово, я говорю, ну, 15-20 минут, сам больше я говорил, и потом судья говорит, прекратите шум, а мне говорит, бойко, хватит, кончайте. Я говорю, так я ещё почти ничего не говорил. А тут там подняли шум, и уже сзади, получается, междуособица. Я не мог понять, почему же люди возмущаются. Думал, что против меня. Они, наоборот, стали возмущаться, что что-то за суд. Говорили, что такое-такой преступник, одержи, безчестные доказательства. Ну, и мне прекратили, я сказал, хватит, я прекратил, я говорю, ну, раз хватит, пускай будет хватит, раз не даёте, пускай будет так. И потом выступил судья, да, а там шум идёт. И потом, когда выступил судья, и говорит, мы сейчас идём на совещание, и меня с зала суда совсем уводят. Хотя по закону не имели права, но меня уводят отдельный кабинет там. И потом приходит, выводит меня обратно в зал суда, за решётку. И судья зачитывает, значит, 10 лет бойко, 5 лет строго, 5 лет ссылки. И говорит, ну, что вы на эту бойко скажете с таким ехицем? А я говорю, граждане суда, я упустил. Когда, виноват, очень важный такой момент, когда завели меня только, смотрю, что никого знакомых нет, вижу, жены нет, сестры нет, я решил отсюда, категорически, отказаться. Когда вдруг открывается дверь, это первый день, и заходит моя сестра, это за ней дочка её, и мои дети с 7 душ гуськом, а так, один ниже другого. И заходят, им дают место, они сели, думаю, сейчас, если зайдёт, жена, она у меня такая стеснительная, думаю, если зайдёт ребёнком, и ты же плакать будешь, это беда. И вдруг она открывает дверь, боковую, и прямо с дверь, Коля, во имя Иисуса Христа, так кричит, дерзай. Вы знаете, как она утвердила? Вышла только на середину, а люди все оглянулись, что за крик такой. И она только на середину вышла, и кричит ещё, дерзай, Коля, во имя Иисуса Христа. Вы знаете, как тот дух, и почему я и два дня был в суде, такой ободрённый, потому что видит, что она не плачет. А представьте, женщины знают, что такое 8 душ детей, самые старшие 12 лет, и одной, потому что у нас родителей не было. Я был сирота, и взял тоже сироту. И так они думали, что я уже откажусь. И таким путём, уже на третий день, когда мне зачитали срок, и она, судья, говорит, ну что вы бойко скажете на всё это? Я говорю, граждане судьи. Я говорю, что я могу сказать? Я благодарю Господа, что Он удостоил меня великой, незаслуженной чести, быть живым свидетелем в конце 20 века о живом Боге. И молю Его, чтобы много ли, мало ли, но чтобы мои страдания были бы последними страданиями Церкви Христовой на земле. Судья, хватит, 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 садись, садись. И меня посадили. Ну и потом забирают меня в КПЗ, и в этот вечер в Одессу, аж только в Одессе, жена всё рассказала, что там творилось. И говорит, инженеры, где я работал, стали поднимать шум, как же так? Вы же говорили, что это страшный преступник. Где же эти вещи, есть доказательства? В общем, сняли с работы одного, второго. В общем, в таком недоумении. И она говорит, там и милиция говорит, что тебя напугали, сколько скоро пустят. И меня с тюрьмы в Одессу везут прямо в Министскую область, хранитный карьер возле Гайсена. И в деле пишут, используют бойко на особо тяжёлых работах. И меня на погрузку гранита вручную. И только привели меня, привезли, значит, делал обыск, так и так, привели в барак. Я зашёл в барак, положил свои вещи и вышел в коридор под окном, встал, стал молиться. Я знал, что мне нужно не наказание я должен отбывать, а что? Благовествовать в лагере. Я помолился, Господи, Ты знаешь, что я оказался здесь, поэтому прошу Тебя, дай мне смело, без боязни, без дерзовения возвещать о имени Твоём. Потому что раз я дал Богу обещание служить в доброй совести, я решил так в доброй совести хранить. И только я помолился, когда вижу, по коридору идут два человека. И так быстро мешает, подходит ко мне, подходит и говорит, слушайте, скажите, где здесь бойко? Я говорю, а зачем, мама? Ну, нам надо. Я говорю, ребята, скажите, зачем я покажу? Ну, понимаете, нам надо, скажите, где бойко? Я говорю, ребята, я не покажу, пока вы не скажете. Весной этапа. Я говорю, да, снова, видите, роба новая. Ну, бойко, то есть, ну, покажите нам, пожалуйста, бойко. Я говорю, ребята, я вам уже сказал, пока не скажете, зачем, я не покажу. Он тогда говорит, один из них. Знаете, мы были в санчасти, начальник санчасти говорит, что большую рыбину поймали, то есть большого преступника. Я говорю, это я. Они смутились, правда. И один из них говорит, слушайте, какая у вас статья? Я говорю, 138-209, УК УССР. А он говорит, напарнику, слушай, я 10 лет в лагере сижу, все статьи знаю. А что это за статья, что я не знаю? За что вы сидите? Я ему стал говорить, что я нарушение законодательства на серьезных культах, что я являюсь служителем, верующим. И я нарушение законодательства на серьезных культах, что у нас молодежь, я воспитывал молодежь и несовершеннолетних в железном духе. А он говорит, а правда, что вы детей в жертву приносите? Начальник санчасти, капитан, сказал, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если ты знаешь все статьи, то ты должен знать, что когда человек убьет человека, ему дают расстрел. Они заменяют 15 годами, 13 или 12. Я говорю, у меня 5 лет строп, 5 лет ссылки. Аж тогда только они начали шевелить базами. А как же и так? А правильно? Как же это будет так? А начальник говорит, что вы детей в жертву приносите. Я говорю, слушай, молодой человек, если я приносил бы детей в жертву, меня бы, наверное, расстреляли, а потом еще и подвесили на обозрение всему миру. Ну, пока невеста, говорит, не пойму, как же так? Я говорю, а теперь рассудите сами. И давай я им свидетельство о Христе. Как я уверовал, почему я уверовал, в общем, часа полтора беседа была, это было первое мое свидетельство заключенным в этом лагере. А тот, когда я пониже ростом, говорит, слушай, так вы что, баптист? Я говорю, да, я Зеванинский христиан-баптист. Он говорит, слушай свою напареньку, я, говорит, с такими людьми сидел в Ворошиловградской тюрьме. Это о-люди, показывая так. Ну, в общем, полтора часа беседовал, я им объяснил в миниатюре план спасения от Адама, для чего Бог создал человека, каким мы должны быть, что нас ожидает впереди, что мы все идем в вечность, рано или поздно мы предстанем пред Богом. И они слушали, слушали, я подумал, дядя Коля, нам очень интересно слушать это, но нам скоро надо идти на работу, вторая смена. Но мы будем говорить, администрация говорит, что вы такой преступник. Я говорю, теперь судите сами. И они пришли на работу, давай рассказывать. И вот утром выхожу на работу, и у меня вступают заключенные, и говорят, это вот этот, самый страшный преступник. А те, наоборот, говорят. И подходят им, спрашивают, за что статья, я им даваю свидетельствовать. И у меня началось таким образом пробовать диван в лагере. А начальство, когда выходим на работу, они же там присутствуют. Замполит как увидел, что вокруг меня люди, а там в основном молодежь, а в йод тут кипит. Что делать? Бойко свидетельствовать. Что делать? Ну, они решили в скорости объявить колонистское собрание и всех вызывать по селектору на собрание. Приходят все на собрание. Я не ходил, правда. Если можно, воды немножко, пожалуйста. Воды. Боже, вы приходите с собранием, мне говорят, дядя Коля, замполит сказал, что скоро будет большая амнистия, и многие из вас пойдут на свободу, а среди вас есть такой бой, как никакая амнистия, никакая льгота, но не распространяется. Мол, знайте. Кто будет, мол, с ним беседовать, то есть иметь участие, значит, не пустим. И он думал, что заключенные попугаются. Ну, меня знали очень мало, только наша бригада, а в лагере больше тысячи человек. А там были такие заключенные, ну, вы знаете, в лагерях бывают воры, самые такие, а те думают, что же такое, что же за преступник, что больше, чем я. И стали интересоваться, а кто он, а за что. Ну, мало кто знал, кто я, потому что это в скорости после моего прихода. И завтра выходим на работу, и тут подходит пока вот он, вот этот. И вокруг меня люди собираются, а замполит, как увидел, значит, с начальником сошли шушукаться, что с ним делать. Они поняли, что они помогли мне благоествовать в Христе. И что делать? И в скорости один человек кается в лагере, такой тоже человек образованный, и он стал свидетельствовать своим землякам, и в ЧП объявляет ЧП, то есть в зоне ЧП. Уже один баптист родился. Что делать? Надо вызывать лектора. Это лектора, чтобы он был атеистом, то есть лектор хороший. Ну, и решили призвать лектора из Винницы, города Винницы. Тут объявляется, значит, нам в лагере по всему селектору, что так и так всем заключенным явится в клуб на лекцию. А я с этим Федей, я говорю, Федя, мы пойдем в сторонку. Отходим в сторонку, когда подходит ко мне майор, дежурный, и говорит, Бойко, я вам советую, пойдите на лекцию. Я расспрашиваю, а что за лекция? Он говорит, на атеистские темы. Я говорю, Федя, пойдем? Он говорит, как хотите. Мы помолились, пошли, а заходим, а полный клуб людей, набитого. Мы на самую занюшую скамейку сели, ну, заходит замполит, заходит начальник спецчасти, заходит этот лектор. Мужчина высокого роста, представитель такой интеллигентной наружности, и представился, стал за тумбочку, и говорит, граждане суждены, лекция будет на атеистскую тему. Я преподаватель института, 28 лет стаж имею преподавательскую, назвал фамилию свою, и пошла лекция, как обычно, с наукой. Наука доказала, что никакого Бога нет, так и далее, и так далее. Ученые люди все неверующие, нет, значит, ученые люди не могут верить Бога, потому что бабские забобоны. Ну, и начал говорить, что верующие люди, это самые отсталые, самые забитые, самые замкнутые, в общем, поносил Бога, и народ Божий, как хотел. Ну, и под конец стал говорить, часа полтора была беседа, это лекция, а потом под конец говорит, граждане суждены, я вижу, что вы, в основном молодежь, ваше светлое будущее, коммунизм, и мы вас воспитываем в коммунистическом духе, хотя вы сделали преступление, выйдете с чистой совестью, и там мы вас воспитываем в коммунистическом духе. А когда сказал в коммунистическом духе, а мне Господь послал такую мысль, я внимательно слушал, и говорю, я там Федя, он так сидит рядом со мной, я говорю, Федя, ну, ты посмотришь, что сейчас Господь делает. Я уже вижу ее поражение. И он, когда кончил лекцию, несколько раз еще повторил, что коммунистический дух, я туда поднял руку, я говорю, вопрос, можно? Да. А вы знаете, когда поднял, спасибо. когда поднял руку заключенный, там больше тысячи человек, сделалась такая тишина в зале, и ждут, что же будет. Я поднял, спрашиваю, скажите, пожалуйста, вопрос можно? Он говорит, пожалуйста. Я говорю, скажите, пожалуйста, вы атеист? Он говорит, да, атеист. Значит, вы в Бога не верите? Он говорит, нет. Так громко, потому что зал большой. А я говорю, я верю в Бога, потому что я имею дух Божий. Но коль вы в Бога не верите, а в духа вы верите? Он говорит, нет. Я говорю, простите, вы вообще никаких духов не верите? Он говорит, нет. Я говорю, тогда извините, как же вы можете воспитывать молодежь в коммунистическом духе, когда вы сами этого духа не имеете, не верите в него. Вы знаете, как взрыв бомбы. Тысячу человек, как под команду, такой смех, ничего не слышно. Только в ушах лещить. Зампулись смотрит на начальника спецчасти, друг друга смотрит, не поймут, что дело. А на этого лектора я как глянул, а на нем лица нет. То покраснеет, то побелеет. Растерялся. Я потом минут пять, такой смех, я говорю, ничего не слышно. Представьте, тысяча человек, как под команду, в один голос. Я потом встаю с задней скамейки, выхожу на середину так, а заключенный увидит, что я встал, и стал смех немножко притихать. Одни, кто не может хихикать, так не может удержаться. Я шагу пять сделал, а этот лектор говорит, извините, я верю в дух, которым дышу. А я говорю, простите, мы не духом дышим, мы вдыхаем кислород, выдыхаем гонекистый газ. Вот можете представить, что в зале сделалось. И еще сильнее. И хохот, и топот, замполит, видит такое дело. И так, я посмотрю на него, потому что я так, как шел, так иду, а замполит встает и кричит, а зал большущий. И он говорит, так, лекция кончилась, выгоняйте всех. И прапорщикам говорит, выгоняйте всех, все. И все люди стоят за рядов, я так иду, а я подхожу к нему, а на нем пятнами лицо стало. Наза как одненькие бегает, он растерялся. И я так подхожу, взрываясь с ним, а он замполит говорит, я хочу с ним побеседовать, то есть лектор хотел со мной побеседовать. А замполит говорит, не-не-не-не, как и лекции, все, уже кончилась лекция, хватит, собирайтесь. И нас выгнали. На второй день я иду на работу, подходит ко мне этот майор, который сказал, он мне посоветовал идти на лекцию и говорит, ну, Бойко, ты его и посадил. Точно с партии он полетит за эту лекцию. Я говорю, только не Бойко, это Бог посадил ее. Я говорю, я же не знал, даже вы мне сами сказали, что лекции я не знал. Я говорю, это Господь показал ему силу его. Он говорит, точно Бойко с партии полетит. И скажу вам, больше лекторов не вызывали. Ну, зато мне делали обыски сильные. Я много писал, конечно. И вдруг, скажу вам так уже, однажды приходит ко мне и говорит, дядя Коля, вас там обесделали, забрали все, что у вас было в тумбочке. И через день или два вызывает меня начальник режимной части. Я так показывает. Да, я помолился, пришел в штаб, как меня позвали идти, ваш штаб вызывает. Я думал, что на беседу какую-то. И помолился, подхожу, постучал начальнику режимной части. Он, вот, дядя, я захожу. Он говорит, Бойко, и стал возле дворей. Он говорит, Бойко, это ваша писанина? Я взял так блокнотик, меня забрали, тетрадь. Я много писал там. Я говорю, извините, я посмотрю. Он говорит, подойди, посмотри. Я подошел, я говорю, да, моя. И стал снова к дворям. Он говорит, Бойко, от этого все идет. КГБ. Вот так, как я, вот так она четко. А я говорю, начальник, у меня очень много забрали литературы. Я говорю, пускай ее это читают. А ее замкнуло. Он думал, что я буду проситься или что, и молчить. И я молчу, и он молчит. А потом говорит, ну хорошо, Бойко, если же ты веришь в Бога, где же твой Бог? У тебя же куча детей, жена мучается с ними. Ты же говоришь, что твой Бог всемогущий, всесильный. Почему он тебя не выявит из этого лагеря? Ведь он же всемогущий. А я думаю, что ж тупик? Я сразу к Господу. И мне сразу вспомнилась мысль, которую я читал, если кто-то читал, Марцинковского, академик еврей сам. Он в царской риме, есть такая книга у него, смысл страдания. Я когда-то читал, и мне сразу на память пришла, я говорю, жадный начальник. Я говорю, знаете что? Я, говорю, читал книгу Марцинковского, это, я говорю, наш брат, верующий еврей, профессор. И он в царское время ходил по тюрьмам, по лагерям. И где люди верили, он оставлял в Евангелии, и так с тюрьмы в тюрьму проповедовал Евангелия. Но это было, говорю, в царское время. А в наше время, я говорю, за какие бы деньги вы меня пустили сюда в лагерь проповедовать Евангелия? Не за какие. Я говорю, а смотрите, как Бог мудро делает. Я говорю, вы взяли, сделали меня преступником, посадили в лагерь, а в лагерь люди со всего Советского Союза. Я говорю, я бы их никогда в жизни, может быть, не видел бы. Да и вас бы, я говорю, не видел. А теперь вы меня посадили, и я здесь проповедую, и вы меня не выгоните, не имеете права. Я говорю, вы, будучи коммунистом, за какие бы деньги вы хотели читать религиозную литературу? Да не за какие, она вам противна. А вы отобрали меня, вы обязаны были прочитать, а теперь еще и вызвали, чтобы я вам засвидетельствовал. И давай ему говорить о Боге, о Христе. А он говорит, ты что, начинаешь меня агитировать? Я говорю, я не агитирую, я ему истинно говорю. Я говорю, для того, чтобы вы когда пристанете на судом, чтобы не сказали, чтобы не слыхали. А он говорит, выйди из кабинета, начинаешь меня агитировать. И так выгнал меня. Ну и скажу, через время мне прошло полсрока, и меня вызывает, этот, Невали, дядя Коля, вас вызывает в штаб. Я помолился, иду, когда мне говорят, вот здесь кабинет, приехала УДО, комиссия, суди приехали, значит, по УДО отпускают людей на свободу. И от него стучался, вот дети, я захожу, смотрю, суди сидят, полный кабинет начальника. Я говорю, извините, я заявление не писал, а там надо было заявление писать. А мой начальник отряда, старший линейный, говорит, Бойко, это я за вас написал заявление. А тут встает замполит, майор, и говорит, Бойко, мы вас призвали, признаете себя виновным, сейчас же выпустим на свободу. А я так посмотрел, ну, мысль сразу же быстро идет, и граждане судьи, потому что тут сидят судьи, я вижу прокурор, и не только я, граждане судьи, а все вы здесь сидящие, показываю так пальцем, вожу, придет время, когда признаете меня невиновным. А начальник режимной части схватывается, такой высокий мужчина, майор, говорит, Бойко, если даже все они, то я тебя никогда не признаю, что ты невиновным, всегда виновным будешь. Я говорю, придет время, когда и вы признаете меня невиновным. А тут встает прокурор, хотел мне задать несколько вопросов, а замполит, говорит, назвал ее по имени и отчеству, говорит, не задавайте ему вопросов, сейчас тут том линии начнут, сейчас Библию будет вам на память, говорит, пускай не хочет признать, пускай идет. И вот, братья и сестры, предлагали мне что? Признать, что я виновным. А если признать меня виновным, значит, признать, что Слово Божие, это не Слово Божие, и признать, что братья все страдают несправедливо. Я сказал нет. И так у меня, значит, я отбил, я конец этих судов и на Дальний Восток, скажу, и тут я отбил этот срок, приехал домой, а жена продала Вознесенский дом, потому что братья сказали, что детей сильно терроризировали, жену страховали, в общем, семью начали мы сильно терроризировать. И братья говорят, что лучше уезжайте, потому что тут вам покоя не будет. Жена продала там дом, купила в Одессе, не в самом городе, а в Одессе. И я приезжаю домой, и тут меня через два года снова суд, снова 10 лет. И когда меня досудили, подробностей не буду говорить, только скажу так, когда меня зачитали приговор, тоже в зал сюда не пускали никого, стояла милиция на дверях, никого не пускали. Я отказался от сюда. Я все дни в суде всегда был в посте. До суда и в свое время суда я был всегда в посте. И когда я зашел, я спросил, почему нет людей, прокурор говорит, до ваш суд никто не пришел. И я только сказал, раз такое дело, я видел, что были люди какие-то стояли. Меня судили на кабельном заводе в городе Одессе, а я работал на УЗРИ, Одесский завод резиновых изделий. И я говорю, граждане суде в таком случае отказываются сюда. Она говорит, это ваше право. А потом, когда зашла моя дочка плачет, говорит, папочка, на дверях стоит милиция, никого не пускает полно. И мама пришла, и братья пришли, и много людей из милиции не пускает. А я говорю, вот прокурор только что говорит, что никого нет. Я говорю, прямо в глаза говорит неправду. Ну, и судья зачитал список этих свидетелей, никого нет. И они выходят на перерыв, и запустили жену, запустили верующих, немного. А потом у меня суд шел этот день полностью, не состоялся. Они принесли на следующий день, потому что не было свидетелей. И на второй день многие наши братья, сестры пробрались помимо милиции в зал сюда. И когда зачитали мне 10 лет, 5 лет строго, 5 лет ссылки, и мне посыпались цветы и запили гимн, жизнь для Иисуса, если знает такой гимн. А зал намного выше потолок, акустика сильнейшая. Ну, и вы знаете, я думаю, каким голосом пели в такое время, в то время? На всю. А судьи, а так, судьи спереди, весь зал сзади меня, с этой стороны сзадом. Милиция, КГБ, работники завода моих, коммунисты, а этот зал почти все наши верующие. И как запели, я не успел глянуть глазами, а судьи как и не было на сцене. Сбежали. Прокурор сидел возле сцены, хромой такой, Жантека фамилия, как он выскочил на сцену, тоже не видел. Только начальник конвоя дал команду этих конвоя, берите его быстро под руки. И они меня взяли под руки, так, и держат, стоят, а цветы летят, гимн гремит. И когда кончил загин, а он, я вижу, собрались там два майора, и такой, этот капитан, и советуются. Так меня побоялись через зал везти, прямо по пожарной лесу, на втором этаже был суд, по пожарной лестнице, меня пусть спустили через сцену, воронок, и в тюрьму привезли. Я думал, что авария будет. Пикали все время всю дорогу в Одессе, чтобы давали им ход. Они сильно боялись, а вы знаете, я не видел, а уже потом мне рассказала, жена, вся улица была забита людьми, и они боялись, чтобы меня не перефатили. Ну, когда привезли в тюрьму, я сошел с воронка, вижу, начальник конвоя, капитан, бледный, как сцена, от испуга. И через недели, две, три, вся тюрьма гремела в Одессе, что на прессе посудили, как это, боговерующие, и пели какую-то песню, ну, как они говорят, революционную песню, что судьи убежали с сцены, это весь город слыхал. И вдруг меня везут, через время везут меня на место отбывания этого заключения, все посадили нас в вагон, зак, и приезли к станции, тут слышу стук, дядя Коля, дядя Коля, дядя Коля, папа, папа, что тебе принести? И мы в вагоне состучались, а полный вагон заключенных. Ну, и мы состучались, я говорю, что-нибудь там сахар, или что-то другого, и они часть побежала покупать, а часть осталась здесь, а заключенные говорят, слушайте, это тот дядя Коля, который на прессе судили? Я говорю, да. Дядя Коля, скажите, чтобы они пели ту песню, которую взяли сюда, пели, что милиция, это вся, это, судьи убежали. Я им говорю, вот ребята просят, чтобы весь пели тот гимн, который пели в зале сюда, и они начали петь. Очень понравилось заключенным, и даже солдаты, которые охраняют нас там в вагоне, там же за решеткой все, а потом они говорят, пускай поют еще. В общем, они пели до тех пор, пока не пришла милиция. Это было уже в 81-м году, в начале года. Пришла милиция, давай разгонять их, а с той стороны гонять, они отсюда, а вагон самый задний. И вот так гоняли, а с той стороны, за ту сторону, с этой стороны, на ту сторону, и все же поют на ходу. Правда, дети мои привезли, много кульков, там все было, печенье, сахар. Я дали капитану, начальнику конвоя, все это, но он мне ничего не дал, ни граммов, все забрал себе. Ну, это ему считается. И как только поезд строился, только тогда, милиция ничего не могла сделать. А заключенные торжествуют, говорят, смотри, какая молодежь, их милиции не боятся. И все время пели. Как-то поезд строился, и поехали. И мы до знамени, то есть до раздельной, доехали, это 100 километров, только остановился поезд, и тут бежит молодежь, и кричит, дядя Коля, до свидания. А заключенные говорят, ты смотри, какие они дружные. И тут его молодежь встречает. И, в общем, пока доехали им до Харькова, и в вагоне один из них говорит, братва, тетю Коля везут на Харькове, да, когда начальник зашел, я спрашиваю, кто вы такой? Я говорю, как это такое? Человек? Он говорит, вы что, педагог? Я говорю, нет, не педагог. А кто же вы такой? Я говорю, обыкновенный, нет, вы, наверное, поп? Я говорю, нет, не поп. А кто же вы? Я говорю, я пресс-фитер. Ну, он не понял, но откуда у вас такая молодежь? Ведь такой молодежи, где они учились? Это же студенческая молодежь. Я говорю, это наша христианская молодежь, которая воспитывается в церкви. Первый раз слышу такое пение, и такие дружные они у вас. Это их очень, так сказать, некоторых волновало, а некоторых, наоборот, радовало. Ну, и когда привезли меня в Харьков, и там сказали, чтобы меня охраняли, сказали, что смотри, чтобы дядю Коли не убежали на повриселках, и скажу вам, что до Хабаровска мне передавали, как эстафету. Знаешь, какой это эстафета? Как сядет в вагон. Говорят, здесь ездили Коли из Одессы, боговерующие. Я говорю, есть. Ну, когда хороший конвой, беседы на весь вагон. Плохой конвой, не разрешается. По закону не разрешается разговаривать, но когда хороший конвой, то они сами было интересовались. И вот таким путем вся дорога была в проповеди. С хорошим конвоем проповедовал, нет, значит, запрещает. Когда привезли меня в Коваровск на старт, я уже говорил, что старт, это поселок, где самый строгий режим на весь Советский Союз, где всех ломают. Всех ломают. Правда, в Средновске мне заключили и сказали так, дядя Коля, мы знаем, что таких людей, как вы, везут на старт и там всех ломают и вас будут ломать. Ну, я сказал, я готов на смерть, только не сдаваться. И когда привозят меня на старт, начальник берет мое дело и читает. А потом говорит, Бойко, ты что, веришь в Бога? Я говорю, да. У нас, Бойко, верить в Бога не будешь. Я говорю, а почему? Сломаем Бойко, сломаем, понял? Я говорю, я не ломаюсь, начальник. Сломаем. У меня молодости не сломали, а сейчас тем более. Говорит, посмотрим, пойдешь в ШИЗО, пойдешь, это штрафной изолятор, пойдешь в ПКТ, это помещение камерного, типа, до шести месяцев задают. А потом в Крытую пойдешь, а с Крытой придешь к нам обратно, там столбик постаньте, пока на кладбище. Я говорю, начальник, чем скорее вы меня, он когда сказал, что я сказал, не сломаю, а тогда знаем тебя. А я говорю, начальник, чем скорее вы меня знаете, тем для меня лучше, потому что для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий, переход в вечное бложество. Я говорю, подумайте, что вас ожидают. Посмотрим, посмотрим, не таких ломали. Ну, в конце ему говорю, знаете, что я, начальник, должен вам сказать, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного и идеологического бессилия. А в его жалваки заходили. Ну, посмотрим, марш, забирай вес и вещь, иди в барак. Я пришел в барак, я понял, братья и сестры, что данное указание любыми путями меня ломать. И я стал молиться Богу и сказал, Господи, Ты знаешь, что я двое суток в неделю пащусь. Среда я пащусь, как обычно, в семье пастили, в семьях наших. Пятницу о собственной силе, чтобы Господь давал, укрепил. А потом, я думаю, если только меня сломают, значит, так поведут братья этим путем. Потому что они знали, что я уже не один раз сидел, стойкий. И они решили, если бойко сломаем, то тогда всех этим путем сломаем. И я решил просить Господа, чтобы Господь дал мне еще хотя бы полсуток поста, чтобы лучше умереть, но не сломаться. То есть не дать повод, чтобы братьев этим путем вели. И вот я решил в воскресенье после обеда, значит, до обеда не принимать пищу, а после обеда принимать. И меня на второй день сажают в изолятор, а в изоляторе кормят через день. И так, в среду кормят, я не ем. Пятницу кормят, я не ем. В воскресенье кормят, половину не ем, а половину вторую ем. А потом, на следующей неделе уже другие дни. Так что я на следующей неделе уже кушал. И они, как увидели, что я не ем, говорят, о, так он сам сдохнет скоро. Ну и пошло. И пошло, скажу вам так, сокращая, скажу, что за 6 месяцев отсидел 11 изоляторов. Жизнь в изоляторе исключительно невыносимая. Прежде всего, холод и голод. И в шеи полно. Прямо на полу в шеи лазят. Там, когда заходишь в изолятор, одежу эту снимаешь, лагерную, одеваешь в ШИЗО. И написано ШИЗО. Три буквы. Штрафной изолятор. На всю спину краска написано ШИЗО. И на брюках, на коленке написано ШИЗО. И вот задеваешь эту одежду, она годами там не стиралась, не дезинфекцировалась. Возьмешь и так, она и стоит. Пот, грязь, кровь, шеи. Все это вместе. И вот так. Только я одел, тело у меня свежее. Я одел, зашел в камеру, а они как танки по мне. Представляете, свежее тело, они же голодные, потому что они в ящику лежат там годами. И в общем, такое состояние. И на полу спишь, там никакой койки нет. На полу, а пол холодный. И они считали, что если я 4 раза, 5 раз побуду в изоляторе, а там так, 3-4 раза побыл, обязательно воспаление, а потом туб, туберкулез, все. И там больше жизни нет. И они решили, что я, значит, стали меня сажать постоянно в изоляторе, только вышел снова в изолятор, только вышел 15 суток в изолятор. Но я уже бывалый в этих вопросах, Господь меня умудрил. Я скажу вам, что живот наш, это котел. Его не простудишь. Может быть, на будущее молодежи нашей это будет полезно. Я прихожу, допустим, садись там прямо на пол, то если еще пол такой цементирует, то еще ничего. А если асфальт, то садись, держишься руками за пол, а потом что? Лицо берешь, и пока видишь 15 суток негр, там не купают, не стирают, не броют, ничего. По полу вши лазят, тут же тебе туалет, тут тебе кушать, когда кушаешь. И, в общем, я ложусь на живот, животом час примерно лежу на холодном полу, нагреет, живот передает тепло. Потом я ложусь на спину или на бок, и я избежал таким путем туберкулеза. И они удивлялись, как? Все люди почти, те, которые сидели в изоляторах, по несколько разов, они все прошли через туберкулез, то есть все до кладбища пошли. Ну, я не удивляюсь, как это мог, я избежать этого. Ну, конечно, были такие факты, что я заболел, а мне Господи селил сразу. И скажу я, и когда они, однажды, я за 6 месяцев сидел, 11 изоляторов, за 6 месяцев. А врачи вычитали, что-то физический человек не может столько выдержать. Ну, и благодаря тому, что молились и постились о нас, и Господь давал мне силу и крепость, и я вам скажу, что, я уже говорил, то скажу, что было такое время, когда неоднократно я в изоляторе, а так дрожал по 15 суток, а спать я мог. Самое большее, это 30 минут. Там не поспишь, как заяц. Ну, и от радости плакал, что меня удостоил Господь такой чести страдать за Христа. И я только говорю, что я не достоин тех страданий, которые Господь страдал. Я еще далеко не до этого. Я готов был, пускай бы казнили, что хотели, но чтобы братья моих этим путем не вели. Я на все был готов. И вот однажды я зазываю меня начальник, и говорит, Бойко, в кабинет. Только я вышел с изолятора, он зазывает меня, и говорит, Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, то есть не станешь с нами работать, значит, мы о тебе в лагере такой распространим, что ты все равно к нам будешь бежать искать спасение. Я говорю, начальник, я говорю, в лагере люди, психиатры не хуже, чем я. Они сразу человека определяют, особенно блатной мир. Это люди очень такие тонкие. Я говорю, а если бы вам и удалось наклеветать на меня заключенным, то я говорю, я в лагере умру, или пускай зарежут, или сожжут, или что угодно, но к вам спасение, они будут бежать искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе. И я говорю, и для меня смерть не конец моей жизни, а конец моих земных страданий и приход в вечное блаженство. Он говорит, посмотрим. И правда скажу вам, хотели устроить бунт, приписать мне, и вызывали людей, и обещали давать свободу, только скажите, что Бойко был за баней, устроил бунт. И в лагере сказали так, если только доктор, кто не дедикольный, наклевещит, всем бошки поснимаем. Приехал прокурор, и обещает свободу, людей набили в изоляторе полно. Не хочешь? В изолятор. Вот скажешь, сейчас спускаем на свободу. Вот такое условие давали заключенным, но никто на меня не пошел клеветать, а надо было только два лжи свидетеля, строк готов. Но заключенные настолько отстаивали, это так Господь расположил, по болитвам вашим, что заключенные видели стойкость мою, они уважают таких людей. И меня с этого лара увозят, а когда стали сыпаться протесты, так они его увезли, а сами пишут, что это ложь, у нас такого не существует. Увезли, а потом пишут, что это неправда, у нас такого нет. И меня увозят, значит, в Хабаровск на присылку, за три недели два человека показаны на присылке, один в Тарин, один в Комсомольске, на Амуре, а потом в Матвейку, с Матвейкина, в Савгавань, в Савгавань снова меня начали сажать, так же само, и скажу вам, один замполит, майор, вызвал меня. Я так кулаком, как стукнет по столу, Бойко, почему на политику не ходишь? Я говорю, потому что я верующий человек, мне политика ваша не надо. Он как стукнет, еще раз кулаком, ты знаешь, что советская власть сильна, а так крепка, и мы вас все равно сломаем, я говорю, журналистичник, бесполезно, сломаем Бойко. Я говорю, журналистичник, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог, а он говорит, да. Я говорю, вы историк? Он говорит, да. А я говорю, вы знаете, такой был чергисхан в свое время? Он говорит, знаю. Я говорю, а вы знаете, кто были римляне в свое время? Тоже знаю. Я говорю, а где не сейчас? Он молчит. Я говорю, журналистичник, майор, придет время, когда так посмотришь на вас, вот так показывает, а вас и не увидишь. А он, ах ты антисоветчик на меня. Я говорю, журналистичник, майор, вы извините, я говорю, вы человек грамотный, вы знаете, что мы живем в временном мире, а в временном мире нет ничего постоянного. Да, вы сегодня сильные, так я говорю, крепкие, но придет время, я снова так же показываю, но придет время, я говорю, так посмотришь на вас, а вас и не увидишь. Он вон с кабинета и выгнал. Ну, думал, посадить? Нет, не посадил. И меня в скорости с этого лагеря забирают, вывозят снова на старт. Это было уже в 83-м году. И тут я только привозят меня, как увидела администрация старта, о, Бойко, снова к нам. И говорят, теперь, Бойко, мы теперь тебя добьем. Хочешь, не хочешь, все. То есть, дополагривать, доконаем. Ну, и скажу вам, братья и сестры, я забыл счет изолятором, забыл счет ПКТ. Ну, и благодарение, я снова же говорю, молитвам вашим, Господь давал силу и крепость, хоть был и худой, очень худой, шкурой кости, как было здесь, в концлагере, в Германии, так было в концлагере, советском концлагере, шкурой кости. Ну, благодаря молитвам я был бодрый, то есть, я готов был с радостью умереть. Только, чтобы братья не тащили этим путем. И скажу вам, однажды вызывает, у меня, правда, начальник мой отряда, приходит ко мне, говорит, Бойко, напишите объяснение, почему вы не ходите на политику. Я говорю, сколько могу вам писать? Еще с 41-го года я говорю, сколько писал, я вас прошу. И стал умолять меня, чуть ли не умолять, Бойко, я прошу, напишите. Я вас прошу, напишите объяснение. Я обычно объяснение писал так. Я, Бойко Николай Рафеевич, так и так, такого года рождения. Значит, и пишу, что за учение, незаконно осуждены по такой-то статье. И пишу, я за учение Христа готов не только страдать, не готовы умереть. Вот так, как я говорю, так я писал. И пишу, а кто же вы такие, когда вас еще никто не гонит, а вы уже извратили марсистскую ленинскую идеологию, декрет Ленина, Конституции и все, что Ленин говорит на память, все пишу на двух листках архитектической тетради в каждую строчку. Вот можете представить. И в конце тоже пишу, и должен вам сказать, что словно, что всякое ваше насилие является вернейшим признаком вашего умственного идеологического бессилия. Я дал ему. Он понес на штаб, в штаб туда, на следующий день вызывает меня по селектору. Я помолился, захожу в штаб, постучался к начальнику, он говорит, войдите. Я захожу, смотрю, сидит подполковник, вот так обрастет руки, и моя объяснительная в развернутом состоянии, он читает ее. И два майора по коридору, то есть по кабинету ходят туда-сюда, а я этим моментом что делаю? Полюсь. Молюсь. Самое главное, чтобы нам быть молитвой, то есть в контакте с Господом. И вот один майор подходит ко мне, говорит, Бойко, вы там пишете, что вы убежденный христианин. А я говорю, да. А вот чем вы нам докажете сейчас, что вы убежденный христианин? Я говорю, там же ясно написано, он говорит, что-то чепуха. Вот представьте, чем в кабинете можно доказать? Я сразу к Господу мыслю, говорю, господи, помоги. И как с картотеки? Я говорю, скажите, пожалуйста, а вы коммунист? Он говорит, да, коммунист. Я говорю, вы убежденный коммунист? Он говорит, да, убежденный. Я говорю, так вот, чтобы определить, кто остался убежден, а кто нет. И я говорю, если вас и меня сейчас поставить к стенке, я так показываю, сразу определиться, кто остался убежден, а кто нет. А он говорит, 15 суток ему изолятора. Начальник отряда берет меня за рукав. Бойко, пошли в изолятор. Я говорю, начальник, ведь они же приехали с мной беседовать, переубеждать меня. Я говорю, мне интересно с ними беседовать. Я говорю, идем, Бойко, идем, а то что добавлять? Я говорю, так пускай добавлять хоть и сто лет. Я говорю, что такое тысячу, то есть вечность, потому что не сто лет. А он говорит, забираю этот бойор, забираю, пускай идет в шею кормить. И мне дают 15 суток. Ну и много таких было фактов. И вот сидел я 15 суток, потом ПКТ сидел, когда я выхожу из ПКТ, и встречает меня предработник и говорит, Бойко, кончил срок. Я говорю, да, Бойко, вам предстоит свобода. Есть приказ, значит, а я уже стал инвалидом вторгупы. Это я не рассказывал, что у меня стала приключилась гипертония, ужасные приступы, потом инфаркт. И, в общем, дошел я до ручки, как они говорят. И он говорит, вам, значит, меня уже записали о том, что я инвалид, пожизненный инвалид второй группы. И он говорит, вам предстоит свобода. Инвалидам первой второй группы, участникам войны, это было в 85-м году на 49-е победы над Германией. Вы имеете шанс выйти на свободу, так и говорите. Но одно но. Откажитесь, мы сразу вас выпускаем. Я говорю, начальник, никогда вечную жизнь променять на эту временную свободу никогда не променяй. Он тогда говорит, в таком случае, Бойко, будем судить. И прямо говорит, кое-что за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, за 3 года, как-нибудь, Бойко, все меры применим, всю свою способность применим, но вас все равно сломаем. Я ему говорю, начальник, бесполезно. Я не ломаюсь. Не сломаем? Я говорю, нет. Знаем, Бойко, а на свободу тебя уже не будешь. И говорит, иди в лагерь. Я пришел в лагерь, когда через 2 или 3 дня бежит дневальный, кричит, дядя Коля, вы в списке есть первые, 28 человек на свободу идут. Но я говорю, как господу угодно. Когда через несколько дней вызывают нас всех 28 человек в штаб, и нас фотографируют, одевают на мне макетик, рубашечку, не рубашку, а просто макетик, галстук, как она порядочная, и коцает фотоаппарат на свободу, на документы. И тут меня через время, это было где-то 9 мая 85-го года, а 18-го вызывательный майор, замполит колонии, к себе в кабинет, и давай со мной беседовать. И говорит, Бойко, значит, вы фотографируете? Я говорю, да. Подает аппетит свободы. Я говорю, да, значит, пойдете на свободу? Я говорю, не знаю, как господь смотрит. Он говорит, Бойко, вам предстоит свобода, но от вас зависит. Я говорю, как от меня? Одно но. И снова но. А что за но? Он говорит, вы откажитесь, и вас выпускаем. Мы вас выпускаем, только откажитесь. Я говорю, нет, начальник, вот променять вечную жизнь на эту временную свободу никогда. И он тогда говорит, Бойко, ну поймите, вы в душе верите, а откажитесь, а там себе поступайте, как хотите. Я говорю, нет, извините, если коммунистам можно лгать и лицемерить, то для меня это грех. Он тогда говорит, слушай, почему ты такой упертый? Я говорю, начальник, я не упертый, я уверен христианин, я убежденный христианин, и я знаю, что есть вечная жизнь. И он, вы знаете, как начал задавать мне вопросы, четыре часа с лишним у нас была беседа, и я ему, в общем, майору этому рассказал план спасения от сотворения Адама до того дня. И он слушал очень внимательно, вопросы задавал, разные вопросы. А потом говорит, Бойко, если только все, что ты мне говорил, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю, да, начальник, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы. А он тогда говорит, Бойко, так вот я должен тебе сказать, прямо говорит, я уважаю таких людей, но, вот так палец народ, я должен тебе сказать, это был Андропов тогда президентом, говорит, из Москвы данное указание, прямо так говорит, чтобы вас любыми путями, любыми методами сломать. И сломают, Бойко, говорит, прямо, ты знаешь наш строй, применять все, и тебя все равно сломают. Я говорю, ранджальник, бесполезно. Он говорит, если не сломают, тогда знаять. А я ему говорю, чем скорее, тем лучше. И, в общем, такая была у нас беседа. Он тогда говорит, Бойко, если только так, то я тебе скажу, держись. И дает мне руку, до свидания. Это было 18 мая, 28 мая, меня забирают в город Комсомольск, и мне следствие, ведут следствие. И вот однажды я зазываю меня начальник, говорит, Бойко, в кабинет, только я вышел из изолятора, он зазывает меня и говорит, Бойко, если не пойдешь с нами в ногу, то есть не станешь с нами работать, значит, мы о тебе в лагере такой распространим, что ты все равно к нам будешь бежать и искать спасение. Я говорю, начальник, я говорю, в лагере люди, психиатры не хуже, чем я, они сразу человека определяют, особенно блатной мир, это люди очень такие тонкие. Я говорю, а если бы вам не удалось наклеветать на меня заключенным, то я говорю, я в лагере умру, или пускай зарежут, или сожжут, или что угодно, но к вам спасение, они будут бежать искать. А почему? Я говорю, потому что я уже спасен. Если меня завтра убьют, я буду на небе. И я говорю, и для меня смерть, и конец моей жизни, и конец моих земных страданий, и переход в вечное блаженство. Он говорит, посмотрим, и правда скажу вам, хотели устроить бунт, приписать мне, и вызывали людей, и обещали давать свободу, только скажите, что Бойко был за баней, устроил бунт. И в лагере сказали так, если только доктор, кто не дедиколер, а клевещет, всем бошки поснимаем. Приехал прокурор и обещает свободу, людей набили в изолятор полно. Не хочешь, в изолятор. Вот скажешь, сейчас пускаем на свободу. Вот такое условие давали заключенным, но никто на меня не пошел клеветать, а надо было только два лжесвидетеля, строк готов. Но заключенные настолько отстаивали, это так Господь расположил, по болитвам вашим, что заключенные видели стойкость мою, они уважают таких людей. И меня с отолара увозят, а когда стали сыпаться протесты, так они его увезли, а сами пишут, что это ложь, у нас такого не существует. Увезли, а потом пишут, что это неправда, у нас такого нет. И меня увозят, значит, в Хабаровск на присылку, за три недели два человека показаны на присылке, один тарин, один из Комсомольска на море, а потом Матвеевку, с Матвеевкина Савгавань, Савгавань снова меня начали сажать, так же само. И скажу вам, один замполит, майор вызвал меня. И вот так кулаком как стукнет по столу, бойко, почему на политику не ходишь? Я говорю, потому что я верующий человек, мне политика ваша не надо. Он как стукнет еще раз кулаком, ты знаешь, что советская власть сильна, вот так крепка, и мы вас все равно сломаем, я говорю, «Раженачальник, бесполезно, сломаем бойко». Я говорю, «Раженачальник, вы, кажется, мне говорите, что вы педагог, а он говорит, да». «Вы историк?» – «А он говорит, да». «А я говорю, вы знаете, такой был Чиргизхан в свое время?» – «А он говорит, знаю». «А вы знаете, кто были римляне в свое время?» – «Тоже знаю». «А где они сейчас?» – «Он молчит». Я говорю, «Майор, придет время, когда так посмотришь на вас, вот так покажешь». И, в общем, дошел я до ручки, как они говорят. И он говорит, вам, значит, меня уже записали о том, что инвалид пожизненный инвалид второй группы, и он говорит, вам предстоит свобода, инвалидам первой второй группы, участникам войны, это было в 85-м году на 49-е победы над Германией, вы имеете шанс выйти на свободу, так и говорить. Но одно но. Откажитесь, мы сразу вас выпускаем. Я говорю, начальник, никогда вечную жизнь променять на эту временную свободу никогда не променяю. Он тогда говорит, в таком случае, Бойко, будем судить. И прямо говорит, кое-то за 5 лет мы вас не сломали, статья до 3 лет, за 3 года как-нибудь, Бойко, все меры применим, всю свою способность применим, но мы вас все равно сломаем. Я ему говорю, начальник, бесполезно, я не ломаюсь. Не сломаем? Я говорю, нет. Знаем, Бойко, а на свободу тебя уже не будешь. И говорит, иди в лагерь. Я пришел в лагерь, когда через 2 или 3 дня бежит инвалид, кричит, дядя Коля, вы в списке есть первые, 28 человек на свободу идут. Но я говорю, как господу угодно. Когда через несколько дней вызывают нас всех 28 человек в штаб и нас сфотографируют, одевают на мне макетик, рубашечку, не рубашку, а просто макетик, галстук, как на порядочную, и коцей фотоаппарат на свободу, на документы. И тут меня через время, это было где-то 9 мая 85-го года, а 18-го вызывательный майор, замполит колонии, к себе в кабинет и давай со мной беседовать. И говорит, Бойко, значит, вы фотоаппаратились? Я говорю, да. Подает аппетит свободы. Я говорю, да, значит, пойдете на свободу? Я говорю, не знаю, как господь смотрит. Он говорит, Бойко, вам предстоит свобода, но от вас зависит. Я говорю, как от меня? Одно но. И снова но. А что за но? Он говорит, вы откажитесь и вас выпускаем. Мы вас выпускаем, только откажитесь. Я говорю, нет, начальник, вот променять вечную жизнь на эту временную свободу никогда. И он тогда говорит, Бойко, ну поймите, вы в душе верите, а откажитесь, а там себе поступайте, как хотите. Я говорю, нет, извините, если к коммунистам можно лгать и лицеберить, то для меня это грех. Он тогда говорит, слушай, почему ты такой упертый? Я говорю, начальник, я не упертый, я уверен христианин, я убежденный христианин, и я знаю, что есть вечная жизнь. И он, вы знаете, как начал задавать мне вопросы? Четыре часа в следующем у нас была беседа, и я ему, в общем, майору этому рассказал план спасения от сотворения Адама до того дня. И он слушал очень внимательно, вопросы задавал, разные вопросы. А потом говорит, Бойко, если только все, что ты мне говорил, это правда, то ты самый счастливый человек на земле. Я говорю, да, начальник, я самый счастливый человек на земле, кроме этой робы. А он тогда говорит, Бойко, так вот я должен тебе сказать, прямо говорит, я уважаю таких людей, но, вот так палец народ, я должен тебе сказать, это был Андропов тогда президентом, говорит, из Москвы данное указание, прямо так говорит, чтобы вас любыми путями, любыми методами сломать. И сломают, Бойко, говорит, прямо, ты знаешь наш строй, применит все, и тебя все равно сломают. Я говорю, ранджальник, бесполезно. Говорит, если не сломают, тогда знаять. А я ему говорю, чем скорее, тем лучше. И, в общем, такая была у нас беседа. Он тогда говорит, Бойко, если только так, то я тебе скажу, держись. И дает мне руку, до свидания. Это было 18 мая, 28 мая, меня забирают в город Консомольск, и мне следствие, ведут следствие. И, так, сокращаю, потому что время. И, когда дали мне обвинительное, я объявляю пост до суда, а мне говорят заключенные, дядя Коля, 45 минут вы выйдете, 45 минут лагерная статья, вас быстро судят. А меня судили два дня. И вот за два дня, когда судья начала задавать мне вопросы, почему я на политику не сходил, я еще буду в песте. И, в общем, как начала задавать вопросы, первый день все были вопросы-ответы. И она только мне говорила, Бойко, громче. А на суд приехала моя жена в Когрудку, в самой санамбуре, и дочка. И, в общем, переводит суд на второй день, а у меня пост в третьей сутки. И вот на второй день сюда, она снова мне подготовилась, видно, за ночь, и начала мне задавать более такие научные вопросы, и я ей стал отвечать. В общем, почти день подходит к концу, и она говорит, Бойко, Фатид, ты фанатик, умрешь, снишь, и на этом все. А я говорит, атеистка, тоже умру, снив, никакого Бога нет, никакой зарубной жизни нет, как начало там. А я думаю, что же я отвечать на это? И тогда мне Господь дает такой вопрос, задает, я и спрашиваю, граждане судьи, если вы говорите, что там никакой зарубной жизни нет, никакого Бога нет, никакого суда не будет, никакого рая нет, а вы в газетах, в журналах, в книгах, по телефону, то есть по радио, по газетам пишите, что человек посеет, то и пожнет. Это правда? А судья говорит, правда. Я говорю, тогда граждане судьи, да, прокурор встает и говорит, вот ты, Бойко, там в лагере сел свою пропаганду, а сейчас пожнешь срок. Я говорю, гражданин прокурор, вы тоже верите, что человек посеет, то и пожнет? Он говорит, да. Я говорю, тогда граждане судьи, ответьте на вопрос. Я говорю, лично знаю людей, которые занимали высокие государственные посты, совершали ужаснейшие преступления и никогда за их не отвечали. И когда они умерли, их они ли с почестями, как хороших людей. А только после смерти узнали, какими ужасными преступлениями они занимались, эти люди. Они уже умерли. Скажите, пожалуйста, когда они пожнут? Судьи молчать. А в зале сидит жена моя, много людей, и, знаете, такая тишина сделалась, думаешь, что же они ответят. А судьи молчать. И минут пять молчок такой, потом я нарушаю молчание. Граждане судьи, так вы признаете, что за всякие деяния человек должен получить воздаяние. А судьи говорят, да. Я говорю, тогда скажите, когда эти люди пожнут, то, что они сели? Ведь они страшные преступления делали. И их уже нет, они умерли. Когда они пожнут? Они никогда не сидели в террории, никогда не страховали. Судьи молчать. И такая пауза длительная. Я тогда говорю, граждане судьи. Коли вы молчите, то на этот вопрос отвечает сам Бог. И цитирую. Девятая глава евреям. Я говорю, Библия написана, девятая глава евреям, 27 стих написано. Что положено человекам однажды умереть, а потом суд. Граждане судьи. И что люди на земле посеют, то на небе пожрут. А выречесли пожрут. Поняли? Они сами себе ответили. Им было стыдно признать что-то. Ну и когда я стал говорить, а прокурор, да. И судья говорит, бойко, хватит, хватит, хватит. Ты уже за два дня хватит. Ты фанатик. Умрешь, сделаешь и на этом все. А я, говорит, атеистка тоже умру, с ним все этот Бог. Ну и потом, говорит, продолжайте защитную речь лучше. Я говорю защитную речь. А потом говорю, а я защитную речь, что у меня был конспект такой. И написал, Господь мне дал на память, хорошее стихотворение написать. Я вражение судьи, а у меня последняя речь кончается стихотворением. Она говорит, пожалуйста, говорите. И там начинается стихотворение, это с псалма нашего христианского. А потом идет такое там изучение, я расскажу вам. Начинается так. Есть много на свете прекрасных учений. Как с горем бороться, как зло победить. Но много и много прошло поколений, а люди не могут, не злобствуя жить. Христово учение все люди узнали. И с этим учением в разрез все идут. Бессильного давят, предсильным смолкают, а слезы людские текут да текут. Итак, прокурору говорю, неужели так трудно с неправдой расстаться? Неужели так трудно другим не вредить? Неужели так трудно от зла отказаться и всех, как велел Бог, по-братски любить? Сегодня нас снова в тюрьмы бросают за то, что мы жертвенно служим Христу. С друзьями и семьями нас разлучают. Но твердо стоим и всегда на пусту. Говорю, церковь Христова непобедима. С нами Спаситель, Он верный на щит. А стрелки виты, коварство и насилие, рукой свою Он нас защитит. И эту защиту увидите вскоре. Потом Христосерковь к себе заберет, а землю постигнет ужасные горы. Блажен, кто путь истины ныне найдет. Вот снова и снова за истину Божию. И в старости лет я ринулся в бой. За церковь Христову, за братство родное, я говорю, я с радостью жертвую снова собой. А Сыня говорит, бойко, дайте, дайте. Я припишу, руки протягивает. Я говорю, пожалуйста. Она берет этот лист и дает секретарше, говорит, перепиши, а это обязательно сейчас. И там еще у нее есть в деле одно стихотворение, хорошее, она понравилась. Но я не сказал вам, когда ко мне приезжали два политодела майора, то они говорили, что в Библии полно противоречий. А я говорю, в Библии противоречий нет. Они мне сказали, говорят, а вы что думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Говорю, мы тоже читаем. А почему это у вас нет, а у нас есть? Что у вас другая Библия? Он говорит, не майор. А я говорю, нет, Библия одна. А почему это? Что вы думаете, что мы не читаем Библию? Я говорю, не знаю, читаете или нет. Читаем, говорит, бойко. И хорошо читаем. И знаем, что там полно противоречий. Я говорю, я еще раз говорю, что в Библии противоречий нет. А почему? У вас есть, у нас есть, а вас нет. Я говорю, потому что вы читаете Библию без веры. А я говорю, а я читаю Библию с верой. А вера – это контактный ключ с Богом и Его Словом. Я говорю, вера – это растворитель, а поскольку вы плоским умом читаете, вам там противоречия есть, а в Библии фактически противоречий нет. И когда он стал мне говорить, то есть я ему стал свидетельствовать о Христе, и много я ему стал рассказывать, кто такой Христос, что он пришел на землю, и он тогда говорит, Бойко, все это басни, все это басни. Я говорю, начальник, извините, я говорю, когда учился в школе, мы изучали басни Крилова, другие басни, у вас от Львова до Владивостока полные магазины лежать басни всякие, но я никогда еще не слыхал и не видел, чтобы человека за басни судили. А что это за басни, что вы за них судите? А говорит, ишь ты какой! И вызывает начальника, и стал говорить, начальник, ты, Бойко, когда сажаешь в изоляторе, не вызывай своих отрядных, а то они их приделают, а то они их превоспитают. И вот там на спине багаж, ой-ой-ой. И на эту тему я написал стихотворение. Семь куплетов, правда, помню только последний, потому что меня перефатили. И там такие слова. Все в дома мы входим дверью, стенки лбом не прошибешь, так и Библию без веры век читай, не поймешь. Ей понравилось это, перепиши. И она пришла, а прокурор встает, говорит, граждане судьи, прошу учесть лично с подсудимой Бойко дать ему на всю катушку. А судья говорит, он едва не вижит, куда ему уже давать шкурой кости. И пошли на совещание, когда выходят, зачитывают мне два года строго режима и пять ссылки неотбитых, а дочка расстебает плащ, вынимает букет святого и говорит, папочка за божество и стойкость. Прямо на суде. Они повернулись, судьи ушли, а Кадмур говорит, Бойко, давайте все кушать, чтобы принести все, давайте кушать. А я трое суток в посте, это еще июль месяц, жаркая погода была. В таких случаях кушать не хочется, только пить хочется. Но я говорю, мне покушать не надо, только пить. Я говорю, давай-давай, бери все, что принесла жена, привезла. Я взял, зашел в комнату специально, покушал, потом говорю, начальник, я уже покушал, выводи. Он открывает камеру, один идет впереди с автоматом, а тот отступил, чтобы я вышел. И взял с собой цветы, так и дюл, и по коридору пока шел, они не видели, как вышел в зал сюда. А он увидел сзади, что я с цветами, и кричит перед ним, подожди, стой. Он говорит, Бойко, мы вас уважаем, мы таких людей уважаем. Ну, представьте, мы выходим в центр города Комсомольска, как же нам у вас уйти с автоматами, руках и цветами? Я говорю, начальник, это же дочь и подарок. Я говорю, для меня это очень ценный подарок. Дочь подарила подарок. Говорит, Бойко, ну поймите, вы знаете, что нам будет? Я говорю, ну я представляю, что вы, ну а куда я дену? Он говорит, ну представьте, в городе выйдет, что вы с цветами, а мы с автоматами. Да. Он говорит, тогда отдайте кому-нибудь. Я руководит дам, я гляну, никого нет. Я говорю, ну положите на скамейку. Я положу на скамейку, скажу вам, пока мы шли по середине города, по центру, они шли как по уставу, один спереди, другой сзади с автоматом, как самого страшного преступника. А когда зашли уже в парк, они автоматы через плечо, и так с левой стороны идут обои. И вопрос, они слышали весь суд. Вы знаете, у них столько возникло вопросов, интересных вопросов. И они с такой жаждой беседовали со мной, пока не пошли до тюрьмы. Подходим к тюрьме, а жена как увидела, что я иду с ними как с друзьями. Говорит, ой, Николай, Николай, если бы не знали, что тебя так будет вести кормой, мы остались с тобой, вышли рядом. Меня завели в тюрьму, обе сделали, все забрали. Ну и скажу, меня отправили потом на Эльбан, и вот два года тоже. Я забыл счет изолятором, забыл счет ПКТ, сколько было. И, в общем, у меня там инсульт приключился, парализовал левую сторону. Я написал Новосибирск и Омск, что я нахожусь в больнице парализованной. Меня когда привезли, я, правда, когда принесли, меня привели в санчат, начальник стал исследовать, но я стал молиться, чтобы он мне уколы не давал, потому что я знал, что если работник ЕГБ даст ему указание сделать мне укол, сделать меня тем, чем они хотели, я отказался. Начальник санчасти, капитан, и когда привели, он сразу пульс пощупал, потом проверил давление, потом прослушал меня, и говорит, давайте быстрее мы шприцы. То есть шприцы давайте, мне сейчас уколы делать будем. Я говорю, начальник, я говорю, извините, я от уколов категорически отказываюсь. Он говорит, почему? Я говорю, потому что у меня есть врач, всем врачам врач. Я говорю, Христос. Ну, я ему объяснил, такой Христос, он так посмотрел на меня, и говорит, ну, раз такое дело бойко, тогда я тебе не буду делать уколы, а таблетки я тебе буду давать. И положили мне в палатку, я написал сразу письмо в Новосибирск, Омск, и он сразу написал наряд на меня, потому что он боялся, что КГБ заставили его там делать уколы. И он сразу написал на меня наряд, на беру, Беребежан, это краевая больница Хабаровского края для заключенных. И меня через три недели, меня Господь исцеляет. Правда, были у нас там уже приближенные, человек 12 в лагере, когда я приехал, то есть там покались, когда я был там за это время. Они тоже молились, потом их час раскидали, со мной было три осталось. Они меня всегда посещали, молились вместе. И тут приходит наряд, меня везут, да, и я уже, до наряды, я уже стал ходить. То я не ходил, левая сторона полностью была парализована. И они удивились, правда, что полгода людей колет, ничего не получается, а тут только три недели уже и выздоровел. Я говорю, у меня есть Бог, то есть Господь всем врачам врач, всем врачам врач. И когда меня привезли на Бирбиджан, а там же сразу надо анализы делать, и меня сестра старшая взяла, садись бойко, я села, она помазала спиртом, давай проколол один палец, а кровь не идет. Она проколола второй палец, кровь не идет. Она кричит, Маня, Таня, Надя, иди сюда. Когда подбегали все сестры в больнице, и говорят, что делать, ее кровь не идет, мне надо лазить брать, а ее кровь не идет. А эти сестры говорят, а вы мащите. Я начал махать, махать, чуть-чуть набрали, она потом проколол третий палец, они говорят, а вы трите. Я начал так тереть, тереть, в общем, пока не набрала ту рубрилочку, стекленку, ну, вы знаете, наверное, рубрилку, как берете. И она тогда говорит, слушайте, где ваша кровь? Говорит, не видели мы еще такого человека, чтобы крови не было. На анализе нет крови. Я говорю, моя кровь в изоляторах осталась. Ну, на третий день мы звонили, начальник, вернее, врач, терапевт, прослушала меня и говорит, бойко, у вас инсульта нет, а гипертония у вас будет до смерти, и сердце ваше никудашнее. Потому что у меня инсульт, то есть инсульт, значит, этот, хотел бы стаскать, инфаркт и гипертония была. И потом меня выписали из больницы, и я когда, значит, мне когда, значит, уже этого Эльба не было, и я дошел до того, что врач, у меня кончается срок, два года, приходит прокурор города Амурска и говорит, бойко, то ваш срок подходит к концу, я говорю, да. Так вот, бойко, как вы решили, сделали вывод? Я говорю, сделал. Пойдете на свободу, откажитесь, я говорю, извините, я такие вещи не иду. А он говорит, так вот, знай, бойко, теперь уже не три года, а пять лет. Я говорю, ты прокурор, я говорю, если даже сто лет, то что такое сто лет по сравнению с вечностью? Так, говорит, ну что, остается в таком же убеждении, я говорю, я еще лучше утвердился в этом. Говорит, но, бойко, знай. И, конечно, они хотели что-то сделать, но дело в том, что уже тут, видно, они шли эти разговоры о том, что будем пускать братьев. И меня начальник санчасти берет без конвоя, прямо говорит, что мне не надо конвой, хотя бы я довез досылку, потому что два года я отбыл. Тоже изолятор, я потерял счет, ПКТ тоже самое по шесть месяцев сидел. И меня, значит, без конвоя забирает на самолет и меня отправляет в полуостров Аян. Это недалеко от Японии, аж туда под Копчатку. Привезли меня туда, там сразу у меня ополчились. Ну, хотели, чтобы мне еще добавили срок, чтобы я устроился на работу, мне уже было 73 года. Я пришел к прокурору, сказал, что так и так, а я фактически у меня второй группы. А мне сняли эту группу и сказали, что будешь работать. И потом мне как посыпались бандероли со всех концов, из Германии, со всех из Америки. И я обстановил весь поселок литературой. И почту всех, и милиция вся читала. В каждом доме была не одна даже Библия. И они потом изменили ко мне взгляд, потому что я уже был почти год. Увидели, что я не такой страшный, как меня рисовали. И тут приходит начальник милиции и говорит, Бойко, ваших всех братьев, сестер выпустят на свободу. Есть приказ, а вас не выпустят. А я так поднял руки и говорю, слава Богу, что братья и сестры будут на свободе. А я говорю, сколько, Господи, приезд только буду. Ну, говорю, а на побывку можно поехать? Он говорит, не знаю. И ушел. Через три дня призывает меня в милицию и говорит, Бойко, я позвонил в управление, вам все-таки разрешили посетить дом. Ну, вызвал коменданта и спрашивает, ну, сколько дадим Бойке домой поехать? А на этапе были все-таки, как Бойко, это в милиции не надо было. И он меня спрашивает, ну, сколько вам Бойко? Мысль хватит, ярухатит. И мне пишут, значит, маршрутку, и дают, значит, справку, чтобы меня нигде не задерживали. И я приезжаю домой, встречаюсь, еще приехал в Боринске, освободился, еще поехал в Молдавию, в Боринске, встречаюсь, освободившись с поселения. Поехал в Вознесенск, приезжаю из Вознесенка, а жена говорит, Коля, пришла телеграма, срочно, чтобы ты приезжал в Айян, забирал документы. Я поехал, забрал документы, приехал домой. И вот в 91-м году меня вызывает председатель реабилитационной комиссии города Одессы. И говорит, Бойко, вам пришла реабилитация. Я говорю, а зачем мне реабилитация, когда меня сделали инвалидом пожизненной второй группы, она говорит, а вы пенсию получаете? Я говорю, ни копейки. Мне вообще не давали пенсию. Он говорит, так вынесите в себе эту справку, вам будут давать пенсию. Я понес, мне говорят, да, будем давать. Через время вызывайте счет, вам еще одна реабилитация. Этот председатель реабилитационной комиссии города Одессы. Я и ту понес. Через время вызывайте еще раз, говорит, Бойко, вот вам еще пришла одна реабилитация. Мне четыре раза судили, все четыре раза реабилитировали. Он говорит, так вы еще пристали и не сидели? Не, он говорит, сколько же вы сидели? Я говорю, много сидело. Он говорит, так вы еще пристали и не сидели? Я говорю, да. Так вы еще ходите? Я говорю, я еще и бегаю. Я еще бегал. Он говорит, вы какой-то чудный человек. Я говорю, не я чудный, у нас Бог чудный. Ну и давай ему свидетельство. Это же тоже бывший работник КГБ. Я ему даваю свидетельство о Христе. Ну много говорил, а потом говорю к отце, начальник, смотрите, какой у нас чудный бог. И я при Сталине сидел, Сталин кричал Знаим. При Хрущеве сидел, Хрущев тоже кричал Знаим. Последний Баптиста покажем по телевизору, он прямо в газетах писал, я лично читал. И я при Брежневе сидел, Брежнев тоже кричал Знаим. При Андропове сидел, Андропов тоже давал указания Знаить. И я при Черненко сидел, Черненко тоже кричал Знаим Бойко. Я говорю, смотрите, какой у нас чудный Бог. Они гниют, а я все еще живу. Он говорит, а ты вообще какой-то странный. Я говорю, не я странный, а у нас Бог чудный. Ну и скажу, я только сказал ему, а вы знаете, у нас был тут такой еврей, Кавшатский. Я говорю, а вы же, наверное, одессит? Он говорит, да, конечно, одессит. Я говорю, вы знаете, что за меня писали статьи в газетах, по радио, по телевизору показывают, что я самый страшный преступник. Я говорю, а он сейчас живой? Я говорю, так это мой лучший друг. Я говорю, а он живой? Я говорю, да, сейчас преподает философию и религию в институте. Я говорю, видите, как у вас? Я говорю, я готов был за учение Христа не только страдать, а умереть. А у вас так. Раз превратилась власть, я говорю, а у вас все, оказывается, скопские. Власть перевернула, а у себя перевернулись. А он, оказывается, этот лектор, который был в Одессе, Макавшатский фабильо, инженер, то есть профессор. А он сейчас преподает в Одессе в институте религию преподает и философию. Вот, пожалуйста. Так что, братья и сестры, что я хочу этим сказать? То есть, что нам Господь говорит, что не всегда так было, как сегодня есть, и не всегда так будет. Придет время, когда я уже сегодня утром говорил на той части, что весь религиозный мир и весь мирской мир восстанет против нас с вами, против Церкви Христовой. Поэтому нам нужно, как бы там ни было, нам нужно укрепляться в благодати Божией, чтобы мы могли устоять и чтобы быть наследниками вечной жизни. А устоять мы сможем, когда мы будем ходить в страхе Божьем, будем проверять свои светильники и пополнять масло, чтобы при таких вот атаках, которые были и которые еще будут, чтобы мы могли устоять. Только со Христом мы устоим. Поэтому я хотел бы просить, чтобы приняли благодарность все за то, что молились о нас. Я знаю, что много людей здесь, которые молились в то время, постились. И на дальнейшее время, когда будет написано, и будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, то никто за нас не будет ни молиться, ни пости столько друг за друга. Потому что так написано, будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Так оно будет. Но, когда мы будем едины между собой, это самое главное, и со Христом, монолит, то никто нас не одолеет. И так, Господь, часть людей, конечно, скажу вам, часть Господь изменится, но и не око. А часть людей придется все равно идти на страдания, как и написано в один слове Даниила, что многих придется быть еще в тюрьмах. Но самое главное, нам нужно устоять. И благословить Господу, что Господь сохранил нас до этого времени, что Он оставил для нас еще это Слово Божие, это как оружие. И самый вернейший справочник, что мы верно шли этим путем узким, тернистым, и не подражали ни в чем миру. Если мы только начнем подражать миру, братья и сестры, мы этим оскорбляем Господа, особенно молодежь прошу. Потому что дьявол сейчас все силы, всю свою способность выкидывает в этот мир, чтобы мы ходили в его грехах. Он знает, если человек, который есть грех, то уже это контакт с ним. Тогда человек не имеет силы противостоять дьяволу, потому что он уже его. А человек, написанный в Слове Божьем, то ли мы являемся храмом Божьим, то ли предстанем из сатаны. Третьего нет. И вместо рая и ада, третьего тоже ничего нет. Поэтому пусть Господь благослитит нас, ходить в страхе Божьем, и просить Господа, чтобы научил нас ходить в постоянном присутствии, чтобы жить им и жить для него. Мы помолимся, повладим Господа на этом. Можем, вопросы есть, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, как вас братья посетили на Божьем? Если будете слушать, скажу. Евангелие от Матфея 10.22 И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Стихотворение Бог О, Ты, пространством бесконечной, живые в движении вещества, течением времени предвечной, без лиц в трех лицах Божества, Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, Кого никто постичь не мог, Кто все собою наполняет, Объемлет, зиждет, сохраняет, Кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, Сочесть пески, лучи планет, Хотя и мог бы ум высокий, Тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные От света Твоего рожденные Исследовать судеб Твоих. Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает, В Твоем величии исчезает, Как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность довременную Из бездн Ты вечности возвал, А вечность прежде век рожденну В себе самом Ты основал. Себя собою составляя, Собою из себя сияя, Ты свет, откуда свет истек, Создав и все единым словом, В творенье простираясь новом, Ты был, Ты есть, Ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, Ее содержишь и живишь, Конец с началом собрегаешь И смертью живот даришь. Как искры сыплются, стремятся, Так солнце от Тебя родятся, Как в мразный ясный день зимой Пылинки инея сверкают, Вратятся, зыблются, сияют, Так звезды в безднах под Тобой. Светил возжженных миллионы В неизмеримости текут, Твои они творят законы, Лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады Иль рдяных кристалей громады, Иль волн золотых кипящий сон, Иль горящие эфиры, Иль вкупе все светящие миры, Перед Тобой, как ночь пред днем, Как капля в море опущена, Вся тверть перед Тобой сия, Но что мноизримая вселенна, И что перед Тобою я? В воздушном океане оном, Миры умножа миллионом, Стакрат других миров, И то, когда дерзну сравнить с Тобою, Лишь будет точкой одной, Я наперед, А я перед Тобой ничто, Ничто, Но ты во мне сияешь, Величеством Твоих доброт, Во мне себя изображаешь, Как солнце в малой капле вот, Ничто, Но жизнь я ощущаю, Несытым, Некаким летаю, Всегда пареньем высоты, Тебя душа моя быть чает, Вникает, Мыслит, Рассуждает, Я есмь, Конечно, Есть и ты, Ты есть, Природы чин вещает, Гласит мое мне сердце то, Меня мой разум уверяет, Ты есть, И я уж не ничто, Частица целой я вселенной Поставлен мницам мне в почтенной Средине естества я той, Где кончил тварей ты телесных, Где начал ты духов небесных, И цепь существ связал всех мной, Я связь миров повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начальна божества, Я телом в прахе истливаю, Умом громам повелеваю, Я царь, Я раб, Я червь, Я бог, Но будучи я столь чудесен, Отколи происшел, Безвестен, А сам собой я быть не мог, Твое создание я создатель, Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, Благ податель, Душа души моей, И царь, Твоей то правде нужно было, Чтоб смертну бездну приходило, Мое бессмертно бытие, Чтоб дух мой в смертность облачился, И чтоб через смерть я возвратился, Отец в бессмертие Твое, Неизъяснимый, непостижный, Я знаю, что души моей Воображение бессильны, И тени начертать Твоей, Но если словословить должно, То слабым смертным невозможно Тебя ничем иным почтить, Как им к тебе лишь возвышаться, В безмерной разности теряться, И благодарны слезы лить. 1784 год, Г.Р. Державин.